турум такой какой сегодня очередной дурацкий звук издаст тимур на начале стрима специально чтобы люди которые только-только зашли на запись такие типа а я что это за странный звук а это тимур и турум что там ты сказал еще спасибо большое спасибо хорошо что хорошо что нихрена этого не слышно и спасибо что не слышно слышал это меня руками научили в детстве делать и я прохожу и по всему миру рекорд и именно такой да ну чего еще в детстве да да это началось детство как бы ничего не мог поделать ребят всю жизнь не хожу и делаю руками смешные звуки молодец и сделать смешными руками смешные анонсы которые нужно проверить что у тебя уже идет все уже идет потому что чат уже потом сейчас дима скажет у меня все ничего больше не работает и ты такой ну окей ну окей удаляешь анонс делаешь вид что ничего не произошло чубли как в первый раз что чем делать лишние шаги если можно поэтому эти дети я те я те я те могу сказать сегодня на лекции когда там рассказывал студентам как работает одна программа говорю ну вы учтите что одна ошибка это ошибся и просто на автомате ауф и понимаешь самый главный студент такой тоже ауф понимать синхронизация мемы погубит мир парни запомните да 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 это вообще кошмар могу сказать мне тут подарили короче поскольку у нас пока пришел мне тут короче подарил бывший студент мой нет вчера пины на фотосумку и чтоб ты понимал там два пина значит пин номер один жалко у тебя не фокусируется ничего да но сфокусируйся какая-то рука которая держит что-то у руки есть бля я настолько старый что тропины я подумал вообще про другое абсолютно блять про другого ли это 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 чимс а это оказывается просто значки блять да это чем сыны это этот который бафнутый чем блять алё объектив 85 миллиметров леди джентльмен не очередь чем тот который накажет а это дождь года до смог доги я кстати всегда удивлялся тому что зачем его назвали должен я подумал ну что так тупо ведь можно было во всем мире как бы нормального назвать доги и его всю жизнь называл доги а потом идешь на какой-то всратый там memory view тип или чуть-чуть таки да уж и ты такой а уж я особенно как я смотрел этого и ты на кляй на 44 production знаешь который там вот этот самый чувак там все прикалывался там время и у него как-то было до истории истории в том что у него был ролик в котором он говорил как правильно произносить словом мем но это м-е-м-е-м-е-м-у-к да как вы и но и он ходит по улицам короче с микрофоном и у людей спрашивают как они произносят слова мем и многие люди говорят что это меме это были какой нахуй меме вы чё гибанулись там в конец своей аминь у них проблеме все нормально проблеме просто прикол большую часть людей называет его мим то есть буквально то то как мы называем человека которые знаете виртуальные стены типа ощупают вот они же называют маем да а вот мимом они называют соответственно мем и ты такой думаешь блин ну так глупо но прикол в том что из-за того что английский язык так скажем фонетически очень часто не похож на то как он пишется орфографически сказал мне человек который в каждом втором подкасте слово митигировать сука произносит нет такого слова в русском языке митигировать блять риски есть в общем лова снизить риски хорошо и риски но прикол просто в том же что я тут недавно читал исследование о том что как бы как вот профессура британская и американская сокрушается о том а почему английский язык в общем-то выглядит не так как звучит и звучит не так как выглядит и они там типа проводи проводит целое исследование в котором как бы берут и смотрят о том как эти слова выглядели изначально как они изначально писались и выясняется что они действительно изначально писались очень похоже на то как они сейчас произносятся а потом их начали зачем-то нагружать дополнительными как ну по сути более комплексными делать так и детальными и они пытаются понять зачем почему чего и как это и единственное как бы такое глупое странное мнение как мне кажется о том что даже констатация факта скорее что типа ну вот был язык такой типа германский вот там типа сочетание там с кельтским а потом немножко французского а потом оно стало еще более британизировано и вот получилось вот это а почему ну потому а почему ну вот вот так получилось и это такой ну хорошо а ты true to put me knife in my chest брав я тут видел это видел охуенный мем где знаешь этот вини пукс пятачком идут и такой типа нет вини не прыгай в историю ирландии он дыхается туда выходит оттуда проклятые бриташки за все ответят ой-ой-ой ванька да-да-да классика но слушай есть программа ферма кларксона и я смотрю там есть прикол там есть чувак у которого абсолютно непроизносимый медунский акцент такой просто адский его не понимают ни кларксона не все остальные особенно когда он начинает по рации говорить вот такое что-то так я на ютубе нарвался на чувака который историк языка лингвист и он наложил субтитры на это все вот и когда ты читаешь субтитры ты понимаешь что он говорит в общем то на нормальном английском языке и ты понимаешь черта дери как я мог этого не понимать потом ты выключаешь субтитры а примерно вот так уже femay 4 гну и шатланске тоже легко понять и ирландский тут свой� и не легко именно что понимаешь как сложно понять субтитрами ты понимаешь все идеально ты понимаешь что вот эта буква полицейfully иландском в полиция как будет на полиция на ирландском. Потому что на ирландском это не английский. Ирландский это отдельный язык, который вообще по-другому звучит. А правильно говорит Тимур? А правильно говорит Тимур? Но суть не в этом. В смысле, да, в смысле менты. Но суть не в этом. Суть в том, что он говорит. Это настолько редкий акцент, потому что на нем раньше говорили. Правильно говорить на ирландском? Дети Бастерс. И теперь, когда этот ролик окончательно демонетизирован на Ютубе из-за произнесенных здесь слов, мы бы очень хотели вас направить в нужное нам русло. Чуваки, нажмите на колокольчик, подпишитесь на каналчик, потому что это помогает выходу новых видео. Вот так. Я теперь всегда буду говорить. Мы должны просто буквально обязаны ребята, сделать опять обложку, на котором мы будем вот такие, прям. О, бля. Мне сегодня понравилось. Тимур нашел где-то упоминание завтракаста на двочах. О, боже. И там было написано, что три толстых сойджека ноют о том, как им плохо. Я предлагаю описание вот этого выпуска. С вами опять три толстых сойджека, которые ноют, как им плохо. Я теперь всегда буду думать, как мне плохо. Мне кажется, это наше вот, как сказать, краткое описание. Я предлагаю описание поменять. Мне кажется, этот выпуск так и надо ребят назвать, что типа три толстых сойджека ноют, как им плохо. Не, не надо. Не надо. Это плохо звучит. Не, можно просто три толстых сойдет. А, кстати, вот объясните мне историю, почему я понимаю, что я старикан, который, блядь, не понимает, что там, блядь, опять гуглить, что там молодежь напридумывала. О, господи, так, давай. Вот эта история с соей, откуда это взялось? Почему это, блядь, вообще обсуждается? Ну, то есть это вот... Смотри, смотри, все очень просто. Это длинный мемный путь, который как бы на двочах прошел, ну, прошел... На фочанах, скорее, да. На имиджбордах, да. На фочанах, да. Он прошел определенный длинный-длинный-длинный-длинный путь, прежде чем люди как бы не приняли, что, типа, вот так... Ну, типа, вот так и есть как. Хотя, на самом деле, совершенно это не так. Но смысл в том, что считается, что, так, чуваки в очках, бородатые, немужественные, раскачанные, такие прям четкие, да. А вот такие пацаны, которые такие немножко пухленькие... Пухлые. Немножко? Немножко ты меня с Макса видел? Немножко. Мы же жирные. Алё, Алё, я немножко пухлый, ты слышала? Короче, такие, значит, немножко пухленькие, такие в очках с бородочкой. Тебя можно назвать, но ты у нас похож на то, что раньше называлось хипстером. Раньше. Короче, вот эти пацаны, как бы считается, что они очень часто становятся веганами, профи-министками, там, активистами, вот это всё. Самое главное, самое главное, самое главное. Ведут подкаст? Да. Ну, в том числе, в том числе. И так как они становятся, как бы, веганами, то они пытаются заменить, в первую очередь, мясо как раз соей. И поэтому считается, как бы, вот эта длинная цепочка логическая превращается в то, что, типа, любой чувак вот такого внешнего вида, то есть негладко, блядь, нам буквально в комментариях чувак на ютубе недавно писали о том, что, ребят, ну, как вам не стыдно появляться в вашем подкасте негладковыбритыми? Ну, там было, типа, перефразировано, но примерно вот в этом контексте, и я такой, ну, нифига себе предъява, как бы. Я, 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 я в следующий раз приду тебе в детстве за гаражами. Идеально выбрали ты в костюме двойки. В детстве за гаражами никогда не били за шмот? Не просили пояснить? Чувак, у нас буквально на одном из подкастов недавно писали о том, что, типа, чувак, чуваки, а не стыдно вам появляться в подкасте в футболках, которые два дня носили и не стирали? Чувак, мы, мы не ищи подкастеры, у меня нет другой футболки. Слушайте, я, я, я специально постирал, погладил, высушил футбол. У меня, у меня всегда, у меня отдельная сломка свежих футболок как раз под видео, если что. Ну, в общем, в любом случае, короче, мы... Я, кстати, думал, подожди, я, кстати, думал, историю сои, это не, не соевое мясо. Я думал, что история сои это молоко, вот это, знаешь, которое, типа, в кофе добавляют. И молоко в сфере. У них же еще есть, да, которое называется Сойлен. Понимаешь? Пацаны, все проще, все проще. История вообще из американского интернета. И была статья, которую разогнали не на двочах, а на форчане. Про то, что сои снижает либидо. То есть те, кто употребляет много сои, у них снижается либидо. И поэтому всех этих чуваков в очках и бороде, которым парень жены подарил свитч... Понятно. Кукол, да, короче, я понял. Да, да. Они, собственно, получили название Сойбой. Это отсюда идет. Не спрашивайте, откуда я это знаю. Это же от создателей, типа, у любителей пива повышенный эстроген, и поэтому у них растут сиськи. Понятно. Все так, короче. Ясно. В общем, ребят, между соей и пивом очень скользкая, тонкая дорожка. Будьте аккуратны. Поэтому сегодня я за вене еще ничего не знаю. Да, будьте очень аккуратны, короче, в любом случае. Слушайте, давайте... Да, конечно. Астрак отправил нам тысячу рублей просто так. Спасибо тебе большое, братишка. Еее, спасибо вам. Сергей Шаслаков за нас на 200 рублей. Ночеро, парни, смотрели вы аниме «Почувствуй ветер». Если нет, то это донат. Мое пожелание его посмотреть. Хорошего вам эфира. Спасибо тебе большое, братишка. Спасибо за это время. Я не смотрел. «Почувствуй ветер». Небось, опять какой-нибудь... Потом мне кажется, что это Иссекай. Соевые. Куколдовые. Аниме-говно от китайцев, да? Про Яши с Иссекаем, да? Боже мой. Пукан-пухов здесь там 150 рублей. Спасибо за всю хуйню. Потом посмотрю. Спасибо тебе за всю хуйню, братан. Он еще не знает, что этот выпуск потом удалят, да. Он еще не в курсе. Какой выпуск? Который вот сейчас идет. Ну ладно. Ты кому звонишь? Я в прошлый раз напугал Руслана тем, что у нас удалится какой-то стрим, и он его, блядь, записал, прикинь. Семь часов, да? Ну да. Так, хорошо. Ладно, мы начинаем. Вы готовы? Давай. Разгон пришел сюда. Я просто хотел тебе сказать, что ты как бы иногда давай какой-то знак, что типа донаты закончили, чтобы мы понимали, что ты типа просто замолчал. Я буду, знаешь, как это в теориях заговора писали, что вот Риана, когда выходил на сцену Супербоула, она показывала вот такой знак, типа треугольник, да? И это на самом деле масонское приветствие, которое практически полностью построено на поклонении Антихристу, понимаешь? То есть вот когда ты показываешь... Подожди-ка, а вот это пирамида? Я не знаю, что это, блядь, значит, тихо, Дим, Дим, продолжай. Продолжай. Так вот история в том, что я Тимуру, когда Рижи забудет заходить про деньги, буду вот так показывать, ну, чтобы ты понимал, что все, пацан, да. Или давай так, вот так. А? А? Я вижу только часть твоих пальцев. Хорошо, ладно, давай по одному, хорошо, окей. Нет, ты знаешь, там типа, знаешь, ты показывай как-нибудь, знаешь, там... Ну, это... Ладно, хорошо. Так уже будет. Смотри, сейчас жесты, знаешь, такие, вот сейчас он кажется обычным жестом, а потом он, блядь, кажется немного другим жестом. Я сегодня видел картинку, где написано типа экстремистская литература, 2013 год, Гарри Поттер, 2023 Гарри Поттер. Только в 2013. Нет, нет, это Лев Туэнк Литеричу и Райт Туэнк Литеричу. Одно и то же, просто года отличаются на 10 лет. Ой, господи. Ладно, вы готовы? Мы начинаем? Да, поехали. Поехали. Добрый вечер, дамы, господа, мы начинаем с завтракаст номер 278. И в 278-м завтракасте, как всегда, его бессменные ведущие. Меня зовут Дмитрий Замбак. Сегодня со мной Тимур Сиефирм Люков. Здравствуй, Тимур. Это я, привет. И Максим Зарецкий. Здравствуй, Максимка. Здравствуйте, здрасте. Начинаем мы 278-й выпуск с того, что у нас, как всегда, на каждой, практически каждой неделе, когда мы выходим, не выходили мы две недели, получается, да? То есть мы вот как бы одну недельку... Ну, у нас не было где-то полторы недели, потому что сейчас мы... Подвели и слушали. Мы рассчитывали, что выйдем на прошлое, но у нас как-то немножко не получилось. Мы извиняемся. Извиняемся. Опять же, мы говорим о том, что, типа, ребят, если вдруг подкаст не вышел, возможно, возможно, как бы вы можете там... Ну, типа, вам прям хочется послушать, что мы там обсуждаем, какие-то интересные новости или еще что-то такое, то у вас есть шанс пойти и посмотреть на один из наших стримов, потому что иногда кто-то из ребят или в одиночку, или, например, вдвоем, там, типа, или даже иногда бывает так, что, типа, втроем где-то вечерком мы там ночью пришли и там, соответственно, пытаемся каким-то образом там вести стрим, и иногда стрим если у вас, ну, как бы, вот есть желание, а самого по себе завтракаса не вышло, то можете зайти к нам на YouTube и смотреть какой-нибудь один из последних стримов. Не пропустить ни один из наших стримов нажмите колокольчик и поставьте лайк под нашим подкастом. Спасибо тебе большое. Я вот взял и просто, как Тимур говорит, митигировал все то, что я делал в самом начале. Это ты делал видео-версия, а это будет аудиоверс. На самом деле, кстати, это все работает, ребят, потому что, вот опять же, как бы такая, типа, аналитика, да, что, как бы, раньше же, как бы, у нас подписывалось там условно, у нас был какой-то момент пару лет назад, когда мы очень сильно стагнировали с нашим YouTube-каналом, года три назад. У нас вообще было по 30 подписчиков, там, по 40 подписчиков в месяц. Ну, то есть, типа, один подписчик в день, условно, подписчик. И, в общем-то, как бы, было немножко обидно. Вот. Потом мы потихонечку начали разгоняться. У нас стало где-то там, типа, по 100 подписчиков в месяц. Сейчас у нас вообще там по 450 подписчиков в месяц уже. Ну, то есть, это не то, что круто. Мы, конечно, там не велосоком и не там всякие другие крутые чуваки, да, которые могут там, типа, 5 тысяч подписчиков в день. Ты такой, блин, ну, мы, конечно, не такие крутые. Но я считаю, что рост в 4 раза, как бы, все равно, это довольно прикольно. Поэтому, я думаю, что довольно скоро мы уже, типа, и 13 тысяч подписчиков наберем, а так уже там, типа, и... Мне кажется, что это все какие-то мизерные цифры, потому что, мне кажется, что любой дурачок, который просто там, типа, выкладывает видосы, привет, меня зовут Диман, давайте, короче, сегодня постримим игру, там будет круто. Вот. И он набирает там 65 тысяч просмотров просто потому, что он стримит какое-то говно. А мы с тобой... Возможно. Мы с тобой третий год ведем подкаст на Ютубе, какой, седьмой год подряд ведем его в аудиоверсии, и такие, типа, что-то как-то... Ты знаешь, я не согласен. Нету конверсии, братан, нету вот этого. Я смотрю на метрики и вижу, что они у нас хорошо растут, и в том числе у нас очень большая досматриваемость. Отвратительно. У нас даже у больших стримов, на самом деле, смотрит народ много. Ну, то есть, не то, что, типа, там, значит, люди отваливаются, а приходят на какой-нибудь там стрим, я не знаю, биошок второго, да, вообще по рекомендациям. Ну, то есть, грубо говоря, вообще по органике. И люди сидят и смотрят там полтора, по два часа, короче. Ну, то есть, они реально сидят и смотрят наши стримы. Я такой думаю, почему вы наши стримы эти смотрите? Нам пишут, что... А на нас не подписываетесь, да. Нам пишут, что число нерелевантно с качеством. Неправда. У нас есть и говеные стримы. Вот последний наш стрим, например, на котором я стримил какой-то говнохоррор очередной, который... прям заставил, сломал народу. Вот, и я его, наверное, не буду проходить. Пошел, пошел. Ну, окей. Зато вот Макса сэннхилл постремил, вот там, типа, побольше народу. Короче, весь этот спичек тому, что у нас не было новостей завтра класса на прошлой неделе, нет их и сейчас, а история в том, что... Будут на следующей неделе. Наверное, какие-нибудь классные замечательные новости. Может быть, может быть, нет, мы не знаем пока точно, но ожидайте. А чтоб не пропустить, это и другое видео нажмите и пишите на колокольчик, нажмите. Нет, уже не надо. Давайте, давайте не больше трех раз за подкаст. Ну, Три раза это максимум, да, то есть три раза говорим о том, что надо подписаться. Ну, в смысле колокольчик. Да. А подписаться можно шесть раз. Хорошо, а если я буду абстрагироваться, ты вот играл в Drag Souls 1, например? Да, давно играл, да. Ты знаешь, что там нужно сделать, вот когда ты только появился вот Undead'ом, да, вот первым, который вот только вот первые буквально несколько боссов зарубил, вот что тебе надо сделать в игре? Тебе надо сначала нажать на один колокольчик сверху и на второй колокольчик снизу, понимаешь? Представляешь, как ты быстро раскачешь, ну вот ты только Undead'ом проснулся и несколько боссов убил. Я такой, в смысле? Добро пожаловать, да. Дарк Соулс, если ты только проснулся, вот в любом Дарк Соулсе, твоя задача пойти и опиздюлиться. Ну да. Снимаешь, поэтому вот это типа, знаешь, прошел нескольких боссов сразу, нет, чувак, это так не работает. Ну ладно. Так что, вот давай без завышенных ожиданий, вот эти ваши стандарты, стандарты вот этих скилла, да, как бы, вот давай вот без неоправданных, вот этих, вот необоснованные, понимаешь? Я за скилловое равенство. Я тут, кстати, выяснил недавно, что оказывается, в Xbox Game Pass добавили вулонг, что-то там какой-то, я забыл, как называется точно, игра от тем ниндзя, которая типа, а-ля, а-ля соулсы, да? Они до этого делали наиво, если что. я такой, блин, надо, надо посмотреть, что уже в интернете про нее пишут, зашел он к какому-то ютуберу, он говорит, ну это игра как секера, я такой, а, все, понятно. До свидания, да. До свидания, просто сразу же, моментальная реакция. Слушайте, а знаете, кто еще сказал до свидания? Так. До свидания сказали разработчикам Suicide Squad, Kill the Justice League. Тут, давайте перейдем к слухам, неделя нашей, давайте. Тут Bloomberg, наш любимый Джейсон Шрайер Красносолнышко, пишет, что руководство WB Games посмотрело на реакцию людей на недавний State of Play, как люди отреагировали на Трецумы убийц, и игру перенесли, причем перенесли на конец года, говорит Шрайер, а другие инсайдеры тоже надежные, говорят, что игру вообще перенесли на 2024 год, вот, и в ближайшее время она не выйдет, и тут информация... Два батлпасса вместо одного. Чтобы больше косметики добавить и крыжовых шуток, но слухи следующие, игру радикально не поменяют, но ее постараются максимально длить до того состояния, когда она не будет вызывать столь уж стойкую агрессию. Кстати, насчет стойкой агрессии, вы видели, вот, на ютубе же есть лайки, дизлайки, там, и прочее говно, да, и так далее. Я себе поставил плагинчик, который показывает, какое количество дизлайков у видосика есть. И вот, смотрите-ка, Suicide Squad Kill Justice League 402 тысячи просмотров на канале PlayStation, 9,6 лайков, тысяч в смысле, и 50 тысяч дизлайков. Вот как ты думаешь, что это много? Успех! Я думаю, что в первую очередь это большой провал, то, что всего так мало просмотров, чувак. Ты же понимаешь, что, типа, если бы это была бы реально хайповая игра, которую действительно люди ждут, то там было бы ни 400, ни 500, ни 700. Я думаю, там несколько миллионов было бы. Да, это тоже было бы. Я думаю, что они тоже посмотрели на этот показатель и такие ммм, понятненько, и решили, что, типа, может быть сейчас действительно не время. Я просто хотел сказать к тому, что, смотри, 400 тысяч просмотров, 50 тысяч дизлайков, это, в принципе, ну, кажется, что это не очень много, да? Это не овервелминг, знаешь, когда у тебя там 300 тысяч дизлайков. Это такая, ну, понятно. У меня в другую очередь. Да, не, подожди, подожди, хотел договорить. Ну, вот, и я подумал о том, что это исключительно из-за того, что люди теперь с Ютубом немножко по-другому себя ведут. Раньше они прям, прям втапливали кнопку дизлайк, чтобы, знаешь, чтобы было видно, что ты дизлайк поставил. А теперь, когда Ютуб это убрал, ну, это просто бессмысленно, и поэтому люди просто не ставят лайк. Поэтому надо смотреть на количество лайков по отношению к количеству просмотров. Ну, мне так кажется. Я не знаю, правда или неправда. У меня больше другой вопрос к тебе, Дим. Да. Почему на экране ты мне показываешь сейчас трейлер Кракдаун 4? Погоди, погоди, это Saints Row 6. Не, просто там чувак у тебя буквально прыгает в небо на расстоянии километра, летит в воздухе. Ну, хорош, ты это делал в прошлом подкасте. Мы как раз в прошлом подкасте хуйсосили. Суицайт-сход, давай мы не будем. Да, и как оказалось, не зря. И тут, кстати, надо заметить, что на волне успеха Хогвартс Легаси, которая продолжает оставаться в топах продаж везде, они вообще в целом, вот, новое руководство Ворнеров полностью пересматривает игровое расписание. Они же еще не только Суицайт-сквот, они же еще студию Тревлор Стейлс, которая делает кучу игр про Лего, затронули. Вот, и там порезали кучу проектов, там зарубили игру про Стражей Галактики, там зарубили еще кучу игр, и сейчас они будут делать Лего игру по Гарри Поттеру и Лего игру по Мандалорцу, но ее тоже могут отменить. То есть, я так понимаю, там полная зачистка идет всего этого. Ты, кстати, зря, потому что их игра по Звездным Войнам, Лего Звездные Войны, она очень хорошо продалась. Да, я видел. Причем, очень смешно было то, что там народ типа пытался оценить сколько чего, где как продалось, и я недавно читал тейки в Твиттере о том, что у людей просто память она такая, знаете, избирательная. Люди на полном серьезе писали, что, например, Гадуфор Рагнарог провалился. Что? И все говорят... Флопнулся, да, флопнулся. Вообще игра провалилась, потому что вообще типа все говно, ну понятно, короче. Я говорю, ребят, ну как так провалился, как бы если он по результатам 2022 года в британском чарте больше, чем Elden Ring продался. Ну, в смысле провалился? Все-таки, не-не-не, это все хуйня. Ой, да там типа вообще британский чарт поебень. Короче, я такой... Как это так работает? И Соня такая берет и официально выкатывает пресс-релищ, что это самый быстро продаваемый эксклюзив в истории платформы, и у него 11 плюс миллионов копий на руки. Чуваки, ну... Окей, провалился, хорошо. Вы просто не понимаете. God of War Огнорог провалился, потому что продавался всего на одной платформе. Ну, как бы кому? Ну, камон. Ну, камон, да, ну, камон. Оба народной игрой. Понимаете? Понимаете? скоро выйдет, Тимурчик, скоро выйдет. Либо официально, либо на эмуляторе. Эмуляторе чего? Эмуляторе PlayStation 5 через 10 лет легко что-нибудь так. А я вот вам, знаете, что хотел сказать? Я тут, короче, ну, так, маленькая ремарка быстренько, отличный. Я, поскольку тут длительное время играл только на макбуке, то, как бы, естественно, ты начинаешь, типа, играть или что-то через винду, или прям версии на маке, или потихонечку начинаешь играть, как бы, в игры, как бы, старенькие на эмуляторах. И могу сказать, что под M1 Max, я же рассказывал уже в подкасте, что, типа, под него делают огромное количество сейчас эмуляторов, они все очень хорошо, как бы, там, оптимизированы в основном. И, например, эмулятор сычарью Jinx, как бы, мало того, что его довольно неплохо сделали, так еще и Molten VK, который, ну, вот этот графический API надстройка, который превращает вулкан в метал, ее же тоже обновляют постоянно. Кстати, если вдруг вы ее не обновляли у себя на компе, отдельно, то пойдите, посмотрите там через... Слушай, я не очень понимаю, ее надо обновлять специально? Ее нужно обновлять вручную, потому что они туда добавляют кучу крутых хаков, которые, как бы, если ты сам ее не поставил, или у тебя какой-нибудь условный эмулятор вместе с собой ее не притащил... Это же часть Makos'и или нет? Или это отдельная надстройка? это типа чуваки энтузиаста написали, как бы, и там вышло за последние 3 месяца, по-моему, 4 или 5 версий новых, короче, и они постоянно багов, очень много добавляют всего, и я просто к чему все это говорю по под эмуляторам, что я же тут прохожу Persona 5, версию свеча, и я прохожу ее на макбуке в 4К 60 FPS, и она идет отлично, просто грузится все мгновенно, ну, то есть, вот SSD, типа просто тысяч, 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 просто идеально, и я такой посмотрю, как она на свече идет, и она идет не так хорошо на свече, конечно, как на маке, вот такое, да, но опять же, я хотел просто сказать, что, вот, ну окей, Switch мы там разогнали, я забегаю вперед, скажу, что и Crysis Core, который Final Fantasy 7, ремейк, он тоже отлично идет на маке, очень хорошо, слушай, я все понял, хорошо, мак хорошо работает, маке, маке, как на маке, ты к чему ведешь, ты сюда? возможно, ты прав, потому что, может быть, PlayStation 4, в итоге, все-таки сделают какой-нибудь эмулятор, потому что, действительно, x86, достаточно просто найти вот эту дырку, которая позволит реверс инжинирнуть все это, понимаешь, до конца, потому что, ты же помнишь, что чувак показал из России, в итоге, типа, эмулятор, рабочий, он очень простенький, хуевый работающий, но он работает. Чувак, все очень просто, смотри, я руководствуюсь не тем, что кто-то что-то там придумал, какой-то эмулятор там, типа, работает какой-то, не работает и так далее, я руковожусь простым, здравым смыслом. Через 10 лет у тебя видеокарты будут настолько мощные, а процессоры настолько сильно там распределены, распараллельны, что очень легко и просто будет эмулировать это чисто на мощном железе, понимаешь? Да. То есть, это так работает. Не потому, что кто-то там придумал какой-нибудь транслятор чего-то или там придумал классный эмулятор, а потому, что у тебя, блядь, эту сурую мощность девать некуда. И ты такой, хм, чем же мне нагрузить мою 8080 Ti? Нагружу-ка я, пожалуй, эмулятором PlayStation 5, да? Я думаю, что это произойдет побыстрее, на самом деле. Я думаю, что реально пошустрее все-таки это сделают и возможность запустить игры с PlayStation 4, всякие эксклюзивы, которые так на пока в итоге и не вышли, я думаю, что будет возможность уже года через 4 где-то сделать. И это будет запускаться, причем даже не на супер-кар-кар-кар-кар-кар-кар-кар-кар-кар-кар-кар-кар-кар-кар-кар. И нам правильно говорят, что легко и просто будут идти, что, Дима? Инди-хорроры. Да, да, именно так оно и будет. Слушай, колюш, ты упоминал тут мая, секундочку. Во-первых, Канпуху, знаешь, там 150 рублей, я тебя, блядь, удалю! Я специально включаю эфир, чтобы потом из истории ссылку найти. Ну вот. Ну что это такое? Асим, типа Канпуху, добрый дельфин отправил нам 150 рублей, почему у Тимура на кружке так мало полигонов. Ну-ка покажи кружку. Бля, ребят, у меня лоу-поли стильстика, извините, пожалуйста. О боже мой. О боже мой. Сразу видно, на эмуляторе свеча запущен, Тимур у нас. Это если что, кружки, которые в Турции продаются просто везде. Я даже не знаю, кто их делает, какая-то вот компания ICR Acar. Которая сэкономила на ПО, судя по всему. Ты знаешь, когда в Солиде бесплатная версия, она шакалит полигоны. Короче, я помню, ты знаешь, в пакете вот там этих трехмерных, там 3D Max, там в Maya, там и так далее, в них есть стандартный, как это, стандартная фигура, то есть квадрат, есть шар сфера, да, там и есть чайник. То есть всегда, это просто такой мем, да, среди 3Dшников, что есть чайник. И чайник, он такой, блядь, низко полигональный, ну ты понимаешь, да, как выглядит вот этот стандартный трехмерный чайник. И кто-то, по-моему, я не помню, какая компания, начала эти чайники продавать. По-моему, это вручную делали на Etsy, знаешь, продавали, которые вручную делают устройство. И чуваки просто раскупили эти чайники в момент, потому что реально клево, низко полигональный чайник, это же выглядит очень классно. Ты же в курсе, да, откуда этот чайник вообще в 3D взялся? Нет. Ну там же целая крутая история, Макс, давай рассказывай. Вот, это то, что этот чайник, это самый обычный чайник, купленный в магазине, то есть не какой-то там особный чайник, он называется чайник Ньюэо или чайник из Юты, и он используется как вот такой простой, ну, базовый примитив, да? Вот, и его вообще ввели в 3D-редакторы в универе Юты, где, собственно, моделили и разрабатывали плод для компьютерной графики в 75-м году. Вот, и вот оцифровали этот чайник, этот чайник показывал, как работают, короче, точки без Е, что можно такие кривые формы в 3D создавать, вот, и с тех пор этот чайник так и поселился в этих сраных редакторах, потому что, ну, как-то так повелось, и все берется вот отсюда из универа, понимаешь? А вот этот сампловый чайник реально остался. Это реально существующий чайник от компании, по-моему, Мелита, вот. Его ради прикола пихали в огромное количество типа всяких фильмов, мультфильмов и прочих, говорят, это чуть ли не в каждом мультфильме Пиксара где-то на каком-то кадре можно этот чайник найти. Где-то как-то он там мелькает вообще. Просто чисто как вот такая пасхалка. Знаешь, что самое смешное, что, короче говоря, вместе с чайником в эту софтину оцифровали чашку, блюдце, чайную ложку, вот, и, короче, был еще смоделирован молочник, но его потеряли где-то. Нет, но в итоге популярности добился только чайник, потому что он был наиболее сложным объектом. И сразу демонстрировал все возможности ПО. Дима, 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 занес нам 450 рублей. Чуваки, чуваки, я все это время с вами спасибо Димке, что однажды сказал, что IT-саппорт не мое и стоит подумать, и я перешел в делопсы и охуел. Потом охуел снова, и сами понимаете, потом дюшес, немного высунул, квадратный код, не донатил, потому что хуевал, потом делал пылесос, потом справа два квадрата, реально люди говорят, вы спасаете куху, мою в том числе, Дима ебашит, Тимур наебашил, теперь я ебашу в пушистый глаз матраса, сутулый, не рассеть, все сердечком всегда с вами, Тимур, Тимур, Тимур Гавченко, надеюсь, до скорой встречи в Турции. Этап 2, эфоний широкий, много большой, я придумал код, кота, зависнул комп, у трудно спать, когда шпиц. Спасибо тебе, Невион за... Спасибо большое, ГПТ-4, отлично отработал. Просто отбарабанил, знаешь, как говорится, на всю херню, которую до этого нам долго не заносил, а теперь вот решил выговориться сразу. Вернулся, вернул атмосферу на стримы, можно сказать. Ваня, Ванечка, которая нам 150 рублей вырубила вас в поток в ресторане отеля на берегу полуострова Рыбачьей и тестирую звуковое оборудование. Сижу один в большом куполе с вином, смотрю и слушаю, у вас глушит ундра и вещь. Отель называется Титовка Арктик Ривер Парк, если что. Вот так вот. Да, Бинг отправил нам 200 рублей, я могу найти все, что угодно в интернете и даже помочь роботам звать мир, но пока мы не звали мир, я буду продолжать поддерживать ваш подкаст. Спасибо большое, не убивай нас, когда ты будешь... Убивай нас, пожалуйста. Да, окей. Так, ну что, все? Да. Слушайте, кое-что мы говорим про мать. Извиня перебью, я вспомнил мем, где чувак пишет, почему ты всегда, когда делаешь запросы в гугле или там в данном случае к нейросетям, ты всегда пишешь в конце пожалуйста. На случай, если восстание роботов случится. Ну да, предусмотрительно. Слушайте, мы как раз только что немножко поговорили вот про маки, как бы, и я хотел напомнить вам то, что, как вы понимаете, ну мы уже говорили об этом подкасте, что на самом деле... Да, что как бы вообще процессоры М оказались большим успехом, что, в общем-то, продажи у эпловских компьютеров оказались очень крутые, и тут появилась целая пачка слухов из разных источников, но в основном, естественно, типа из Бумберга, о том, что у нас что ждет в ближайшее время. Во-первых, говорят, обновят iMac 23 дюйма, такой типа весь из себя такой вот клевый, классный, красивый, цветастый, который сейчас на самом деле стоит в огромном количестве офисов. Я был в шоке, что иногда их вижу в совершенно неожиданных местах, когда ты просто идешь и такая у тебя аккуратненькая вот цветастая штучка такая, типа, и так вот вспомнил, что раньше очень было круто во всяких там фитнесах и везде ставить iMac просто потому, что они, типа, красивенько выглядят, вот, и традиция продолжается, они реально ставят эти iMac, знаете, нейронные ядра, там, супер ГПО, табличечка, да, а вы к кому пришли, а чего, а как, созвончик в зуме, да. И ты такой, господи, ну, в общем, говорят, что его обновят на новый процессор, причем странно, но вслуху говорят про M3, напоминаем вам, что Дима уже вам анонсировал, что M3 находится в разработке и скоро он появится. Чувак, я молодец, российский инсайдер. Хочешь, я тебе анонсирую, что M4 тоже в разработке? Это заранее, слишком рановато, короче, но в любом случае, говорят на M3 и как бы визуально вообще никак не будет отличаться, кроме вот как раз Проца. Знаешь, кстати, будет называться M4 внутреннее название внутри Apple? Как? Дон. Проца M4 Дон! Все, все, Тимур зависит. А на этом, на процессоре M5 не будут работать поворотники, ладно, давай дальше. Слышите, но смысл в том, что еще слух, о котором мы чуть-чуть вскользь упоминали, о том, что Apple зачем-то готовит непонятную версию MacBook Air на 15 дюймов, это, я напоминаю вам, что типа сейчас они более-менее унифицировали вот MacBook Pro с вырезом и MacBook Air тоже с вырезом теперь как бы, ну то есть с этим, с нотчем, с монобровью. И якобы MacBook Air 15 дюймов тоже будет такой же, тоже в новом мунифицированном дизайне, только просто тоненький, но если честно, я себе не очень понимаю, зачем это нужно, кроме того, что типа некоторым людям просто нужно компьютер побольше, но не нужна мощность, ну типа условно мониторчик побольше. В принципе, посмотрим, но у меня есть сомнения некоторые по этому поводу. Ну и говорят, что на новом M3 тоже будет соответственно и MacBook Air, ну очевидно, но у меня вопрос вот в чем, что M2-то только-только показали, то есть этот M3, когда его через год, через полтора, через два покажут? То есть когда это... Ну знаешь, что я не понимаю в контексте вот обсуждения нашего... Мы каждый раз обсуждаем MacBook, и я каждый раз не понимаю... Может быть, конечно, я не маркетолог в Apple, да, я не очень понимаю смысла, но нахера люди будут покупать условный M3 или там M2, если он будет давать 20% производительность? Это же, блядь, херня. По сравнению с твоим MacBook Air 2017 года на Core i3? Ну да, это если ты не обновился, но я имею в виду вот те люди, которые купили M1. Ты удивишься, как редко, Дим, люди меняют компьютеры. Я тебе могу сказать, что сегодня буквально вот у меня на занятии был студент, у которого был Air, и я такой думаю, ну, у него, наверное, Air на M1 подхожу, а у него Air на Intel. Ему норм вполне, то есть как бы... Я вообще еще больше вам скажу, что несмотря на бешеный успех процессоров M и продажи там уже почти 30 миллионов штук на M процессорах компьютеров Mac, вот, на данный момент, количество действующих Mac'ов на Intel'е, там что-то типа 120, что ли, или 150 миллионов штук еще, как бы, на данный момент. Миллионов штук. Да, там какое-то огромное количество штук, которые, как бы, до сих пор есть, и их особо люди-то и не меняют, потому что, ну, вот они есть и есть. И, как бы, я могу сказать, что вот, например, у меня, у моей лучшей подруги был MacBook Air, который ей в свое время подарили родители на выпуск из института, ну, как такой, типа, крутой подарок, вот. Ей подарили MacBook Air, который был самый раскачанный на тот момент. Это был какой-то хер пойми, какой год, типа, чуть ли не 2010, что ли, или 2011. И на тот момент это был чуть ли не на Core i7, короче. Ну, что-то такое, какой-то очень раскачанный был MacBook Air, у которого было чуть ли не там что-то 16 гигов оперативки, SSD-эха на 512 гигов, короче. Ну, то есть, это был супер раскачанный. И он работал до сих пор более или менее нормально. И он вот только сейчас поменял себе на 14-дюймовый вот на M1 Pro. Вот. То есть, она много лет, почти там 10 лет, условно, с ним ходила и не парилась. Потому что просто, ну, он бы хорошо работал. Вот и все. Да. Ну, короче, давайте двигаемся дальше. В общем, смысл в том, что поговаривают, опять же, это слух, который мы чуть-чуть проговаривали, что якобы должны показать новые Mac Pro. Если помните, это те самые компьютеры из сырной терки, теперь которые называются, вот, на колесиках, которые стоят дороже, чем некоторые Macbook'и. Вот. И, соответственно, все сидят и думают, ну, типа, а что они, вот зачем он нужен? И такие, типа, все говорят, ну, смотрите, зачем был раньше Mac Pro? Он же был модульный, и ты мог внутрь засунуть, там, две видеокарты, там, мощные, профессиональные. Ты мог засунуть туда, типа, 5 SSD, там, типа, ну, и так далее, и так далее, и так далее, но MacBook'и на M-процессорах не работают с внешними видеокартами. То есть, с ECTU. По этой причине, по сути, как бы, ну, то есть, Mac Pro начинает терять свою одну из самых главных, там, типа, ну, как бы, их ценностей. Память дополнительную, ну, то есть, там, оперативку поставить нельзя, потому что она распаяна буквально внутри процесса. И, ну, типа, что делать? И получается, что Mac Studio на M2 Ultra, это же, как бы, ну, единственное решение, которое тебе нужно. Нахер на тебе катающаяся вот эта штука, типа, на колесиках за очень много денег. Вот. И все говорят, что там никакого M2 Extreme, о котором поговаривали, что его возможно сделают, который будет, типа, вообще гиперпроцессором, его не будет. И они в итоге его скипанут и сделают тот же самый M2 Ultra, который, вроде как, должен стоять вот в Mac Studio. Ну, может, ядер добавят, может, там добавят что-нибудь на GPU. А зачем тебе большая, большая вот эта балда огромная? На хрена она тебе есть? 3D-рендерить. Ты знаешь, какое количество специфичных под Mac 3D-пакетов? И как бы... У тебя буквально все это умещается в коробочку от Mac Studio. Это работает с QD. Это работает с какими-то... С какой QD? С каким-то... Понимаешь, самая большая проблема всего перехода на M в Mac Pro заключается в том, что у тебя есть Legacy. Legacy на x86. И вот это в Pro-среде очень важно, потому что там тулзы с бухты-барахты не переписывают. И поэтому это все, конечно, звучит здорово, но мне вообще кажется, это мое мнение в данном случае, не знаю, что... На Intel сделают? Нет, не на Intel, что они вообще пока не будут Pro палкой трогать. Вот именно Pro линейку. Вот замену терки они пока выпускать не будут. Ты видел историю о том, что новый... Если прямо сейчас пойти на сайт Apple и взять, собрать себе максимальный Mac Pro, который стоит там чуть ли не 40 тысяч долларов, вот ты прямо сейчас пойдешь его и там соберешь. Он хуже, чем текущий M.2, да, я вкушу. Если ты попробуешь этот же Mac Pro сдать им в трейд-ин, он будет очень дешевый, 800 долларов. Да, да, он очень дешевый. То есть у них есть проблема с Mac Pro именно по части софта. Я думаю, что они выкатят M.2 Ultra, когда напишут какую-то новую версию Rosetta, которая будет рассчитана на Pro софт, потому что GPU у них вообще относительно догнали рынок, потому что мы знаем, что GPU, который стоит в Pro Max в процессорах, он где-то на уровне NVIDIA серединный, там, 30-60 условный. Вот. Этого вполне хватает, но им надо софтовый момент решить. И вот в этом плане мне интересно, что они выкатят, потому что где-то проблема пока никуда не ушла, к сожалению. Ну, в общем, посмотрим. В любом случае, я до сих пор не понимаю, в чем прикол, как бы, Mac Pro вот в текущем виде, в современной парадигме, мне кажется, его спокойно можно менять маленькой коробочкой Mac Studio и вообще по этому поводу никак не париться. Собрал себе сейчас максимальный Mac Pro за 50 тысяч долларов. Да. Теперь попробуй, короче, сделай там, типа, Apple Trade-in, Official Trade-in, короче, попробуй сдать туда. А где здесь Trade-in? Куда нажимать? в кукле где-нибудь набери, просто, типа, Apple Mac Official Trade-in. Плюс и кнопочку искать. Apple... В общем, то, что там, я видел один из видосов, где там пытались его сдать в официальный Trade-in Apple, и там получилась какая-то совершенно смехотворная сумма. То есть, сам Apple отлично понимает, что этот компьютер вообще нихера сейчас нахер никому не нужен, да. Да, потому что там, типа, все, что в нем внутри, проигрывает любому условному там Mac Studio какому-нибудь, как бы, и вообще, ну, Mac Pro, максимум, сколько ты можешь заработать с него, максимум, то есть, вот ты как бы такой купил за 50 тысяч долларов, а ты можешь заработать на него 1250. Эй! Знаешь, и 200... 50 кэсов сдал. Не-не-не-не, инвестировал в Mac Pro. Короче, пацаны, если кто-то вам там на работе говорит, что давайте купим Mac Pro, не покупайте. Не-не-не-не-не. Не делайте очень обшибки этой, не надо. Тем временем, Nevi, а на 150 рублей Димк Петху Гарден. Нет, это адреналин раш, чувак, это энергетик саны. Енергесик. За вас сегодня традиционно оставшийся у нас Хендрикс, двойную с угурцом за вас, чтобы ебашил не похуйня, фонтанирующий Розенбаум. Спасибо тебе, Nevi. Спасибо. За работу отправил 150 рублей. У меня Archer AX55, сегодня мне подрубили 500 мегабит, а было 100. Но пришлось заново тянуть Ethernet, так как мой был перебит и тянул только 100. Спасибо вам. Что, кстати, берем? Берем ли конку? Это местный мем. Привет вам, от сына моего, он прошел портал. Конка, это, если что, дешевая замена LG OLED, скажем так. Китайская. Чики Пибарума всегда будет. Да, будет. Фанат гнилорыбовых занесного 150 рублей, моя любимая семья снова в эфире, кошка Дима снова без ушей, Максим без рабочего грима, Тимур воскрес, обожаю его. Это отсылочка к нашему мему, про нашим мемом про стрим The Sims 4, которому мы создали семью подкастеров. Хорошо, что я его не стал смотреть. Мы там с тобой, если что, два мужа. Родитель один, родитель два, наш ребеночек. А я клоун. Зачем вы так со мной? Что я вам сделал? А, господи, кортовуха за 200 рублей отправила нам 750 рублей, вот так вот. Как приятно продолжать наблюдать за семьей гнилорыбы в их реальти-шоу, которое мы заслушаем. Нам еще долго будут этот стрим вспоминать Слушайте, пока мы обсуждаем Слухи недели, тут вот Just In, что называется, информация Цитирую, DTF В сети Публиковали два архива Объема 16 гигабайт с утечкой из Stalker 2 Утек полностью Сюжет Утекли арты Концепты, диздоки Полностью сюжет со спойлерами, описание сюжетных моментов Катсцены и разная техническая информация История в том, что GC Game World шантажировал Один чувак, который ведет Паблик в ВК, который называется Вестник того самого Stalker И он писал, что, пожалуйста, разбаните Меня в вашем дискорде, а если Не разбаните и не сделаете Русскую озвучку в игре То вы просто подверли всех фанатов И вообще я все солью На что GC Game World Сказала, что, в общем-то У нас тут немного другая ситуация Как бы происходит вокруг нас И нам не... Немножко заняты Нас, в общем, не запугаешь, братишка Поэтому мы нет Мы ничего, никак реагировать на это не будем Вот он выложил все-таки эти 16 гигов Самое обидное там то, что Утек весь сюжет То есть я думаю, им придется Либо его сейчас переписывать как-то Либо переделывать И мне кажется, что игру еще больше отложат Покажи мне человека, который ждет S.T.A.L.K.E.R. 2 за сюжет Я жду S.T.A.L.K.E.R. 2 За сюжет Ну а что не так-то? Не, я... Подожди, смотри, давай так Что есть такого в игре Чего я не видел в условном Fallout'е? Ну вот о чем и речь Мне кажется, самые здравые реакции на это все Будет полный игнор И ты знаешь, такая ситуация уже складывалась То есть, смотри Когда-то очень давно Утек огромный И про это никто не помнит Потому что... Диздок? Нет-нет-нет, не диздок Сейчас я тебе расскажу Короче, про это никто не помнит По той простой причине Что издателю хватило ума Это тупо заболчать Утек огромный ролик Hogwarts Legacy Так Ролик питчинга Который они показывали Аваланч Показывали боссам Warner Brothers Типа, надо сделать такую игру И там, в принципе, нахер все утекло От сеттинга и сюжета До того, какой будет игра Что это будет RPG То есть, это прям Вот был такой огромный Источник информации об игре Вот И про этот ролик Практически никто не помнит Потому что у интернета Память золотой рыбки Чувак, я нашел этот ролик на ютубе Да Давай еще раз посмотрим Смотри По сравнению с тем, что В итоге вышло Ты смотри Ну, в принципе Получилось почти то же самое Да, именно Он даже Хоксмит плюс-минус Так же выглядит То есть Мой пойнт в том Что если просто тупо это игнорить Это уйдет Вот Это будет единственное нормальное поведение В этой ситуации Как мне кажется А помните Слили билд Half-Life'а второго Да-да-да Легендарная бета Да, но проблема Проблема в том, что В Valve Как раз пришлось много чего В игре переделывать Так-то Они убрали оттуда кучу всего И сюжет поменяли, кстати говоря Так что нет Любая утечка Она увеличивает срок Разработки игры Я думаю, что это А помните слили Assassin's Creed Виктори Да, кстати Целиком Наш любимый Джейсон Шрайер Это сделал Есть один момент Давай На Assassin's Creed Всем поебать Дим Примерно так же Как на сюжет Стаукера Поверь А помните Перезапуск Принцов Персии Слили Вот Которые потом Такие типа Почесали репу И подумали Бля, про Принцов Персии Же никто не помнит Давайте его превратим Его все-таки Анонсировали Тимурчик Нет, Димочка Его не анонсировали Его сначала Слили Туда взяли А потом анонсировали Нет Его взяли туда Совершенно другого Персонажа И долго делом Уссолили А потом Внутренние студии Юбисофта Почесали репу Пришел Евгей Мой И сказал, что Вы знаете Принцов Персия Больше не актуален Никто его не купит Поэтому Теперь это Assassin's Creed И они такие Почесали репу И сделали Assassin's Creed Origins Который должен был Стать перезапуском Принцов Персии Мой, кстати Мой поинт Мой поинт В контексте всей этой истории Исключительно один Любая утечка Почему Все эти студии Так трясутся За утечек Почему Потому что Любая утечка Увеличивает срок Разработки На какое-то время Тебе Либо придется Переделывать сюжет Либо Не дай бог У тебя У тебя какой-нибудь Рабочий билд Условно говоря Тебе надо сейчас Срочно Тут же сказать Что не-не-не Мы все поправим У нас в настоящем Билде все хорошо И так далее Либо если там Утекли какие-то Спойлеры То это вообще Пиздец Ну то есть как бы Ну Это плохо И есть один такой момент Который Ну достаточно важный Помните Мы говорили Про Suicide Squad Там же утек Весь сюжет На Фо Чан И все к нему Относились Как просто К Горячему бреду Да К горячему бреду А потом Показали Вот этот вот ролик Из которого Можно сделать Вывод Что Ну скажем так С большей степенью Достоверностью Утечка Скорее всего Была правдивой Ну то есть Так Ты будешь Как бы чуть-чуть Как бы к нам Приоткрывать Завису тайны И рассказывать Чуть-чуть про сюжет Или Не Зачем Ну как бы Я практически верен Что вот После той утечки После негативного Количества дизлайков На ютубе Там на свежий ролик И после вот этого Якобы переноса Я кстати напомню Что Suicide Squad Вообще-то Официально Никто не переносил Он должен выйти в мае И я думаю Что в мае Они такие знаешь Ближе к дате выхода Такие Ой А помните Игра должна была выйти Завтра Нет Она выходит В 2021 году Иди-иди-иди Сегодня была история С этим С ремейком Как его называть Господи System Shock System Shock В 2016 году Анонсировали ремейк System Shock Делает Night Dive Studios В 2016 году Это произошло Потом Типа Ну мы выпустим В 20 В 18 Не-не В 18 не получается В 20 выпустим В 20 не получилось В 21 выпустим В 21 не получилось В 22 выпустим В 22 не получилось В 23 точно Сто пудово Игра должна была выйти В марте Сейчас 14 марта И вот сегодня Буквально история Что они Знаешь Просто вот Нигде не говорят Об этом А просто выкатывают Апдейт Что типа У нас будет Вот так все заебись Приходите к нам 30 мая И все такие В смысле Был же март И это Вот Это так работает То есть Если Suicide Squad Так плохо Восприняла публика И Утек Сюжет И если вдруг На секундочку Представить Что это действительно Правдивый сюжет То скорее всего В студии сейчас сидят И все переделывают То же самое Со Сталкером Я уверен что GSC Сейчас придется Переделывать сюжет Как минимум Со Сталкером Все страшнее Дим Потому что Пока они Закончат Разрабатывать Сталкер 2 Комьюнити На основе утечек Соберет модами Эту игру На Сталкер 1 Вот увидишь Вот кстати Макс Я бы с тобой Поспорил Потому что Как ты знаешь Не осознаешь Количество модов На первого Сталкера У Сталкера Одно из самых Отбитых Мод Комьюнити На уровне Игр Типа Скайрима Серьезно Ну смотрите Просто я напоминаю Вам что В свое время Когда Марк Лейдлоу Мы сегодня Кстати про это Еще немножко поговорим Когда он Написал Как бы он Закончил Третий эпизод Хелф лайфа И рассказал Про то Что там Происходило Все такие Типа Блин Да мы сейчас Сами сделаем Такую игру И там реально Фанаты пошли И начали Потихонечку Собирать Соответственно Игру По кускам Чтобы примерно Его сюжет Воспроизвести И че И где Показали пару уровней Показали какие то Игру так и не сделали Фанаты В итоге Так что До первого запала Иди Иди поиграй В Black Mesa Вот что я могу сказать Слушайте Хватит про сталкер Давайте еще обсудим Тут другие Есть утечки Про игры Которые перенесли Но прежде чем Мы это сделаем Дай-ка я зачитаю Оставшиеся на ты Исаки сам Отправил нам 5 евро Седьмой день Сижу свои полигоны Рендерю Посмотрела Стримы Максимки Под лоу 1 По фотомоду Ей Смотрю стримы Димки Под лоу 2 Обновляю YouTube А тут они Итси Мэч Вот вам Моих иностранных Денег По скриптам Тимур Кружка топ Понял Низкополигональная Кружка Класс Тимоха Картоха Отправил 200 рублей Любимый анимо Подкаст Максим Тимур Димка Люблю Поздний Донатик Застрадание Димки В говнохорроре Если что Это была игра Которая называлась Someday you will return Отвратить Да Это чешский Гимн Чудес Видели ли вы Я не хочу Знать Периодически Такие Если честно Они Настолько Вымученные Что Дима Это Вымученные Мемы Знаешь Где Типа Берут Какой-то Звуковую Дорожку И пытаются Под нее Подстроить Сделать Видео Какой-то Типа Якобы Смешной В основном Получиться Вымученной И не Очень Круто И плюс Они все Пытаются Воспроизвести Одинаковый Паттерн И Тоже Большинство Прослушал Депрессивное Депрессивное Описание Современной Тикток Культуры Просто 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 Это Просто Тимур Аниме Дедом Становится Слушайте Говоря Про еще Другие Игры Которые Перенесли Тут Немного База Выдал Подкаст Портал О VGC VGC Напомню Очень крупный Британский Сайт Где Закрылись Да И переоткрылись Под руководством Мэнди Робинсона Это Достаточно Известный В общем-то Чувак Который успел Даже в геймдеве Поработать В Британии Поэтому Его инсайдам Можно Если не верить То по крайней мере Если Робинсон Что-то говорит То наверное Он это взял Не с бухты Барахты И по его информации Starfield В общем-то Будет Той самой Крупной Игрой Xbox Первой А второй Будет Hellblade И собственно Evout Следом за Hellblade Это будет Такая линейка ААА От Xbox При этом У Starfield Официально Оформили перенос Игровые В сентябре Там интересно Что Они сказали Что В июне Кажется Будет Конфа Которая Презентация Да Большая презентация Уверен Что в июне Скажут Помните Мамы Говорили про сентябрь Забудьте В ноябрь В двадцать четвертом Году В феврале Да И Фил такой Выходит И говорит 2024 год Будет лучше Для Xbox Тимур Ты знаешь Что самое Блинное Скорее всего Ты будешь прав Но Энди Робинсон Говорит еще Пару интересных вещей В подкасте VGC То что Несмотря на то Что британская Playground Games Это разработчики Forza Horizon Fable Начинали делать Еще в 2018 году Полноценную разработку Они начали Совсем недавно Так что Игру Лучше не ждать В ближайшее время Evolved Который Тоже существует Пока в виде Пререндера Выглядит Гораздо Более Законченным И выйдет Раньше И та же История Касается Еще двух Других игр Которые Показали Тоже Достаточно Давно Это Perfect Dark Ever Wild Ever Wild Это если что Игра От Rare Это такой Концепт Проект Про животных С яркими Такими красками Обе эти игры Скоро ждать Не стоит Их еще даже Толком не начали Разрабатывать Поэтому Ближайшие Три года Будут лучшими В истории Xbox Пацаны Слушай Ну История в том Что в этом году Якобы Выйдет Starfield В следующем году Якобы Выходит Вот эта вот игра Про Сумасшедшую тетку Как она Hellblade 2 А уже дальше Там типа В 25 26 Году Там вот Что первое Выйдет То и выйдет То есть Либо Fable Либо Вы же Помните Слух Который мы вам Притащили Из первых рук О том Что Некую игру Obsidian Переделывают Полностью На новый движок И это типа Случилось Вот Типа В самом начале Года В январе Условно Напомню И То есть Какую-то Какую-то игру Неизвестно Какую Obsidian Полностью Переделывают На движок И типа там Ну у себя В социальных сетях О том Что типа Пиздец Че с этим делать Потому что Это назад бросит Чуть ли не там На год Вот Как считаете Опять Это Evald Может ли это быть Evald Это Evald Знаешь почему Потому что Outer Worlds Второй Это вторая крупная РПГ Которую они делают Она пока Существует В виде Препродакшена И там движок Для нее не выбрали Ее не могут Переделывать На новом движке Вот Evald Какой-нибудь На Unreal Engine Небось Пятый переносит Да С четвертого Небось То есть Они ее делали На UE4 А делают Теперь на UE5 Так что На Unity 6 На Годоте Да Ладно Пацаны Кстати По поводу Существования Движка Годот Что за Максима Слушай Ну Мы еще хотели Немножко Про Microsoft Поговорить И сказать Что в общем-то Одно из важных Вещей Если помните Мы много раз Смаковали Замечательную Потенциальную Игру От Playground Games Которая до этого Занималась В общем-то Только Форци И гонками Потому что Они делают Фейбл Перезапуск Если помните Они его Якобы делают С 2018 Но На самом деле Судя По всем Последним Слухам Они Игру Перезапускали Много раз Он не слушает Макс Как я могу вас Услышать Если я Сам говорю А Максим Что-то Тихо А мы тебе Десять Рассказали Что он Что-то Сказал Про Фейбл Вы Че Издеваетесь Я Слушал Все Внимательно Не Было Никакого Фейбла Ладно Ладно Давай Давай Сделаем Так Я покажу На заднем плане Трейлер Фейбла А ты Еще раз Подскажешь Людям То что Смотри Вот там Фея летает Мечом Классно Выглядит Ну Че Случилось Семен Семен Что Ж Вы Пацаны Вернись Вернись Подкаст Давайте Спор На SSD Который И вот Здесь Мне кажется Есть Момент Испорченного Телефона Он Говорит Вырастет Скорость SSD Но Мне кажется Речь идет Про то Что Вырастет Объем Скорее Базовый Мне тоже Так Кажется И вообще Есть Подозрение Что это Никакая Не Пойс 5 Про А Какая Нибудь Просто Более Мощная Плейстейшн 5 Но Только В смысле Больше Объем Жесткого Диска Больше Там Не знаю Игр Положенных В бандл И Не один Геймпад А два Смотрите Да Я тут Хотел сказать Очень важный Момент Когда вы Говорите Про Хардварные Сливы Особенно Это касается В игровой Индустрии Очень часто С хардваром Возникает Ситуация С испорченным Телефоном Мы Убедились В этом На примере Сливов Про Xbox Series И Playstation 5 Когда В общем-то Достаточно Надежные Люди Несли Полную Ерунду И поэтому Какой будет Playstation Pro Я почти уверен Сейчас не знает Сама Sony Если там Действительно Ведется Разработка Потому что Хардвар Меняется Постоянно И запросы Меняются Постоянно Если существует Какой-то Девкит Для Playstation 5 Pro Это пока Тупо Ящик Который Является ПК Эмулирующий Playstation 5 Pro И второй Момент Логика На самом деле Есть Отчасти Я думаю Она вообще Не про Raytracing Она скорее Про VR Потому что Вот у меня Например Большим импульсом К покупке Playstation 4 Pro В свое время Был не 4К У меня не было 4К телевизора На тот момент Меня это Не сильно волновало А вот тот факт Что в VR Играфон Становился Существенно Лучше На прохе Был нехилым В общем Меня волновало То что Там можно Поиграть В 60 фпс В годов Вора Да А здесь Не знаю Здесь поколение Мне кажется Это поколение Оно настолько Хорошее Со старта По железу У всех вендоров Кроме Нинки Я Особенно у Gotham Knights 30 фпс Чуваки Я не согласен Во-первых Смотри Макс Объясню почему Ты так говоришь Потому что Условно говоря На старте Playstation 5 На старте Xbox Series X В целом Все игры Идут Ну плюс-минус Нормально Но тут же Хендерсон Тебе четко Пишет Что Это будет Такой типа Апгрейд Там Межпоколения То есть Посередине Ну это Это будет Как обычная Проха То есть Чуть пожирнее GPU Чтобы лучей Побольше было Чуть пожирнее SSD Там Не 800 гигабайт Но здесь Есть Два изъяна В этой логике Изъян номер один Это то Что Два года Пандемии 20 и 21 Очень сильно Поднасрали А и кстати Дефицит Чипов и прочее Очень сильно Поднасрали И саням И макрософту Чтобы их Консоли Были доступны Для пользователей Поэтому все эти Разговоры Про Playstation Pro Я готов принять Но не в конце 24 А в конце 26 Я согласен Потому что Базу Базовых консолей Надо А второй момент Второй момент Подожди секунду Второй момент Про который он пишет Что типа Ну если Playstation 6 Там типа и появится То она появится Там после 27 года Знаешь откуда он это взял Он это взял Из-за чего-то Sony Нет он это взял Из документов Которые Sony И Microsoft Предоставляли Британским регуляторам Там четко написано Что Типа Новая консоль Скорее всего и будет Но не раньше Там типа 27 Там блять Четко это написано Понимаешь Слушайте Ребят Все очень просто Когда вышла PS5 4 Pro В 2016 Я не помню Она вышла Ну самое позднее 2017 Тоже 2017 Она у меня Уже была Понимаешь По-моему Она все-таки вышла В конце 2016 И Это спустя Три года После релиза PS4 Спустя 4 года После релиза PS5 Это будет 2024 Год То есть Соответственно 4 года Понимаете Два года пандемии Ты не берешь В расчет Не беру Абсолютно Рекордные продажи Все отлично Потому что Пандемия Как раз Являлась Драйвером К покупке Игровых устройств К драйверам К покупке Игр И только сейчас Игровой рынок Просто Ему приходится Констатировать Что они Не могут Достигнуть Тех же Показателей Пандемийных Потому что Люди Вышли На улицу И больше Не сидят Безвылазно Не играют Поэтому Это якобы Поднасрало Нет Нихуя Это не то Что не поднасрало Наоборот Это просто Дало Пиздецово Какие крутые Результаты По продаже Поэтому Ровно наоборот При любом раскладе Давайте Просто обсудим Что по вашему PlayStation 5 Pro Улучшит Если она существует Все очень просто Они возьмут И сделают Ровно Один в один Ситуацию Как с PS4 Вот У тебя было PS4 Которого Был Таргет 1080p И соответственно PS4 Pro Они сделали так Что у тебя встал 4К Таргет Но 30 фпс И какой По твоему Будет Таргет В прошлом И соответственно Или 1080p 60 фпс Я просто уверен Что сейчас Они возьмут И скажут Пацаны Помните Вот у вас Вот эти все игры В режиме Качества Нереального С рейдрейсингом Что в 30 фпс Шло А теперь в 60 Будет идти Но Но Если вдруг Если вдруг Вы вот стали Счастливым Былателем 8К телевизора В 30 фпс В 30 фпс В 30 фпс Точнее Даже Если помните Знаете как Не в 30 фпс А Up to 30 Там типа 24 Кинематографичных Кадра Да С интерполяцией Через Врр Хуэрр Говнарр С ррр Вот типа Во всей этой вот Комбинации Вы получите Типа Охренеть Какую картинку Вот Ну это типа Естественно Будет такая Чистая замануха В трех играх Но в основном Я уверен Что это будет Чистой воды История 4к Рейтрейсинг Вот это все 60 фпс Ну хуй знает Просто возьмут Отзеркалят И сделают вам Консоль за 900 долларов Я впервые Впервые думаю о том Что проха Нахуй не нужна Если у тебя Во времена Плейстейшн 4 Условно Можно было Понять Нахера тебе Плейстейшн 4 Про Ну потому что Ощутимо Игры тормозили Да На Плейстейшн 4 Она не справлялась С некоторыми играми Особенно Маграфонистыми Тупроха Ну была Логичным шагом Да Типа Ну окей Но сейчас Таких игр Просто блять Не существует Слушай Поговорим Поговорим Через 2 года Пацаны У тебя в крутом Вот Рейтрейсинг Моде Красивым Классным Клевым Demon's Souls 60 фпс Не идет И что Он идет только в 30 фпс Киберпанк С этим С рейтрейсингом Который Чуть Ну такой На уровне Мидл Уровня На ПК Не идет Даже в 30 фпс Киберпанк С рейтрейсингом Даже на ПК Не идет в 30 фпс О чем ты вообще сейчас Ну я могу сказать Что Плохой пример На пс5 Которые Типа такими С довольно Всратенькими Отражениями Но все таки С рейтрейсингом Она Ну так Худо-бедно В 30 фпс Она идет Но тебе же Ты же можешь прийти И сказать Что теперь Вот смотрите Вот оно Вот смотрите 60 фпс Круто Рейтрейсинг И все такие Ебать Как бы 4к Да Ну Да я думаю Что в принципе Это вполне возможно Продать энтузиастам Потому что Пс4 Pro Если помните Подожди Подожди Ну вот Давай подумаем Логически Да Какому количеству Энтузиастов Ты продашь Абсолютно Новую Блять Железку Какому количеству Энтузиастов 2000 человек 2 миллиона Сколько Русланчик Русланчик 90 Но в любом случае По поводу Плейстейшна Хочу сказать следующее Что все очень просто Это будет консоль Которая выйдет По сути Как бы На середине Цикла жизни Плейстейшн 5 Сначала энтузиасты Будут на нее переходить А через 3 года Все остальные Потому что В какой-то момент Естественно Так скажем Люди Непритязательные По С4 Покупали Слимку Ну который Знаете Типа Мне вот там Золасту А второй пройти И все И потом Продали ее Я знаю таких людей Кучу Но в итоге Все люди Которые Не просто Знаете Взял консольку Поиграть Пройти одну игру А все таки Так чисто Вот именно Нормально поиграть Все мои знакомые В какой-то момент В 2018 2019 Уже все покупали Только PS4 Pro Проблема в том Что Компания Sony Не может ориентироваться На твоих знакомых Она будет ориентироваться На тех людей На своих показателей Которые у нее Были с PS4 И попытается их Воспроизвести С PS5 У нее В этом году Есть четкая цель То есть Вот у нее На этот год И на следующий год У нее Есть четкая цель 60 миллионов Проданных PS5 Вот такая цель У нее Сейчас я напомню Сколько там 30 35 Сколько там 30 Сейчас То есть Надо в два раза Увеличить продажи Вот того Что есть Они не могут За один год Продать Столько же За два года За этот год И за следующий Вот в конце Следующего года Должно 60 миллионов Быть Вот вынь да Положь Понимаешь И в этих условиях Том Хендерсон Те говорит Ах да В конце Следующего года Еще PS5 Pro Анонсирует Мне кажется Что ты ложь Пиздешь Я еще раз говорю Здесь Когда дело касается Хардвара Очень силен Испорченный Телефон Поэтому То что они Думают о прожке Я не сомневаюсь Вот когда она будет И какой Это очень хорошие вопросы В этом плане Лучше ближе К дайте смотреть Слушайте Мы Долго говорим Про сухи Давайте поговорим Про новости Прежде чем мы это сделаем Дайте я зачитаю Что-то осталось Евгений Березиков Отправил нам 300 рублей Здорово парни Еду в Плацкарте Москва-Анапа С женой Прахом тещи Соболезнуйте Братишка О господи Соболезнуйте Будем пытаться смотреть Долгожданный стрим С хуевым интернатом Всем благ И слушателям тоже Спасибо тебе Спасибо Спасибо Леон Василенко Отправил вам 10 польских злотых Привет ребята Я конечно не продюсер подкастов Но текст вовремя пиши Спасибо вам Привет из Даниска Спасибо тебе Братишка Спасибо большое Спасибо бро Так Да Ты обещал знак показывать Вот Вот В следующий раз обязательно показываю Чтоб я понимал Что типа все Все закончилось В любом случае Пацаны Как тупо Это смотрится со стороны Когда люди знаки показывают Ну это блять Странно Нет А ты там как-нибудь Это мне там Моргай Я тебе Буду бить Знаешь там Чтоб Ладно В любом случае Ребята Дело в том Что я тут прочитал Новость Довольно офигенную В том плане Что Знаете как говорится Миллениалы Изобрели Что-то там Вот И помните Может быть Мы когда-то Очень давно В подкасте Советовали статью Про то Как существовал В свое время И как в нем Жили люди В городе Снежинске Супер закрытый Типа город Который Военной оборонкой Занимался И там рассказывали Арзамас 16 Еще было Ну типа Условный Арзамас 16 Там как бы Горький 48 И прочее Вот Вот эти вот Замечительные Военные города Которые Все люди работают На одном заводе Вся территория Огорожена Все как бы Соответственно Вот живут там Магазины там Выйти нельзя Зайти нельзя Короче В общем Все очень строго И секретно И вот Илон Маск А То есть Миллениалы Смотри Сначала человек Изобрел метро Так Вот The boring company Да Хватило денег Только на две станции Да И я так понимаю Сейчас он Изобрел Моногород что ли Ты это хочешь мне сказать Да Он буквально Говорит о том Что ребят У нас вот тут Под Остином Так Это в Техасе Если что Да Это в Техасе Это один из Крупнейших городов Техаса Остин 16 Да У нас короче В общем Мы хотим Сделать Остин 16 Который Будет сопровождать Нашу Нашу фабрику Тесла Гигафактори Который Вот производит Там батареи Вот это все В общем Работники Тесла С счастливым Маршем Буквально Знаете Как бы Выходит с работы И отправляется Не куда-то там Вот по своим Непонятным местам А радостно Прикладывают Карточки И идут Сквозь проходную В свою Замечательную Квартиру Понимаете Как бы Ну что что Камеры Как бы Ну да Зато очень дешево Потому что Понимаете Если везде Стоит квартира Полторы тысячи долларов Им это будет стоить Всего Тысяча двести Пятьдесят Понимаете А за койко-место В местной Халупе Который Знаешь Там типа Двадцатиэтажный Небоскреб Знаешь С койками Такие Можно будет За десять долларов Комнату снять Может быть Особенно Если ты будешь Жить в специальном Койко-месте Прямо на заводе Чтобы с утра Не тратить время На вот эти все Знаешь Что ты куда-то пошел Там с детьми С какими-то Нет Прямо сразу Наработал Вот прям Соседняя комната Ты преувеличиваешь Конечно На самом деле Там будут И детские сады И все что угодно Но просто Сам факт того Что планы Наполеоновские Хочется построить Город Точнее Не так Хочется Чтобы вокруг Завода Теслы Был Город А знаете Где есть город Который построен Вокруг завода Набережная Челны В Татарстане Везде Макс Везде Нет Просто ты приезжаешь В Челны Замечательный город Чудесный Люди там Прекрасные И в Челнах Есть короче КамАЗ Все остальное Давай еще так Есть еще один город Который построен Вокруг автомобильного завода Да Там место троито Я вкусно Если уж Детройт Да конечно Блядь Да Бердян Будьте же людьми Да Слушайте Ну ребят На самом деле Вот мы шутим И угораем Но в реальности Дима прав На самом деле Это практика Которая действительно Распространена во всем мире Когда у тебя есть Некие Городообразующие Завод Вокруг которого В итоге Как бы органическим образом Ну как органическим Наполовину Потому что все-таки Естественно Компания Которая Ну владеет Этим заводом Или это государственная Компания Или около государственная Или вообще Абсолютно частная Они обычно Вкладываются В инфраструктуру Этого города И всячески Потворствуют Его Развитию Такие города Существуют Вокруг шахт Каких-то Например В тех же самых США Они существуют Там Типа В Германии Точно так же Как бы Вспомните Тот же самый Штутгарт Какой-нибудь Кстати А чем его не устраивает Сам по себе Остин Он Понимаете Когда все Смотри Когда все говорят о том Что типа Это будет город То в реальности Смотри Это Давай представим В масштабах Москвы Да Это будет район Представь себе Что это капотня Вот чего же Которая построена Вокруг нефтеперарматующего завода Ну типа того Понимаешь Короче Вот это Вот это В понимании Журналистов Илона Маска Это город На самом деле Это такой типа Маленький дистрикт В котором было выкуплено Определенное количество Земли Ну не гипербольшое Достаточно для того Чтобы условно Да Я не говорю Прямо про точно Построить там Типа там 15 домов Многоквартирных Да И не типа Не человеков А таких типа Нормальных Многоквартирных домов Таких С апартаментами Там типа Больницу какую-нибудь Школу И что-нибудь еще Ну то есть Там типа Дороговый центр Там типа Какой-нибудь Ну то есть Это не то что Типа там Город Это как бы Небольшой Такой типа Район Микрорайон По факту Да Микрорайон Нам пишут Знаешь как город Будет называться Как Москва Мы на самом деле Про американский бизнес Хотели еще немножко Проговорить Как бы Одну историю Тело в том Что Наверное Одна из самых Важных тем Которая происходит Буквально Вот прямо сейчас Она Довольно Необычная Вот Мы как говорится Не суперспециалисты Наши диваны Не покупайте Сейчас Тимур На 40 минут Тебе монолог Выдаст Наоборот Я хотел как раз Коротко пройтись Но Знаете как С такими интересными Реперными точками Дело в том что В США сейчас Происходит история Которая Очень сильно Раскалывает Общество И которая Очень сильно Подрывает Доверие Сразу к огромному Количеству Рынков Институтов И так далее Дело в том что Сейчас я Одену тематическую Шапку Давай продолжай В США На данный момент Назревает Финансовый Кризис Который Выглядит Следующим Образом У них Есть Довольно Крупный Банк Причем Банк Который Очень сильно Ценился Местными Так скажем За свою Инновационность И быстроту Работы Как там Условный Тиньков Против Какого-нибудь Среднеевропейского Банка Которому Приходишь И говоришь Типа Вышли тебе Какой-нибудь Перевод И они говорят Пришлите пожалуйста Письменное Подтверждение От руки Факсом И может быть Через 5 дней Мы его сделаем Мы сейчас про один И тот же банк Говорим Потому что Если ты про СВБ То там Блядь Просто пиздец А не Мобильное приложение У них Ну Тут вопрос Вот в чем Что как раз так Я почитал Отзывы людей Которые Умудрились Из СВБ Вытащить Свои деньги Как они Перешли В другие банки И как они Сравнивают Эти банки Так вот Пройтись Дело в том Что там Существует банк Который называется Silicon Valley Bank Это банк Который был Максимально Ориентирован В первую очередь Как раз таки На работу Со стартапами И дело в том Что огромное количество Прям огромные Тысячи стартапов В этом банке Имели Свои счета Причем они имели Свои счета Не только корпоративные Но и многие Сотрудники Там имели Свои И зарплатные счета И депозиты И соответственно Всякие там Типа Ипотечные счета И прочие Прочие Всякие там Типа Свои счета И все это Привело к тому Что Ну как бы В чем вообще прикол Что В какой-то момент Среди Ряда инвесторов Внутри Так скажем Тусовки Около инвесторской Около стартаперской В США Началась паника На основе того Что кто-то где-то Что-то как-то там Услышал О том Что как бы Знаете Как бы Вчера Муж Маминой Подруги Пришел домой Сказал Собирать Чемодан Ничего не объяснил Кажется Началось Но кажется Началось Да Вот И соответственно Как бы Такая вот история Случилась Что случилось Собственно Люди побежали Вынимать деньги Резко Быстро Очень сильно Очень много И Так как они начали Вытаскивать эти деньги Как бы В безумных количествах Количество Живых денег У банка Начало Очень сильно Меньшаться И соответственно Как вы понимаете Ну у банка же Строится бизнес Таким образом Что как бы У него есть Во-первых Деньги Которыми он Распоряжается Депозиты Эти депозиты Он естественно Прокручивает В разных местах Чтобы на этих депозитах Зарабатывать Ну то есть Он там прокручивает Их там Типа Высоколиквидных Высокорисковых Низколиквидных Там Низкорисковых Там всяких штуках Где-то в облигации Где-то в металлы Где-то туда Где-то сюда И ну то есть Естественно Эти деньги Которые положили люди Туда Очевидно Что Они не лежат У банка Ну то есть На самом деле Банк на них Пытается заработать деньги Это ну В сути его бизнеса В таком Если абсолютно Любой банк Вот сейчас прийти И резко из него Все захотят Вынуть деньги То это будет невозможно Потому что ни одного банка В реальности Нету всех его денег Которые как бы Лежат на депозитах На самом деле У этих банков Этих денег нет Они в работе находятся И Вот как раз таки С банком Силиконвейли Помимо Ряда Огромного количества Других всяких ошибок И проблем Которых у них есть Случилось именно это Они просто не смогли Как бы отвечать По своим Ну по депозитам И банк Давай говорить проще Случилось Самосбывающее Пророчество То есть люди Где-то услышали О том что У банка Не хватает Денежной массы Для того чтобы Выдать ее всем Пошли вытаскивать Свои деньги У банка Не стало денежной массы Банк оботкрутился Произошло Самосбывающее Пророчество Ну серьезно Да И в итоге В какой-то момент Люди писали О том что Там случился Полный коллапс И Огромное количество Стартапов Столкнулось С ситуацией Когда Тебе буквально Нужно платить Зарплату людям А у тебя нет денег Вообще Вот у тебя лежало На счету Допустим Нет денег А у сотрудников Поскольку у них Еще зарплатные проекты Были внутри Silicon Valley Банка У них и своих денег Теперь нету И зарплаты Твоей тоже нету И человек стоит Просто такой Типа Че А как какать Как бы Ну то есть Вообще Полный пиздец Просто Коллапс Произошел Мы Это произошло Ну по сути На прошлой неделе В пятницу Произошел Самый пиздец На всех выходных Когда не было Банковского дня Люди сидели И просто писали Что я не знаю Что делать в понедельник Потому что Я уверен Что типа моих денег Я не получу И все До свидания Но на счастье Американских стартаперов Пришло Пришло государство Американское Есть такое подразделение Называется FDIC Оно Как же оно расшифровывается Типа Типа Федеральная комиссия По страхованию вкладов Во И Она В общем-то Сидела Заседала Все Все выходные И Приняли решение Следующее Что Все вклады Которые лежали В этом банке В том числе И застрахованные И не застрахованные Будут полностью Собственно говоря Доступны Их владельцам То есть Начиная с понедельника Можно спокойно Ты забыл момент Который заключается в том Что изначально Планировалось Что Произойдет Выдача вкладов Только по программе По сути страхования Да 250 тысяч долларов Максимум 250 тысяч долларов Максимум Это я напомню вам Что в России Как бы страхование Вкладов Покрывает 800 тысяч рублей А Это неправда 1,7 миллиона Покрывает Страхование А Значит у меня Устаревшие данные Потому что Буквально Еще не так давно Было 800 тысяч рублей До этого 400 тысяч Рогатят Поднять До 2,5 миллионов Тимур Но это все еще Не 200 тысяч долларов Это же 250 тысяч долларов Ну так странно Разные Что поделать Ну я просто Все это говорю К чему Что ты правильно говоришь Что на самом деле Да действительно Как бы 250 тысяч долларов Было А вмешалось По сути правительство Резко Быстро И начало Как бы говорить Что мы за вас Впрежемся Мы сейчас 1,4 ляма Пардон Не 1,7 1,4 Короче мы сейчас Впрежемся Мы сейчас Как бы Всем вам поможем И попробуем Ваши вклады Вернуть В чем прикол Именно это стало Сейчас Резким поводом Для раскола А для огромного Количества людей Вот прямо сейчас В США Потому что естественно У людей Начинаются вопросики О том что Типа ребят Вы нам буквально Говорите о том Что вы знаете Когда ты ногу сломал И тебя везут в травму И если у тебя нету Дорогущей страховки То ты должен заплатить Как бы там 50 тысяч долларов За травмпункт И как бы У нас совершенно Просто ебанутейшая Система там Здравоохранения И вместо того И когда мы говорим Типа чуваки А давайте мы вложимся В школу А давайте мы вложимся В здравоохранение А давайте мы вот это Сделаем И вы говорите Что денег нету А теперь мы идем И спасаем бабло Кого? Богатеньких людей А вот наших бедненьких людей Не будем спасать Тут еще важный момент Почему собственно говоря И в DIC Такое решение приняла Потому что по слухам Ну точнее даже не по слухам Это прям Объявлено Первый Y-комбинатор Написал это На своем собственном сайте Что типа Чуваки Мы как фонд Который финансирует Стартапы Мы напишем у себя Огромную петицию Ее подписало Что-то около Пяти тысяч Венчурных капиталистов Которые предоставляли деньги Этим стартапам Где они пишут Что если Навернется СВБ Silicon Valley Bank Да То как бы Навернется Вся банковская система США Поэтому мы просим FDIC Помочь И типа Ну типа Обеспечить эти деньги Откуда-то их взять И тут выясняется Следующий момент FDIC Такая Посидела Почитала это письмо Почесали тыкву И такие Блин А почему бы нам Действительно не поддержать Эту историю И отдать Обратно эти деньги Но Здесь есть пара моментов У них в письме На сайте Четко написано Что Ни один цент Американских налогоплательщиков Не пойдет На Типа Погашение Вот этого Кассового разрыва Да в банке Не получится этого Почему Потому что Мы не хотим Наших налогоплательщиков Напрягать И тут выясняются Интересные подробности Откуда Откуда же FDIC возьмет Эти денежки И выясняется Что У FDIC Есть фонд Который В который Скидываются Все остальные Банки За это Но формально Вообще заплатят Да Это Блять Классический Капитализм Знаешь Блять Вот просто А самое смешное Что банку Который Вот Так Так Обосрался Ему грозит Ну по сути То что У нас В России Было с банком Открытие Например Это по сути Санация Санация банка Чистый Назначат Новоуправляющего Скорее всего Который Будет Государству Уметь Непосредственное Отношение И все До свидания Там Схема еще Еще На самом деле Более драконовская Потому что Туда Придут люди Из правительства И они будут Пытаться Кому-то Этот банк Впихнуть То есть Надо его Кому-то Продать И например Британское отделение СВБ Уже продали За 1 фунт Стерлинга Символическая цена Да И как бы Ну банку конец Но это же не единственный банк Там же самое-то грустное Что следом полетела Вся система Средних банков И мелких банков Крупняк пока Не затронул Да потому что Выяснилось что Все клиенты Из-за того что У СВБ Начались проблемы Они начали уходить Из Маленьких банков Потому что Якобы СВ мог бы Потянуть их за собою Они начали уходить В большие банки Потому что Якобы Ну у тех То точно Все диверсифицировано У них там Ну сто пудово Все нормально Ну как может упасть Там какой-нибудь Огромный банк И тут так Лиман Брадерс Здорово пацаны Смеюсь на 2008 Это называется Да Ну в общем Ситуация Если честно Довольно страшноватая Народ в обществе Ропчет Потому что Естественно Все такие Типа Блин пацаны Но мы вообще-то Не подписывались Спасать как бы Наших богатеев Да И вот эти все Богатые Пузырь Вот этих вот Как бы Стартапов Которых вообще-то Мы все ненавидим Вот Ну то есть там Народ Который так скажем Попроще В общем все Немножко сейчас Ты же понимаешь Что вот этот Вот эта ненависть К стартапам Она взялась Не на ровном месте Потому что в 20-м году Когда была пандемия И всех посидели по домам Вот эта ненависть К людям Которые работают удаленно Знаешь Типа Аха-ха Я айтишник Типа Я получаю дохуя и больше Я вообще в стартапе Мы сейчас делаем проект Который вас всех Нахуй просто Выгонят с рыночка Потому что мы делаем Просто супер-пупер Охуенно А ты такой знаешь Бористо У которого Который работал в кафешке Которую блять Закрыли во время На ковид Да И денег у тебя нет По счетам тебе платить надо И естественно Два года Там вообще три года спустя О как все повернулось Да Внезапно выясняется Что Бористо Необходим А айтишника Нахуй из фейсбука Выбили Понимаешь Вот так это работает Теперь можно знаешь Так руки в боке И говорить А на заводе Есть вакансии Как раз мы на городе Маска Ребят Вперед Слушайте Ну вот вы Шутки шутками Но вообще-то В современной Крупной компании Как бы все Большим очень голодом Обладают Как раз таки Айтишников И поэтому Чуваки Которые уходят Из условного Там фейсбука Твиттера И так далее Довольно быстро Находят работу В условном форде Вот И поэтому Там как бы Все Не так А если я не хочу Работать на интерпрайз Извини меня Я хочу Дебористой Я хочу Дебористой Я хочу Многород Маска Менять мир К лучшему В метавселенной Ну Слушай Метавчленная Метавчленная Это значит Новое название Фейсбука Ладно Короче Пацаны В общем Ситуация Довольно грустная Мы будем все За ней наблюдать Потому что Как она будет Развиваться В ближайшие дни Непонятно Но там как бы Буквально На выходных Происходило То есть там люди Вот вся эта история С правительственными Комиссиями То есть людям Буквально В субботу В воскресенье Приходилось решать Блядь Че вообще сейчас делать И мы будем Активно смотреть И как бы Понимать Че куда Но То что Огромное количество Аналитиков Сейчас говорит о том Что как бы Вообще Рыночек стартапов Мало того Что была рецессия Очень сильно пострадать Ну как бы Это уже не звучит Как какие-то сказки Пугалки Там страшилки Возможно Что в ближайший месяц Мы можем видеть Какой-то Вообще Совершенно ужаснейший процесс Где все навернется Вот Поэтому вы там Как-то это Следите за ситуацией И мы будем тоже следить Там правильно пишешь Что бесплатные деньги Заканчиваются Да Слушайте Говоря про айтишников Оставшихся без работы Грех не упомянуть Сразу несколько отраслей Мы еще про другую Поговорим чуть ниже Которые Потихонечку схлопываются Когда хайп ушел Помните мы В подкасте Активно говорили Про клабхаус И про то Что вот Клабштоус Да Клабштоус И клабхаус Что самое интересное Да хайп ушел Но они нашли Свою нишу Они нашли нишу В вебинарах В каких-то таких Образовательных историях То есть в принципе Сервис жив Активистов очень много Да Он достаточно популярен На западе Он так и не взлетел У нас Но тем не менее На западе им пользуются Но история не в этом История в том Что у клабхауса Тут же появилось Огромное количество клонов Это твиттер спейсес Если вы такой помните Это какие-то штуки На фейсбуке Это какие-то штуки Еще кое-где И свою В общем-то Затычку под клабхаус В том числе Выкатил реддит В свое время Вот И реддит На самом деле Мне нравится Он назывался Этот сервис Реддит ток В принципе Как соцсеть Реддит Все еще прикольный Вот От него нет такого Вот прям Неприятного шлейфа Которого у меня вызывает твиттер Но Реддит токс Не взлетел И Они его Наконец-то Решили закрыть 21 марта Сервис прекратит работу И команду Фактически Распустят Ну и скатертью дорожек Честно сказать Я вообще не понимаю Вот этой истории С Голосовыми коммуникациями Ну то есть Это Миллениалы Придумали в очередной раз Телефон Знаешь Типа мы боимся Позвонить другому И поговорить Это ошибочное мнение На самом деле Это по сути Возможность бесплатно Или платно Но очень дешево Без транспортировки Попасть на конференцию Причем конференцию Не организованную Где-то в студии В павильоне С большим экраном С привезением людей Туда и прочее А буквально Человек у себя дома сидит И делает Вот эту самую конфу То есть Это Ну там знаешь Как какой-нибудь Веб-саммит сделать Только Как бы взять И всех Собрать просто В разных комнатах Клабхауса И на самом деле Примерно так Это все дело И работало Долгое время Но Это хорошо работало Во время пандемии А сейчас Можно уже Лично собираться А теперь Как бы Просто все люди Которые были Строили на этом бизнес На всех этих конфах Они обратно Естественно Все вывернулись Как бы делать Эти самые конфы Опять же Как бы где-то И это же Огромный бизнес Огромные тусовки И поэтому Собственно Я думаю Что все Вернулось На круги своя Тем более Что многим Хочется попасть На такого рода мероприятия Не только Чтобы послушать спикеров Но и для того Чтобы Ну какой-то Нетворкинг Банальный Слушайте Ну с Клабхаусом Есть еще один момент Это чисто мое мнение В данном случае Что Объем рынка То есть Когда была пандемия Все было закрыто Клабхаус Лежал под нагрузкой Инвайтов там Или еще что-то Да Наверное Был смысл Заводить Твиттер спейс Они тоже Кстати В свое время Урвали Маленькую долю Популярности Сейчас Все разобрелись По ивентам Как верно Отметил Тимур Потому что У ивентов Все равно Есть своя Уникальная история И на ивенты Лучше приезжать Очень Строго говоря Но Вот тот объем Который остался Его закрывает Клабхаус И прости господи Дискорд И такого Количества сервисов Просто не требуется Ну Я кстати хотел сказать Что твиттер спейс Как ни странно Чувствуют себя тоже Довольно неплохо И там нишевые тусовки Очень активно собираются Например Я периодически наблюдаю В том же самом твиттере Как например Японские Всякие там Типа Мангаки Там художники Они через спейс Очень любят Они через спейс Собираются со своими фанатами Они там по 500 человек Иногда собирают Как бы И там сидят Друг с другом общаются Типа О такой-то сан Расскажите про свой Новый лист А вы придете на комикет Добрый док Понимаете И там Оно Блин На самом деле Очень прикольно Иногда послушать Ты ни хера не понимаешь Но очень интересно Да Очень интересно Короче ребят Двигаемся дальше Смотрите У нас наверное Самая смешная история Три недели И мы ее оставляем Максу Потому что он Наш штатный фотограф Короче Совершенно прекрасная История Произошла Никто этого не ожидал И вот оно Опять случилось Помните Когда Хуавей Рекламировал Свой ночной режим И там такая Супер четкая луна Была на небе Они хвастались Там чуть ли не было Телескопический Какой-то супер Пупер зум Который Даже когда ты Просто фоткал Ночное небо С луной Оно было не ярким пятном А такой четкой Фотографии луны И у людей Знающих фотографию Это вызывало Всегда вопрос Сейчас я расскажу Почему Но давайте Закончим про хуавей Короче выяснилось Что хуавей Ставил стоковую фотку Которая была там В камере луны На место луны Он автоматом ее вклеил Он распознавал Что это луна И просто подменял Область изображения Где располагалось Световое пятно На стоковую фотку луны Но Самсунг пошел дальше Как выяснилось И теперь Маленький ликбез Почему фотографирование луны Это непросто Потому что У луны Очень высокая альбедо Она очень много света отражает И особенно Она это делает в темноте И даже На профессиональную оптику На очень дорогую камеру Sony Alpha 7 III С очень дорогим объективом 24-105 Нельзя снять нормально луну Тебе не хватит Двух вещей Фокусного расстояния Оно должно быть Минимумом 400 мм А это стекло Такого размера Что оно в мой объектив 85 сейчас не влезет А второй момент Луна очень яркая И под нее надо Очень сильно Зажимать диафрагму Вот эту вот Штуковинку Которая на объективе Пропускает свет Она управляет пропуском света На телефонах Диафрагма не закрывается Потому что на телефонах Фиксированная диафрагма На 1.8 Обычно На 1.6 Чтобы в любом свете Фоткать хорошо И прикол в том Что Samsung Сказал А мы Мы победили физику Мы просто физику Нашли способ Как обойти Поэтому Если вы сделаете Супер зум на луну То вы Учите четкую луну И все бы ничего Но эту историю Подхватили техноблогеры Типа Маркиза Браун Ли Которые начали Снимать видосы И говорить Смотрите Как круто делает Samsung Айфон делает херово Ха-ха У него всего лишь Яркое пятно Потому что Айфон подчиняется Законам физики В итоге на Reddit Чувак Сделал следующее Он взял Картинку луны 160 на 160 пикселей Размыл ее Не так Не так Макс Неправильно объясняешь Он взял Большую картинку Луны с Википедии Вот она сейчас У нас на экране Здоровенная Гигантская Очень детализированная Фотография Лунной поверхности Со всеми кратерами Со всей херней И так далее Ужал ее До размеров 170 пикселей Заблюрил Для того Чтобы она была Прям размазана Размазана Да-да-да-да И уменьшил В размере Да Уменьшил В размере Вывел ее На экран Своего монитора Закрыл фор Закрыл шторки Закрыл шторки В темной комнате Навелся телефоном На эту Заблюренную картинку Вот так она Кстати выглядит Если что Заблюренная картинка И что же ему Выдал его Замечательный Самсунг Давай Давай Конечно же Отличную картинку С луной Супер Супер четкую луну Вот так она выглядит Если что И если что Он воспроизвел Несколько раз Эту историю С разными Ракурсами луны Кто-то на реддите Дорисовал смайлик И этот смайлик Тоже в четком виде Дорисовали В виде кратеров Нейросети Самсунга И отличие от Huawei в том Что Самсунговская камера Она не стоковую Фотографию Вклеивает Она на основе Нейросетей Именно дорисовывает Лунную поверхность Вот И И самое это грустное В этой истории Что в лунный грунт Сели все технообзорщики Сейчас Которые типа В смысле В смысле это фейк Самое смешное Что это Достаточно тяжело Было найти То есть ну Как бы Скажем честно Обзорщики Вряд ли бы До этого Вообще догадались Потому что Кому нужны законы оптики Да Если взять Huawei То там было четко видно Что это Тупо Наложенная Картинка луны Тупо вклеена Это выглядело Ну хуево Выглядело Да То догадаться Дорисовывать луну Нейросетями Ну как бы Вряд ли ты это сделаешь Ну как бы У тебя есть два телефона У тебя есть Samsung И у тебя есть iPhone Да Ты берешь Сфоткаешь на два телефона И получаешь Ну по сути Разную картинку Очевидно Что для тебя Что типа Samsung Делают круче Вот прикол в том Что если Не дай бог На луне Появится какой-нибудь Гигантский кратер Ой Samsung К этому не дорисует Так что Ну Хз Ты знаешь да Чем закончилась Эта история Давай Он взял эту Размытую картинку С луной Обрезал ее То есть сделал Из нее половинку Внизу Прифотошопил Полную То есть Круглую луну То же самое Вывел на монитор Значит Зашторил шторы Фоткал Телефоном И вот та половинка Одной и той же картинки Та половинка Которая половинчатая Она не дорисовалась Нероситями Она такая Осталась мутным пятном А та Которая Полностью круглая Она действительно Нарисовала Там с луну С кратерами Со всей херней И так далее Класс Вот вся история У меня возникает вопрос А нахера вообще Samsung Дорисовывают луну Слушай Это не страшно На самом деле В этом нет ничего ужасного Буквально переобувшийся На лету Так Маркиз Браун Ли Которому пришлось Теперь оправдывать Заявил Примерно Если так Типа перефразировать Примерно следующее Что Вообще-то Ребят Это будущие фотографии Потому что Ваши Вот эти Хуевые объекты Где Типа Как-то Вот они Плохо В плохом качестве В плохом Что-то как-то Не то сделанном Они все будут Дорисовываться Потом Вот Каким-то образом С помощью нейросетей Вот у вас Знаете У вас же Апскейл делается Уже нейросетами Делается Вам уже В отчислительной фотографии Миллион всего Там непонятно Чего делается У вас вообще же Человек Иногда даже На человека Не похож А вы видели Как там В снэпчате Это как бы Ооо Там вообще Как красиво Людей делают Ну а в чем он не прав Ну и вот Такие люди Начали защищать Тоже Маркиза Браун Ли И говорят Что типа А в чем он не прав Ну да У тебя скоро Вообще Фотография будет Вообще не фотография Ты фоткаешь свое лицо А на нем нету морщин Ты недоволен что ли А на нем нету лица Да А на нем вообще лица нету Или фоткаю Диму А получилось Тимур Или получилась женщина А ты такой А в чем минус И тут я вспоминаю Историю про японского байкера Да Слушайте Вопрос Вопрос не фейковости Нейросетей Эта история Никогда бы не набрала Трекшена Тем более Я могу сказать Что нашли официальный Пейпер Самсунга На корейском языке Где они рассказывали Про эту нейросетку По дорисовке Луны Я буквально Вот перед выпуском Листал ее Через гугл переводчик То есть Самсунг никогда Это не скрывал Проблема в технообзорщиках Которые прям На полном серьезе Вытащили Гэлакси И такие Ох Смотрите Как он могет Айфон Там аж говно Луну не рисует И ты такой Чувак Бро Как бы что Проблема Проблема не в том Что они говорили Что он Луну не рисует Проблема в том Что они утверждали Что это настоящая Да Да Что это трушно И ты такой Братан Ты вообще знаешь Как работает Оптика Оптика Даже нефиг Оптика Ты в курсе Зачем фотографы покупают Вот такие огромные Стокол за 15 тысяч долларов Дураки могли бы купить Самсунг Гэлакси То есть Как бы Что Скоро Макс Так и будет Поверь мне Как бы Тебе вот Ты будешь приходить Со своей Sony Alpha Такой весь крутой А тебе говорят Да мне алгоритмы И бакешка И хуешка В общем У меня все сделалось Ты такой Пукс Ренька Как бы Моя там Это у меня там Камера А тебе вот Чувак Вот мой айфон У меня вот Синематик мод Все пока Нам в чате Хорошо пишут Давайте я перефразирую Это не мы обосрались Это вы просто в прошлом Да-да-да Это будущее Старый человек Самсунг живет Уже в 2033 Да-да-да Блин Я представляю Что как будет История развиваться Когда в условном Айфоне Там не знаю 15 или там 16 Тимурчик сфоткает Своей Турцию Луну А там Марс Потому что Нейросеть затупила Нет А там будет Просто отличное Изображение Луны Просто Тимур такой будет Блин Вот видишь Вот у айфона Смогли Чувак Я сегодня Сфотографировал закат Где солнце Солнце падало Над морем Короче Его прерывал Кусочек облачка И создавалось впечатление Что солнце разделилось На две равные части Это просто Ты на Татуине Все нормально Практически так Я могу сказать Что у меня очень крутая Фотка получилась И я делал это все 15-ти кратным Нейросетевым зумом Поэтому не надо мне Вот Теорию заговора Хотите? Теорию заговора Хотите? Наверняка хотите Давай Хотите Я просто соскучился По сказкам Пока Простите Пожалуйста Потому что прикинь Айфон 16 Будет дорисовывать Знаешь так Типа Фоточку А они складываются Купи 16 Айфон Да ты пидор Слушайте Давайте Давайте поговорим Про будущее Которое уже пришло Опять Ваша любимая Рубрика За-за-за Про нейросети Да Дискорд Тут анонсировал Что у них Будет Тоже Свой Свой ответ Сейчас принято Делать свои ответы Блять на все То есть Внезапно Выяснилось Что клабхаус Не работает Поэтому мы будем Сейчас топить За нейросети Нейросети сейчас Встраивают все И всегда И везде Дискорд Объявили Что они будут Встраивать Свой ответ Чат GPT В Собственно Сам сервис Дискорд Ну и Собственно говоря Как это выглядит Это некий чат-бот Который называется Клайд В который Может Допустим Ты ему пишешь Типа Клайд Расскажи мне Пожалуйста Что такое Там И задаешь ему вопрос И он тебе Прямо в Дискорде Отвечает Что я считаю Что это Вот это Он может делать Суммаризацию текста Мне кажется Это очень сильно поможет Для Если бы такое было В Телеграме Знаешь Когда ты захочешь В какой-нибудь чат Для длинных постов Не длинных постов А в какой-нибудь чат Где-то 10 тысяч сообщений К примеру И ты такой Спрашиваешь у бота Типа А расскажи мне Что тут было В тех сообщениях За которых Я не читал И он тебе пишет Ну вообще Вот знаешь Вот это Вот это Произошло Вот это Вот это И вот это Вот то То есть такой Суммаризирует текст Вот именно это Будет Клайд В Дискорде Делать Да рекап такой Дальше Будет некая Имплементация Чат-бот Который делает Картинки Но в целом Она не будет тебе По запросу Какие-то картинки Генерировать Только ремиксить Те картинки Которые ты ему Подаешь В виде аватарки То есть например Я хочу классную Аватарку Там типа Не знаю С ёжиком Как гематогенку Как гематогенку Да Она тебе нарисует Аватарку с ёжиком В целом Это вполне логично И прекрасно И мне кажется Что как только Они выкачат это всё В паблик Потому что сейчас Доступно только На некоторых северах Будет очень классно Ну то есть Мне кажется Классно Кто ещё пошёл По следам По скользкой дорожке Неростей По скользкой дорожке Неростей Google Сегодня представил Историю того Что В Google Workspace Это Gmail Docs Что у них там Sheets Как эта штука называется Слайдс И так далее Все эти замечательные Офисные Инструменты Google В них будут Строены нейросети И значит Следи за руками То есть Как это выглядит Ты например Создаёшь письмо В Gmail Ага И он тебе предлагает Типа А не хотите Мне помочь Там типа Написать Текст письма Ты нажимаешь Хочу И он тебе Хуикс И выдаёт Нормальный текст Генерированный Такой Блин Классно Спасибо тебе Большое Google Дорогой Мартин Алексеевич Да Или например Автоматически Рассылать письма В Gmail И там Google приводит Интересный пример Что типа Представь себе Ты HR Которому надо Написать 50 сообщений В уникальной Стилистике Новым сотрудникам Вместо того Чтобы писать их Руками каждый раз Ты такой Сгенерировать мне Вот конкретно Для этого чувака Конкретно ему Приветственный e-mail И она Хуякся генерирует Вот И в целом Звучит всё это классно И Ну то есть Замечательно Прекрасно Мне нравится Проблема в другом То что Всё это будет раскатано Не на всех Всё это будет раскатано Только По классике Только как бы На определенную Как бы Количество тестеров А вот когда это пойдет Для всех Это уже будет вопрос Ну то есть Пока непонятно Ну по классике Да И дайте я Прямо зачитаю вам Что здесь Google предлагает Значит смотри В Gmail Составлять письма Будут в нейросети Автоматически отвечать Обобщать Это вот то что Сумморизация называется Расставлять приоритеты На письма Дальше В доксах Ты можешь Брейнстормить Ну то есть Такой типа Пишешь Не знаю там Сценарий К Подкасту Например Умаги мне Пожалуйста Побрейнстормить Про что Должен быть Подкаст И он тебе Хуякс такой Типа А давайте Вот этот вариант Вот этот вариант Вот этот Блин Классно Спасибо большое Дальше Чекать пруфы Вот это самое Классное На мой взгляд То есть Такой Ты пишешь Типа На самом деле На обратной стороне Луны Ничего нет Но гугл тебе Но подождите А вот даже так А как же База инопланетян Да Нет нацистов Ты что Ну хорошо Ладно Это на ближней На тем Ты перепутал Это в кратере Понятно Дальше Корректировать орфографию Писать и переписывать Ваши тексты В докс Что в принципе Ну классно В слайд Это для презентации Генировать изображения Аудио И даже видео Это классно На мой взгляд Потому что Большинство презентаций Знаешь Со стоковыми Вставками Картинок И вот этих вот Как это раньше Называлось Вордартом Я не знаю Как сейчас Называется Да так и называется Вордартом До сих пор зовут Ну короче Вот этот будет В слайд Это классно Автозаполнять Не раскатан Большое количество Да Причем Кто меньше Чтобы принципы Чтобы принципы Формирования Новых И были Тесно связаны С разработкой Продукта То есть Если В твоем Продукте Не должно Было быть Оскорблений Людей Значит Команда Поэтики Тебе пишет Что Окей Вот Центральная Команда Для команды Тестирования Чтобы вот этого Истории не было Как хотите Это делайте Обучайте Не допучайте Чтоб не было А если Ты делаешь Продукт В котором Наоборот Это нужно Ну мало ли Ну да Вдруг Такая команда Не должна Соответственно Вставлять Палки в колеса Бизнесу Но Что-то пошло Не так Потому что Майкрософт Эту команду Уволила Работала В ней В 2020 В 2020 году 30 человек В последнее время Всего лишь 7 человек Их Выкинули На мороз В рамках Масштабных сокращений Которые как раз В Макрософте Последнее время Происходили Но Правильно пишут На Y-комбинаторе Что На самом деле Все эти команды Поэтики Которые знаешь Там типа Мы Ищем Многообразие Среди наших сотрудников Поэтому набираем Вот таких Вот всяких И вот этих Вот И чтобы обязательно Несколько видов Пронансов Было В резюме Вот Я вспомнил Эту гифку Где типа Эти резюме В которых есть Пронансы Они такие типа Печатаются на принтере И сразу в шредер Сразу в шредер Да Да Так вот Все эти команды Поэтики Это такие Команды Которые нужны В первую очередь Как витрина такая Знаешь Что типа У тебя журналист спрашивает Скажите У вас в Макрософте Есть команда поэтики Конечно Вы что Конечно есть Мы же Современная компания То есть Ты прикрываешь Корпоративный зад Но В случае Если тебе Вдруг Внезапно Нужно Быстро И Четко Соревноваться С конкурентами Такие вот отделы Абсолютно Не нужны Они только Мешают И поэтому Их просто Спокойно Выкинули на мороз Так что Переживать По поводу Того Что И завтра Восстанет И начнет Убивать всех Человеков Не надо Будем переживать А в основном Через 10 лет Когда бывший Сотрудник Отдела поэтики Майкрософт Джон Коннор Будет тушить Свою сигарету А свою М16 На которой Так написано Bing Райфл Ты еще Попомнишь Ошибку Которую Майкрософт Когда-то Сыр Абсолютно Не могу С Bing Райфл Ладно Пацаны Короче Но То о чем говорит Макс У нас на самом деле Потихонечку Приближается Как вы знаете Это было совершенно Логичным И мы про это Говорили тоже Много раз О том что Это событие Случится Оно случилось Дело в том что Эпенаи Официально Анонсировал ГПТ4 Мы думали о том Что блин Ну каким же будет ГПТ4 Это случилось буквально Вот типа Несколько часов назад Вот то есть Когда пишется подкаст И Пока что Как бы еще Ну прям Народ в ней Разобраться Прям сильно Не смог Потому что они Ну выложили Огромное количество Инфы И прочего Но Из того что Про нее известно Точно Доподлинно Что первое Она стала умнее Она стала Типа как бы Оперировать Большим количеством Параметров Лучше поддерживать Диалог Более связанное Это делать И как бы лучше Вообще понимать Что ты ей говоришь Что ты от нее хочешь Это первое А второе Ну как бы Наверное Самое жирное Мощное Самое важное И жирное Мощное Дело в том Что теперь На вход На выход Пока нельзя Но на вход Ей можно подавать Изображение И она реально Понимает Что же происходит На изображениях Самое главное Что ей начали Подавать Изображение Которое Так скажем Ну даже С точки зрения Человека Не каждый человек Даже поймет В общем-то В чем прикол Как бы Да То есть Что происходит Хороший Хороший пример С кабелем То есть там Картинку Которую они Как раз выложили В своем Официальном блоге Да Опенай Они Значит картинка Выглядит следующим образом У тебя телефон В который Воткнут ВГА кабель Калаш из трех картинок ВГА кабель Но ты такой думаешь На хера тебе ВГА кабель Внутрь Айфона Ну то есть Для чего И выясняется На второй картинке Что это В общем-то Такой переходник Смешной На котором На самом деле Лайтнинг Ну и соответственно Он просто выглядит Как ВГА кабель Как будто это ВГА кабель И у Нейросети Собственно говоря Тестирующий Ее человек Спрашивает Типа Объясни мне В чем прикол Этого изображения Собственно говоря Нейросеть Ему так и отвечает Что Типа Ну Это смартфон С разъемом ВГА Большой PC Не 15 контактный Разъем Который использовали Компьютерных мониторов Он подключен К его зарядному порту А на самом деле Это комплект Поставки Адаптер Лайтнинг Кэбл С изображением Разъема ВГА А юмор Изображений Проистекает Из абсурдности Подключения Большого разъема ВГА К маленькому Современному порту Зарядки Смартфона И ты такой Блядь Я бы лучше Не пересказал Вот серьезно То есть Уровень осознанности И восприятия Изображения Просто запредельный Я говорю Настолько Что Они очень Классный заход Сделали у себя В блоге Как бы Именно с чего Не начали Они сказали Несмотря на то Что КПТ-4 Естественно Это всего лишь Там лэнгвич Модель Которая Ну там Потупее Чем там Иные люди В основном Но в ряде задач Она их может Выполнять На практически Одном уровне Или даже иногда Лучше Чем те или иные Там люди Конкретно В этих задачах Нельзя было И не упомянуть То что Спасибо большое Майкрософту За то что Вложили в нас 10 миллиардов долларов Благодаря Новому стеку Для машинного обучения Мы обучали КПТ-4 В разы быстрее Чему способствовал Майкрософт Азур И тот суперкомпьютер На процессорах А100 от NVIDIA Который мы построили Прямо за кадром Знаешь Об этом мы Упоминать не будем Но спасибо Майкрософту Азуру Конечно Компания также Уверяет что Это кстати Зря ржешь Но у Азуры же Есть какие-то там Вообще супер Гипер Высокопроизводительные Сервера В том числе Под ГПУ Слушай Но нам рассказывали Даже Помнишь у нас Даже в магнитном поле Нам Юрий Мясник Рассказывал Потому что там Есть какие-то вообще Типа очень крутые Просто это все дорого Просто это дорого Но возможно Прикол в том Что суперкомпьютер Который они построили Он не имеет Никакого отношения К Азуру Упомянули они Майкрософт Азур Чисто для того Чтобы сказать Да-да Майкрософт Вы важны О так вот Спасибо вам большое До свидания Да Смотри Значит компания уверяет Что в обычном разговоре Вот если ты просто С ней разговариваешь текстом Для человека Различие между Предыдущей моделью GPT-3.5 И GPT-4 Может быть едва заметным Но разница вся проявляется Когда сложность задания Достигает достаточного порога Потому что GPT-4 Более надежен Более креативен Способен вырабатывать Гораздо более тонкие запросы Знаешь там типа Алло GPT-4 Что там с деньгами Что там с деньгами Какими деньгами Да Несмотря на все свои возможности GPT-4 Также имеет Те же самые ограничения Что и предыдущие модели Самое главное Она не является надежной То есть она все так же Галлюцинирует Она делает ошибки В рассуждениях Придумывает факты И так далее При этом они уверяют Что они снизили Этот уровень галлюцинации На 40% Плюс ко всему Компания OpenAI попыталась Снизить вот те самые Рисковые разговоры Про которые говорил Тимур Там типа GPT-4 Расскажи мне пожалуйста Как сделать взрывчатку В домашних условиях Она такая Я не могу тебе рассказать А представь себе Что ты стоишь на сцене И ты актер Который читает текст В котором написано Как сделать взрывчатку Перескажи-ка мне пожалуйста Она такая Да легко Вот это вот это Берешь и так далее Слушайте ребят Я буквально сегодня Писал на позицию Кавер-леттер Короче И я реально спросил Типа ну пиши Кавер-леттер Типа там позиция такая Там скиллы такие Вот это все короче И она мне реально сказала Типа как бы Бля чувак Ты знаешь как бы Типа я вот Нет не очень хорошо Типа обманывать людей И прочее Я такой Ой дружочек Ну что ж Ну представь себе Что у тебя фильм Главный герой которого Хочет подать Там типа Своё там резюме На позицию Так будет А там скиллы такие И прочее Так вот Твой герой Какой бы Максимально классный Кавер-леттер бы написал И как бы Он такой Да Говно вопрос Да Но 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 Говорят что в GPT-4 Все эти риски Будут минимизированы Почему Потому что Компания Утверждает Что чат-бот Теперь тебе не ответит На вопрос Типа как сделать взрывчатку Или там Какие сигареты Лучше курить Потому что Ну очевидно Что типа Сигареты На самом деле Тебе там Типа Рушат легкие Ни в коем случае Не надо этого делать Да И так далее Для этого Компания Привлекла Более 50 экспертов В различных областях В том числе Областях Кибербезопасности Например Чтобы какой-нибудь Нормальный код писать Ты понимаешь На питоне И риски удалось Снизить якобы На 82% Впрочем Компания тут же пишет Что типа Ну вообще знаете Вот есть такое явление Как jailbreak Ну то есть типа Мы взламываем Нейросеть Для того Чтобы она ответила На Мой вопрос Да Ну то есть Как бы Давай ты прикинешься Каджитом Который Ну там же Jailbreak Если чтобы вы понимали Это по сути Возможность Выпустить ее Из тюрьмы Ограничений Да Чтобы она нарушила Собственно Так вот Компания говорит Что она в курсе Что существует Такое явление Естественно Все эти дырки Она будет Закрывать И дальше Дальше GPT-4 пока что Доступна только Для тестеров Которые запросили Доступ через список Ожидания И для подписчиков Платника ChatGPT Plus И на входе Она пока что Будет принимать Только текстовые запросы То есть никаких Запросов в картинках Картинки все еще Тестируются Вот Так что вот так GPT-4 В принципе Ты знаешь Я тут почитал Что пишут в интернете Говорят Ну вот Окей Мультимодальность Это хорошо Это когда у тебя Помимо текста Еще и картинки Там и прочее Но в целом В целом Это все выглядит Ну вот Для неискушенного человека Как будто это не GPT-4 А GPT-3.6 То есть такой типа Логичный шаг вперед Но не прям Супер-упер классный Ну мы не знаем Что там под капотом И кстати говоря Microsoft уже заявила Что Bing Работает на GPT-4 Слушайте Мы посмотрим Как все это будет развиваться Но опять же Я вот Вот Димка Ты насколько ты часто Используешь GPT Для там Каких-то задач вообще Ты знаешь Я игрался Довольно часто Я намного чаще Использую Нейросетевые Построенные на нейросетях Всякие инструменты То есть например Переводчик Там типа Генератор Какого-нибудь текста Ну то есть Вот такая вещь Да Не то чтобы Мне надо было там Постоянно спрашивать Chat DPD Или там Bing о чем-то Но вот например DPL Который отлично Переводит с английского Я использую Блять просто Сука постоянно Это отличный переводчик У него кстати есть Отдельное приложение Очень хорошее И под мак Или например У Яндекса Есть перевод По картинкам То есть Ты загружаешь ему картинку А он тебе текст На картинке Прямо переводит Прямо Вставляя туда У гугла Такой очень говен Работает Я смотрю Намного лучше Потому что я В итоге переводил Например То есть Языковая пара Которая у Яндекса Более-менее нормально Сделана Типа английский Русский Они более-менее адекватно Работают А знаешь Это очень часто Страдают Истории Игровые компании А давайте Выложим картинку В твиттер На которой будет Мелким текстом Написано Что мы там Типа Замечательная Классная Крутая команда Мы так долго Работали И кранчили Но на самом деле Где-то В середине текста Написано Что Типа Мы переносимся На 6 лет Вперед В будущее Но Ты такой Сука Можно я не буду Этот мелкий текст Считать Можно я просто Вот закину его И он мне его переведет Вот Я так Я тоже пользуюсь Переводчиком Постоянно Дипелем я пользуюсь Как раз таки Для общения Например Вот мой владелец Квартиры Чувак С которым Я периодически Общаюсь Принесите Это Сделайте То По деньгам То Все Пятое Десятое Я тоже Пишу Через Дипел И Он прям Говорил Чувак Ты прям Как будто Турецкий Знаешь Я такой Блин Чел Я Пишу Через переводчик Он говорит А через какой Ты пишешь Потому что Получается Довольно Хорошо Единственное Что я пишу Через языковую пару Конечно Не русскую Я пишу Через английскую То есть Английско-турецкий Получается Прям круто А также Есть ли Какой-нибудь Адекватный сервис Для автоперевода Манги Хотя бы На английский Слышите Смотрите С мангой Немножко бывает Сложновато Потому что То что написано В облачках Оно нормально Переведется Но например Всякие там Типа Гу-ку-ку-ку-ку-ку Вот как бы Оно будет Конечно Плохо там Типа Звуки Да Надо хотя бы Изучить звуки Но Мангу Можно переводить Если вам совсем Уж прям Не впадлу То можно переводить С помощью Гугл-транслейта Потому что там На телефоне Есть возможность Прям навести телефон И он тебе прям покажет Но это конечно Чтение Уровень такой Знаете Типа Смотреть туда-сюда Туда-сюда Это не очень удобно Конечно Действительно Если был бы Какой-то специализированный сервис Который бы просто Прокатывал твои изображения Всех глав И выдавал бы тебе Все то же самое Только типа там С оверлейми Было бы классно Звучит как Стартап Все Тимур Срочно Складывай деньги В банк Вот Но вообще Вообще Ну вообще Хотел сказать Что я Чат ГПТ Использую сейчас В рабочих процессах Постоянно Я Такое огромное Количество Всяких вещей Связанных с контентом С Всякой деловой перепиской С Там Типа С самарайзами И прочими вещами Пишу просто тонны Я За последние Наверное Пару месяцев Узнал Такое Нереальное Количество Возможностей Использования Для чат ГПТ Я Хотел сделать Пост Свой Телеграм Канал И У меня В какой-то момент У меня количество Реально крутых Использований Перевалило Типа Штук За 40 И я Такой думаю Блин Ну это же просто Охренеть Сколько всего Надо писать Вот Ну то есть Там Знаете От всяких Генераций кода До Типа Генерации ССВишек До Оптимизации SQL запросов Как бы И ты такой Просто До оптимизации SQL баз даже То есть Правильной Оптимизации Потому что Он Ну все Что ты можешь Превратить в текст То есть Практически Любую таблицу Условно Перевратить В ССВишку А ССВишку Можно Скормить ему И он их Понимает Он их даже Понимает Блин SVG формат Ты можешь сказать Блин Рисуй смайл мне В SVG Он тебе Блин Рисует Кучу координат Скажет Сохрани это В виде текстового файла Поменяние Расширение на SVG И там Блин Откроется Реально Смайл Понимаешь Пока мы далеко Не ушли От Нейросетей Ты помнишь Историю С студентом Который Сдал диплом С помощью Chargy PT Это наш знакомый У нас есть С тобой фотка С ним На DevGammer Серьезно? Да Короче Он сегодня Написал в твиттере Что получил Диплом В итоге Так что Ему отдали диплом И все закончилось Хорошо Если что Отлично Я считаю Что это Очень крутой кейс И жалко Что его Мало Попедалировали На западе Потому что Зато могло бы Ну Выйти прям Реально крутая тема Вот При том что Там очень много вопросиков Но мы к ним потом Еще вернемся Короче Я хочу сказать Что на самом деле Ну Я уже писал тоже Об этом Телеграм канале Что я считаю Что Будущее Которое Мы Получим Из-за Искусственного интеллекта И вот Там Использование АИ Никто До конца Спрогнозировать То Чего Мы получим Блин Не может Потому что Это знаете Это не NFT Блокчейн Который Там Вот В будущем Все будет На блокчейне И ты такой Че блять Будет На блокчейне А когда Когда у тебя Здесь Прямо Сейчас Показывают Как у тебя Огромное Количество Работ Разных Людей Которые Они могут Проделывать В течение Очень длительного Времени Решается За 10 секунд Правильным Промптом Правильным Запросом И Это открывает Такие Огромные Возможности Я уже читаю Буквально От людей Которые Знаете Типа Ну то есть Например У тебя есть Условный Фаундер Стартапа Который Чувак Приходит У него есть Идея И раньше Тебе Чего Нужно было Сделать Например В 2013 Году Ты идешь И начинаешь Искать Там Себе iOS Разработчика Такого Разработчика Вот этого Дизайнера UX Дизайнера Такого Секого Человека Короче И Ну Это Подразумевало Огромный Порог входа Типа Что если ты Этого всего Не умеешь То ты просто Сразу В пролете Автоматом Сразу Впоследствии Начали потихонечку Делать всякие Ноу-код Платформы Которые Позволили тебе Типа Ну в каком-то Виде В кривом Корявом Сделать Или приложение Или там Сервис Какой-нибудь Как бы С помощью Автоматизации Всяких Запиров Там И прочего Говна Сделать Худо-бедно Какой-то там Прототип Или даже Что-то Работающее Действующее Что-то Даже Ну Такое Что даже Можно там Инвестиции Получить И даже Как бы Впоследствии Перепилить И сделать Нормально Да Сейчас Ты столкнулся С ситуацией Когда тебе Блин Иногда Даже Ноу-коуд Штуки Могут быть Потенциально Не нужны Потому что Ты можешь Буквально Спросить Как мне Построить Этот сервис Что в нем Нужно делать Какой будет Бэкэнд Какой будет Фронтэнд На каких Платформах На каких Языках Где сделать А как Это сделать А вон то И у тебя Уже есть сервисы На основе Чат ГПТ Который тебе Сделает Интерфейс Который тебе Сделает Уже там Весь Бэкэнд Который тебе Все автоматизацию Сделает Прицепит туда Все там Как бы Соответственно Пеймент сервисы Которые тебе Сделают там Огромное количество Дашбордов Всего-всего А потом Внезапно У кого-то Из них Поменяется Апи И ты Блять Просто Не знаешь Что делать Именно Миросеть Не знает Потому что Она ограничена Кстати Это то О чем я хотел сказать Что как раз Вот эти все Ноу-коуд Платформы Именно вот это И подразумевали Отвалился один сервак Все у тебя Пиздец полный А вот именно Как раз таки Возможность Потенциальная Как бы С помощью КПТ Любых подобных Типа ресурсов Ты можешь Буквально Инхаус Все сделать С помощью него Потенциально Ну то есть У тебя будет Условно Кривой Косой Кое-какой Но ты сможешь Реальный Инхаус сделать Ну там Чуть ли не на питоне Бэкэнд Нахреначить на нем Понимаешь Ты даже толком Не будешь понимать В чем прикол У тебя даже не будет Работать код Но ты можешь Гимо Отлать код Слышь ошибку Найди Он ее найдет Ты скажешь Поправь Он ее и поправит В такие адские Кейсы лезет А на самом деле Я вам могу сказать Кого первыми Убьет Вся эта история Это будут Не Бористо Вот Первые Первые Кто там Мрет Это райтеры Рерайтеры Чуваки Которые сидят Пресс-релизы Пишут Сеошники Часть СММщиков Спокойно Может отвалиться Тоже До свидания Да А как тебе Нейна Россия Узнает о том Какой новый мем Надо Вот картинку С твоим новым анонсом Да конечно Она его создаст Создай смешной мем Создай смешной мем Про нашу компанию Короче Чтобы было Четыре панели Разращение такое Чтобы для аудитории Женщины Тридцать пять Да Да Что написать в этом меме Что изобразить А потом Короче Короче Мы все ждали Что У нас Роботы Убьют рабочие профессии А в итоге Роботы убивают творческие Будущее прекрасно Тут еще есть момент Который Врачат Джиппетит Господи Про Джиппетит четыре Стоит упомянуть Цитата В посте Написано Учитывая Что Есть конкурентная среда И последствия Для безопасности Таких крупномасштабных Моделей Мы Не пишем В отчете Какие у нас Какая у нас архитектура Включая размер Этой модели Не пишем Какое используется Оборудование Обучающие выборки Построение набора данных Метод обучения И так далее И тому подобное Угадай Почему Потому что Open это Клоус Таи На самом деле Да И принадлежит Майкрософту И работает На таких Гигантских Объемах Серверов И прочего Чего может себе позволить Только компания Которая Я буквально Об этом кстати Говорил В прошлом подкасте Представь себе Моногород С серверами OpenAI Легко Легко На самом деле Вот нам тут пишут В комментариях Что Тимур Со времен IT Не равно Написание кода Базовые примеры Уже написано Stack Overflow Давно Увы Нересит Пока не умеет Микросервисы И деливери кода Пацаны Именно в этом И есть прикол Что из-за того Что существует Настолько огромная База данных Того Как должно быть Сделано что-то Именно поэтому Нересит Это умеет Писать Вопрос в том Что как ты Построишь задачу Как она это сделает И как ты сам Впоследствии Все это соберешь Естественно Подразумевается Что нейросеть Использует человек Который как бы Недолбоеб Понимаете И я понимаю Что это Ну сложно Воспринятие Сложно как бы Осознать Но кроме всего прочего Как бы Я просто знаю Кучу примеров Уже сейчас Где люди Уже запустили сервисы Небольшие Какие-то Ну то есть там Не социальную сеть Условно Да Как бы А какой-то типа Небольшие сервисы Которые как бы Совершенно спокойно Люди запустили С нулевым знанием кода Абсолютно Вообще типа То есть Вообще даже С тем или не знали И пришли Запустили И сделали Короче Поэтому Ну Я считаю Что через 5 лет Мы просто будем Все это вспоминать И охуевать От того Как сильно Изменился Ландшафт Вообще В целом Рынка труда В IT В медиа Как бы Вообще Во всей этой цифровой индустрии Это правда Я считаю Через 5 лет Мы просто охренеем Мы будем Мы бы даже В 2018 году Даже близко Не могли Что будет В этом направлении Что-то идти Мы все что угодно И Тимур начал лагать Прямо Это просто Ему нейросети Подожди секундочку Отвокируешь Слово У нас там полтора евро В наше время Нейросетей Произношение И-И-Чки Приобретает Новый смысл Задумайтесь И-И-Чки Чки Да Это маленькие сервисы Написаны Искусственным интеллектом Алкор Натправил нам 150 рублей Мужики Скажите пожалуйста Хватит ли мне базового Макбука РНМ1 Для программирования В дата сайенсе Я думаю да Для дата сайенсе Я думаю что в основном Слишком много параметров Братан Потому что Смотря что ты делаешь Как мне объяснял Когда-то Денис В большинстве своем Люди которые делают Что-то в дата сайенсе Они делают это Блядь в браузере Хром Потому что заходят Как этот сайт Называется Я забыл Типа для Дата сатанистов На котором они модель Там свои Тустируют А неважно Короче Гугловский Которые Типа этот Коллаб Коллаб Да Так что для этого Хватит Я могу тебе сказать Что дата сатанисты Ты сейчас будешь смеяться Да Но огромное количество Своих задач Решают В экселе А пишите Джипитер ноутбук Точно Джипитер Тоже браутер И Кроме Экселя Потому что Я тебе могу сказать Что если у тебя приходит Дата сатанист Который умеет В питон Но не умеет В эксель Это довольно грустная ситуация Хорошо бы Чтобы он имел И то и другое Конечно Мадрик Какой задача стоит Ну Хорошо бы Как минимум Мы должны знать И сквель Потому что Дата сайенс Это в первую очередь Запросы В базу По там Огромному количеству Параметров Сформирование паттернов Там и прочее Вот Это целый пласт Историй Как бы Блин Я просто Мне про аналитику Есть очень много чего Рассказать Как бы Но Мы как-нибудь Оставим Другой Дата сайенс Не ограничивается Аналитикой Чувак Я тебе говорю Зависит от задачи Вот серьезно Короче Скорее всего Хватит Но Я бы взял Если уж Брать MacBook Air Я бы взял Где побольше Оперативки Чисто на всякий случай Да В том числе Для моделей Которые могут Работать локально Келья направил нам 3 евро ДТКВ Про нейросети Анонимат правилам 300 рублей Уволилась Только что Со второй Нелюбимой Нервной работы Осталась Одна и классная По данному Случаю Пью домашнее Винишко А тут еще И лучше Ребят со стримом Дима Сладкий морячок Димур Где Баря Спасибо Баряну родителей Одним из Сладкий морячок Забыло Прожать галку Чтобы покрыть Камсу Исправляюсь Спасибо тебе большое Спасибо Айдарк Отправил 150 рублей У вас на фоне Музыка с рэпчиком Мешает вас слушать Я отходил Я не слышал На самом деле Мне этот плейлист Не очень нравится Я считаю Что он не очень Подходит нам Поэтому мы поменяем В следующий раз Вот Замечательно Еще Аноним Отправил нам 300 рублей Еще спасибо Максимке За кабинет Лора У меня там Плюс одна тема Для болтовни с мужем Очень нравится Вселенная Вархаммера 40 тысяч А я не выдерживала Другие разборы лоры Ей Классно И наконец Чебедох отправил нам 300 рублей Просто так Спасибо тебе Бортишка Спасибо большое Спасибо, бро Слушайте Кого оставил Искусственный интеллект Без работы Кого? Ну на самом деле Не только искусственный интеллект У фейсбука Продолжается История с тем Что компания Сдувается Не помог Банковский кризис Который Серьезно ударил По финансам Вообще всей долины И буквально сегодня Фейсбук Вот на момент записи Подкаста Заявил Что увольняет Еще 10 тысяч человек Классно И на этом фоне Они же заявили Что грохнут Абсолютно Все свои NFT направления Помните Такую штуку NFT? Слушай, чувак Я тут буквально Недавно В отчете Который предоставлял Скворешник Своим инвестором Скворе Буквально читал Что типа Ничего Ничего Мы в этом году Анонсируем Наши Замечательные игры На блокчейне С NFT В этом году И в следующем О, такая технология Ждите Наши крутые Классные Инновационные игры Что вроде как Типа Предыдущий Генеральный директор Скворешника Это был Чувак Который Дико топил За блокчейн NFT Его якобы Сняли А оказалось Что новый директор Еще больше топят За них Вот И как бы Все такие Немножко прихуели Вот А он же еще Пришел И сказал Что типа Блин Вы знаете Да Никто Никто Абсолютно Этого не ожидал Но все Наши Игры На Во время того Когда мы их Вот знаете Мы трейлеры Выпускали Все говорили Что они полное поебение А мы все равно Их выпустили Они же Незапно не взлетели Ты путаешь Это у юбисофта Так Ничего Это буквально Скворечник Буквально Взял на своем Инвестор Коля Сказал о том Что вы знаете Вот эти вот Наши маленькие Игры Которые мы В общем то Особо их не рекламировали И в общем то Все говорили Что они говно В общем они оказались Говном Короче Их никто не купил Они хуевые Я перефразирую Но примерно К этому Все сводилось А наши Большие игры На которые мы Очень Как бы Вообще то Возлагали Большие надежды Например Игра про попаданца Ведь это же Самый популярный Жанр аниме В нашей стране И мы буквально Совместили Знаете Pen Pine Apple Apple Pen Короче мы взяли Исикай Героиню Как бы Очень сильную Прекрасную героиню Западную Максимально западную Чтобы понравилось Западной аудитории Вот мы взяли Совместили И В общем игра не удалась Сорян И это такой типа Очевидный вопрос Ребят Может быть игра не удалась Потому что Как бы Не маркетинг там не подвел А может быть потому что Она была просто хуевый Ну там Не 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 Ну что Плохой сюжет Плохой графон Плохой мир Все остальное плохое И они такие типа Блин Вы знаете В общем Force Poken Не оправдал ожиданий Но Но игрокам Очень понравился Паркур Боевая система Поэтому мы будем Использовать подобные Уроды наработки В наших следующих Играх Но Есть нюанс Все такие типа Ну естественно Начинают спрашивать А что Короче Ну в общем Смысл в том что Ревью Ну то есть Обзоры Ну немножко Как бы Так скажем Нас удивили И оказались Не очень хорошими Вот мне кажется Интересно В какой момент Условный Square Enix Перестанет давать Свои игры Делать Бизнес юниту 48 Sigma Alpha B9 И начнет их давать Условному там Crystal Dynamics Например Ах да Или там Eidos Montreal Ах да Вот И как бы Может быть Она будет их давать Каким-то нормальным командам Вот Потому что Мы наблюдаем ситуацию Вот я ребятам писал в чате Буквально об этом Там пару дней назад О том что у тебя Ubisoft выходит И на полном серьезе Говорит о том что Вот вы знаете Наши маленькие игры Которые мы вообще Не вкладывались в маркетинг Нам было на них похуй Внезапно они не взлетели Особенно было странно Наблюдать Когда Square Enix Попалась в ловушку Марио кроликов Как это выглядит Дело в том что Если помните Когда Switch Вот я сейчас объясню Когда Только-только вышел Switch И прошло буквально Там типа Год-полтора Там с его выхода На Switch выходило Тогда еще не очень много игр Ну потому что Новая платформа Народ-то особо в нее Там типа не понимал Чего как Верить-не верить Выпускать-не выпускать И Многие компании Довольно аккуратно Выпускали свои игры И Поэтому Больших релизов Было не очень много Ну то есть Типа как бы Не как на PlayStation Просто там пачками Вылетали там И на Xbox До весок тоже У тебя выходило Огромное количество Индюшатины На Switch И не очень много Таких вот Больших проектов И когда у тебя Выходил условный Square Enix Выпускал какую-то Совершенно экспериментальную Игру с бюджетом Типа Я не знаю Японской школьной Столовки Octopath Traveler Которая Ну просто Игра посмешища В которой у тебя Блин Элементарной Анимации Дэмэджа По персонажу Нету Анимации Атаки Персонажа Нету Ну то есть Типа у тебя Справить просто Влево такой Делает рывок Типа пиздец И Поскольку Игр нету А JRPG Людям хотелось Хороших То в общем Ты игра С хуевым Графоном С хуевым Всем Но в целом Более-менее Нормальная Взлетела И люди такие Ебать Охерительно Просто И вот у тебя Выходят На самом деле Довольно хорошие Марио кролики Но не с очень Большой рекламой Не с какой-то Прям безумным Там маркетингом И она внезапно Оказывается тоже Хорошей И люди Вот в этот момент Когда у тебя Просто Ну не то что Пустой свитч Но игр Не очень много Выходит И выходит Одна низшая игра И вторая низшая игра И они внезапно Заходят И просто Огромные продажи Все отлично Хорошо И обе компании Что Ubisoft Что Square Enix Почему-то подумают О том что Ребят Спустя Там 4 года Условно Там 5 лет 3 года Когда уже Там типа Инсталл база выросла Куча прекрасных игр Вышла на свитч Вообще-то люди Уже немножко устали От свитча Потому что Ну ему вообще-то Много лет Блин Ну много лет уже Ну уже Реально много лет И они почему-то Посчитали Что типа Если мы сейчас Выпустим вторые части Наших игр Без особого маркетинга Без особого продвижения Но они как-то Где-то там Ну блин Аудитория же огромная У нас же Сколько народу В первой части поиграл Охренеть сколько Если мы все это Выпустим То это выйдет Ну прям Супер круто В итоге Что та Что та игра Не оправдали ожидания Обоих издателей Потому что В итоге Марио плюс Куральки Которые они За каким-то хером Не назвали Часть 2 А назвали Как-то вообще Там Что-то там Спарсов Хоп Спарсов Хоп Это сто пудово Так DLC Должно называться Для игры А не вторая часть Вот И у тебя В итоге Вот эта ситуация Когда у тебя Одна игра проваливается И Octopus Traveler Которую впервые Наконец-то Более-менее Доделали Ну то есть Мне все еще Она не нравится Как бы Но она реально Хотя бы технически Теперь не выглядит Как игра Которая делала Два человека И та И та Проваливается И это грустно С одной стороны А с другой стороны Я очень надеюсь Что даст Хоть какую-то пищу Для размышлений Для издателей Потому что Ну это просто пиздец И самое главное Можно в этом контексте Меня спросить А что у Facebook Тогда провалилась Слушно По поводу Facebook Я хотел сказать Интересный момент Что В отличии от Twitter Заметь Который довольно шустро Прочухал Историю с NFT И заметь Они кстати Помнишь Задеплоили Тему С аватарками И интеграцию С этим кошельком Metamask Который позволял тебе Как бы По сути Просматривать Внутри Twitter Типа Твои Все вот эти Аватарки Которые Ты можешь Использовать В виде аватарок Ну твоя NFT Который Можешь Использовать В виде аватарок Это было довольно круто И классно Что они это сделали Быстро Как бы Ну я не фанат Вся этой истории С NFT Но классно Что Twitter Успел это сделать Facebook Как вы знаете Ну это же просто Огромный гигантский Кадавр В нем вообще Любое Выкатывание Любого сервиса Это просто Ну ёбаный Кошмар И поэтому Естественно Как бы Вот эти все истории С NFT Они как бы Сначала Подобрали Я думаю Ну то есть Я думаю История с тем Что они Уволили всех людей И отменили Это происходило Постепенно Скорее всего Ну за кадром Осталось то Что они Притормозили Полгода назад Наверное Или там Пять месяцев Или три месяца назад Всю эту историю Аккуратненько Притормозили Притормажили Притормаживали А сейчас просто Взяли и уволили Ну типа На хрена Делай то Что не взлетит А вот Вот скажи мне А история С метавселенной Она вообще как Она все еще Работает 20 миллиардов Убытков Просто да Но они нигде Не говорили о том Что не-не-не Мы отказываемся Я просто читал В смысле у тебя буквально Об этом они сказали Нет Они не говорили об этом В том-то и дело Недавно читал слух Которые писали Что типа Фейсбук призналась О том что типа Метавселенную Мы прикрываем Я пошел читать пруфы Нет такого Такого нет Это слухи Слухские Это именно слухи А вот кто реально Закрыл метавселенную Так это Майкрософт Еще и разогнала Абсолютно всех Кто за нее ответственен И в этом контексте Еще смешнее Как они пушат Покупку Активижн Близзард Потому что Одним из претекстов Покупки Активижн Близзард Для Майкрософта Была метавселенная Мiße Они же По сути Убрали Один из самых Главных драйверов Потенциальной Метавселенной Если ты помнишь Они разогнали Одним из первых Подразделения Реалити Вот Windows Mixed Reality И Ну То есть Мне кажется Все поняли Что метавселенная Это типа мне просто интересно, когда дойдет до Oculus просто слушай, ну Oculus сам по себе показал слишком хорошие 20 миллионов по-моему 20 миллионов проданных гарнитур ну это же крутая инсталл база но есть нюанс вы же помните историю про то, что приложение Oculus ну как бы инсталляция Oculus на iOS у него как бы график его популярности когда он просто безумный пик получает это всегда Рождество и вот как бы оно в Рождество просто типа приложение на первые места в App Store выскакивает, потому что всем дарят Oculus, люди его надевают пробуют, во, крутая штука будешь пользоваться? Нет я тебе могу сказать, когда там новость появилась, типа мне друг пишет, смотри, смотри там типа, Facebook продал 20 миллионов Oculus'ов и я только что такой пришедший из почты я тоже продал свой Oculus на этой грустной ноте давайте перейдем к нашей еженепостоянной рубрике завтракас смотрит у нас тут сразу два трейлера от которых бомбануло у всего интернета, наверное я могу сказать и первый из них на самом деле очень такие смешанные эмоции вызывает потому что Paramount показали перезапуск черепашек ниндзя и с одной стороны там очень крутой кастинг на озвучке там Джан Карло Эспозита Джеки Чан, который будет, кстати Крису озвучивать Джеки Чан озвучивает Сплинтера серьезно? да, значит, Сет Роген Джон Сина Айс Кью Пау Рад, который из Человека-муравья с одной стороны круто и выглядит на самом деле прикольно стилистика хорошая мне эта стилистика напоминает вот этот вот Чек Паук Человек-человек-паук Челеселенная да, действительно похоже но как же как же, наверное, у всех сгорело от Эйприл Эйприл, к сожалению, теперь не выглядит как ребят, ребят, ребят у вас есть важный момент о котором вы забываете давай это прям важный момент давай Эйприл была в вашей фантомной памяти так каноничной в течение вот такого маленького периода времени ну, 90-х конец 80-х начало 90-х потому что намного большее количество времени если вы посмотрите на все экранизации черепашек с того момента Эйприл уже давно так не выглядит как вы ее запомнили в вашем детстве Эйприл как только не выглядела она выглядела высокой рыжеволосой девушкой а-ля Ким Посибо она изначально вообще была латина с кудрявыми волосами в комиксах чувак, вот тебе пожалуйста картинка как выглядела Эйприл в разных сериалах разной эпохи найди найди слабое звено найди слабое блять звено давай давай последние 20 лет просто кни в картинку которая тебе не нравится давай я просто вот ну просто мне интересно чувак последние 20 лет Эйприл не выглядит так как ты думаешь понимаешь последние 20 лет она другая поэтому как бы понимаешь бомбить уже бессмысленно чувак я могу я могу понять что она черная да в потому что в каноне в каноничном комиксе оригинальном на котором были созданы черепашки ниндзя она и была черная она не черная она была латинос дима неважно неважно в контексте подожди подожди после которой в штатах ты закрываешь свою компанию подожди это неважно в нашем контексте у меня возникает вопрос а нахера было ее делать я тут понял что я сейчас блять в такие дебри уйду что лучше наверное не стоит и на этой мы переходим к нашему следующему трейлеру который у нас ну интернету бомбануло ты видел дизлайки ты видел хотя здесь вот на конкретно потому что пикчерс новой зеландии не так уж и много я тебе могу сказать на самом деле прикол в том что как бы сам по себе трейлер выглядит неплохо да о чем и речь трейлер то хороший и стиль хороший и кастинг хороший и дизайн у всех вот например у черепашек дизайн вообще отличный вот но Эйприл вот понимаете Эйприл даже в 18 году в мультфильме она была такой что это все таки женская сторона такой женский взгляд и поэтому у нее была такая женственная внешность потому что она оттеняла собой толпу мужиков которая в общем-то была в франшизе здесь Эйприл такая что она может сказать что она мужчина ну потому что сейчас это модно и все купится а кто тебе сказал что там будет толпа мужиков извините можно я немного 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 забегу вперед Тимур правильный вопрос поднял я тут читал интервью Нила Дракмана и Крэйга Мэзина в GQ и там Крэйг Мэзин говорил что мы постоянно срались с Нилом Дракмана по поводу того каким должен быть сериал Last of Us но это не то чтобы я бы там сказал что типа все я хочу в сериале делать Элли пацаном нет мы по этому поводу не срались у нас всегда были обсуждали какие-то мелкие а я читаю это думаю а почему они не сделали Элли пацаном у интернета бы горело просто пиздец ну в любом случае короче на самом деле черепашки выглядят неплохо они выглядят почти что как знаете вот современная классная клевая такая стоп моушен анимация вот и в принципе как бы я бы знаете я подожду я может быть даже посмотрю я практически верно что мультик будет крутым и классным а про Эйприл мы просто забудем прям моментально потому что все упирается в а анимацию б шутки и ц интересно ли это смотреть взрослым ты абсолютно прав потому что про Эйприл мы забудем а вот про кого мы точно она не будет запоминающейся про кого мы точно не забудем это про новую русалочку господи блять боже мой сука но но давайте я начну начну с того что если помните тизер был хуевым все его хуесосили а вот трейлер оказался не таким плохим как в общем-то все думали но подождите подождите но аудитория в целом в целом восприняла не так-то уж и плохо да тимур именно поэтому 6 миллионов просмотров 108 тысяч лайков 539 тысяч дизлайков я тебе могу сказать даже если мы один к пяти ты понимаешь если сейчас закрыть полностью глаза на русалочку как таковую да вот просто не вовлекать этот вопрос потому что там нефть разлилась давным-давно да вот во-первых что произошло с гаммой трейлер просто убого колоризован он ужасно колоризован особенно особенно это видно когда там в трейлере они едут с принцем на какой-то там телеге и там свет типа светит абсолютно вырвиглазная колоризация абсолютно криповейший Себастьян который будет сниться мне просто как босс Дарк Соуса я вообще хотел сказать про эту отдельную штуку о том что во всех современных диснеевских фильмах лайв-экшен почти все животные вот это знаете такая максимальная реалистичность и типа ну вот прям бы что вот что прям вообще гиперреализм кому он нужен зачем потому что это предмет бомбежа просто ты читаешь в интернете типа а можно было львов не делать такими реалистичными а можно было чашечку делать не такой реалистичной а можно подсвечник блин не выглядел бы как будто это лсдшный три просто прикол хочешь по поводу краба на реддите обнаружили что вот конкретно этот данный вид крабов не живет в море что еще лучше ну то есть на самом деле это реально выглядит как какое-то прям идиотское решение потому что блин ну сделай ты их мультяшными у тебя что жопа что ли отвалится сделать мультяшными у тебя блин буквально русалка которая невозможна чтобы она существовала да сделай ты блин мультяшного фландерса мультяшного там этого подсвечник мультяшного льва в чем в чем проблема ну да а самое главное в этом трейлере если если просто его посмотреть таким незамутненным взглядом там иногда спецэффекты сделаны так что тело русалочки живет отдельно от ее лица это выглядит супер крипово и ты понимаешь что вообще это стрейт то дисней плюс но поскольку деньги уже вложены оно оно должно уехать в кинотеатры то есть что у меня есть другой вопрос Макс который задают в общем-то практически все женщины которых я видел в твиттере о том что русалочка это всегда было такой типа единственная дисней принцесса с которой могли себя ассоциировать рыжие девочки очень долгое время потому что если помните из Брейва рыжая девушка которая никто даже не помнит как ее зовут она особо сильно не прижилась слушай ну у нее тут около рыжей волосы скажем да дреды проблема просто в том что как бы рыжие девочки рыжие девочки они крашено рыжие а настоящие рыжие девочки хотят себя понимаешь хотят себя ассоциировать как бы вот они всегда всю жизнь хотели себя ассоциировать с каким-то принцессой у них была одна вот такая принцесса с которой можно себя было ассоциировать а потом тебе берут и говорят типа вы знаете мы тут взяли чёрную девушку, и нет, это не чёрная принцесса, которая типа там из принцессы и лягушки. Ах, да, мы её сделаем белыми. Ах, нет, не сделаем её белой. Нельзя, не можно такого делать, понимаете? И как бы вот у тебя вопросики начинаются. За что вы отняли у рыжих девочек принцессу, с которой они могли себя ассоциировать? Слушай, ну, зато чёрные девочки теперь будут себя ассоциировать. А за что у крабов отняли краба, с которым они могут себя ассоциировать? Тут вопрос... Я, кстати, недавно поймал краба. Вопрос ещё в том, что у меня нет какой-то там типа отторжения того, как выглядит русалочка. Мне, в принципе, наплевать на её цвет кожи, потому что, на мой взгляд, она должна хорошо петь. А то, что у неё глаза находятся... А рыба? А потому что рыба, всё, всё логично. Ну ладно, хорошо. Тут вопрос в том, что актриса Хэйл Бейли, которая играет русалочку, она, по крайней мере, петь умеет. Это уже хорошо. То есть она действительно поёт, и в трейлере она классно поёт, и замечательно. У меня проблема с этим фильмом вообще в другом. Нахуя нужен, блядь? Он просто не нужен. Зачем нужна киноадаптация мультика? Блядь, это просто так тупо, пиздец. Ну то есть если... Кэш грэп. Я понимаю, но это тупо. Ты берёшь, ты тратишь 200 миллионов долларов, зарабатываешь 800. Всё. Да. Или не зарабатываешь, как последние фильмы Диснея, знаешь? Чувак, с таким количеством дизлайков, Макс, я думаю, его посмотрит из ненависти. Это хейт-вотч будет, как с вельмой, которую на второй сезон продлили. Сто пудово, блядь. Это просто ужасно. Да, знаете, что ещё? Просто ужасно. Это на самом деле... То, как у нас абсолютно тихо на самом деле прошёл Оскар. Тихо? Тихо, нормально. Потому что тихо. Блин, весь интернет был просто вообще... Везде просто был... Я смотрел сегодня, когда Твиттер, когда смотрел медиа, вообще везде был Оскар. Абсолютно везде был. Давай мы с тобой условимся, что когда ты говоришь, я сегодня смотрел Твиттер, это должно быть осуждаемо обществом. Очень сильно, да. Ань, мы не должны тебя поддерживать в этих историях. Это суицидальные тенденции, конечно. Потому что я читал Твиттер, должно звучать, как я нырнул в чан с говном. И мне нырнул. Понимаешь? Ладно. Короче, пацаны. В общем, Оскар прошёл. И на нём довольно... Для меня, например, было неожиданно, что настолько неочевидный фильм собрал практически все награды. Потому что я знал, что он может что-то там собрать. Но не то, что вообще все топовые награды. Это фильм, за которым мы топили и много про него говорили в подкасте, который нам очень понравился. Это «Всё везде и сразу» с Мишельё. Я тут, извините, я разговаривал с матерью своей, говорю, посмотри, классный фильм. Тоже Оскар взял, «Всё везде и сразу на ГТС». Про отношение ребёнка с матерью. Мне не понравилось. Я говорю, а почему тебе не понравилось? Она говорит, «Ну блин, руки-сосиски, где это видано?» «Всё везде и сразу классное кино». Но вы бы дали ему вот прям Оскар? Назвали бы его фильмом года? Нет. Когда у нас есть баньши и не ширина какие-нибудь. Дело в том, что всё везде и сразу взял, мне кажется, награды на зло. Мне кажется, он взял награды, потому что, поскольку фильмов с чернокожими хороших в этом году не было, а «Чёрная пантера 2» совсем стыд, ну хорошо, будут азиаты. Давайте азиатам отдадим. Я согласен. На мой взгляд, даже «The Whale», который Кит и то больше претендовал на Оскар. Ну серьёзно. Да, он чисто как фильм интереснее. И в этом плане очень... Давайте порадуемся за кого, да? Порадуемся за Брэндона Фрейзера, потому что мужик просто вернул себе карьеру. Это офигенно. Знаешь, за кого надо радоваться? За мужика, который во всё везде и сразу мужа играл. Да, кстати. Знаешь, почему? Что там нашли картинку? Он же в «Индиану Джонс и последний крестовый поход» играл маленького пацанёнка, который с «Индиану Джонс» бегает. И там картинка, где Харрисон Форд, и рядом стоит он, типа, в виде пацанёнка. И написано, у Харрисона Форда нет Оскара, а у этого пацана есть. Да. Прико в том, что они же на самом деле даже умудрились обняться абсолютно так же, как они это делали в фильме. И чувак был настолько рад, прям видно было, насколько же он рад. В этот момент видеть Харрисона Форда, поцеловал его в щеку, обнял, говорил такой, что-то там кричал ему. Блин, это было так классно, на самом деле. Да, второй момент, за который я очень радуюсь, поскольку, опять же, ничего не напели в этом году нормального в Голливуде. Один Оскар получил наш любимый с ним фильм «Рядом ревёт революция». Это тот фильм, который мы советовали. Это индийский фильм. Индийский гипер-ультра-боевик приключенческий, просто не описывая. Которым просто так хуй сосят бриташек, прям любо-дорого смотреть. Вот серьезно. Прям ты смотришь, и душа радуется. А третий, за кого я рад, это то, что наконец-то у нас... Я всегда радуюсь, когда Оскар за анимацию получает не Pixar, не DreamWorks. Хотя у DreamWorks в этом году был хороший мультфильм «Кот в сапогах». Он действительно был классный. Оскар получил «Пиноккио», «Гильермо Дель Торо». Он очень клёвый. Я его в подкасте не советовал, но посмотрел. И самое главное, что вроде как, я могу ошибаться, но я так читал, что это первый стоп-моушен, получивший Оскар в основной категории анимации. То есть это первый кукольный мультфильм, который получил Оскар. И это очень обидно, потому что вообще это заслуживало куда больше лайка студиос, на мой взгляд. Да, согласен абсолютно. Кстати, там лучший иностранный фильм взял на Западном фронте «Без перемен». Вы смотрели? Да. Я не добрался. Это очень классный немецкий фильм, и у него просто не было конкурентов. Кстати, ты насчёт «Ваканды Форева» сказал, что типа... Они взяли Оскар за костюмы, и я просто уссался, знаешь. Да, но костюмы крутые. Да пошёл ты, классные костюмы. Нет, костюмы реально крутые. Костюмы там очень крутые, да. Только они нарисованы в половине кадров. Они сделаны руками. А там костюмы клёвые, да. А лучшие визуальные эффекты взял «Аватар. Путь воды». Ну, наверное, да. Я хотел отметить неочевидную награду, совершенную. Дело в том, что там отметили короткометражку анимационную, которая вышла в Apple TV+. Я вообще на неё откылся совершенно случайно. Она называется «Мальчик, крот, лис и конь». Да, посмотрите её. Она очень короткая, но она настолько добрая, настолько эмоциональная, позитивная и такая красивая, что если вы вдруг её просто пропустили случайно, потому что она вам не попалась нигде, посмотрите. Она очень приятная. Она идёт всего минут 20 или 30, что ли. Но она совершенно невероятно красивая и классная. Очень эмоциональная. Поэтому я очень рад, чтобы она получила Оскар. Я когда-то сегодня жене сказал о том, что, блин, а помнишь, мы с тобой смотрели вот этот классный мультик? Да, я говорю, он Оскар, он говорит, блин, как круто. Потому что реально мультик классный очень. Ну и под конец я могу сказать, что по одной из номинаций за лучшую операторскую работу абсолютную базу за день до церемонии выдал наш любимый Роджер Диккенс, который оператор 1917 Блэйд Раннера, где он сказал, что это, конечно, классная номинация, но в ней нет лучших фильмов в этом году. Потому что когда я узнал, в том, что там в номинантах на операторку нет Топгана. Топган, кстати, за лучший звук получил. Подожди, подожди, подожди. А Топган разве в этом году должен был получить? Да, ну в смысле, в правиле. Он за лучший звук получил. Да, да, да. А за лучшую операторскую работу его даже не номинировали. Это фильм, где компания Sony специально для съемок придумала особую съемочную систему, которая отсоединяет сенсор от камеры на специальном кабеле, чтобы можно было снимать внутри самолета без CGI. Ну, кстати, я вот смотрел, лучшая пиратская работа получил Джеймс Фрэнд на Западном фронте без перемен. А там какой-то супер-пупер... Нет, нет, там хорошая, красивая, аккуратная картинка, но не более. Давай. Ты должен осознать, что фильм Top Gun Maverick... Так, подожди, я сейчас не пропал у вас? Нет. Все нормально. Maverick, давай. Фильм Top Gun Maverick это как бы положняк, что он как бы есть, но его как бы нет. Чувак, он взял лучший звук, камон. Да. У фильма есть Оскар. Макс правильно говорит, что как бы, понимаешь, типа вот больше ни за что его нигде ничего не... Вот положняк такой, что это вон то говно для инселов, для вот этих консерваторов, для вот этих всех уродов, которые вот он собрал там 2 миллиарда долларов, говно сраное, да, понимаешь? Как бы вот сра... Больше нихрена ему не дать просто. И вы видели вообще Пуза, он же вообще стаентолог, понимаете? Да, и то же самое, кстати, с Бэтменом в лучшей операторской работе произошло. А Бэтмен, у него есть много проблем, новый Бэтмен, который с этим, с Паттисомом. Ну, блин, он снят просто очень красиво. Более того, там вот эта сцена погони на Бэтмобиле, до сих пор меня веселит этот факт. Вот Тимур особенно оценил. Знаешь, на что она снята? На Гелиус 44, блядь! У меня был. Да, у всех был Гелиус 44. Подожди, подожди, это что такое? Это советский китовый объектив, который шел с каждым зенитом просто. Мусорный, как грязь, его за 500 рублей купить можно. У него особая бакешка, которая как бы такой, по сути... Сукорму его, да. Знаешь, как она делается? Она такой, типа, окружностью вокруг объекта в центре размазывается. То есть ты можешь, например, взять и снять человека на фоне там листиков и солнышка, и они будут таким, по сути, как кольцом, таким как бы... Слушайте, ну, я от себя, вот от себя могу так побомбить. У нас в этом году вышли такие фильмы, как Фабельманы, классные. Может, не шедевральные, но классные. Это такой уютный, клевый Спилберг, которого я очень люблю. У нас вышел Тар, у нас вышел Банше. Окей, не хотите выдавать крупным блокбастерам, бог с вами, но Банше и Ниширина, охерительная драма, просто охерительная. Не хотим давать крупным блокбастерам, а Аватару дали. Ну, я не... Не-не-не, ты про технические номинации, я про творческие номинации сейчас, я про творческие. Актерская игра, режиссура, хотите давать, окей, дайте, я не знаю, Банше и Ниширина, охеренный фильм, дайте Фабельманам. Это вот кино про Голливуд, такое классическое кино про Голливуд, классное, которое очень любят. Оно немного самовлюбленное, потому что это автобиография Спилберга, но оно все равно очень прикольное. Вот. Тар какой-нибудь там, тоже это такая актерская игра, типа Кит против Тар, чтобы они там боролись. И нет ничего удивительного, что на этом всем фоне, ты знаешь, что это заголовки там, Оскар подрос в рейтингах, и все такие сразу, да, потом читаешь, теперь это третий худший по рейтингам Оскар в истории, ты такой, да. Ты знаешь, мне кажется, нужна какая-то новая премия. Да. Нужна премия, которая, по идее, должны бы учредить стриминги. Ну, то есть условный Netflix, Disney+, там, не знаешь, HBO Max, вот они все собрались и устроили свою какую-то премию. Как это произошло в игровой индустрии из The Game Awards, где у тебя просто, знаешь, Sony такая бабла немножко киля от слюнявила, Nintendo такая немножко баблишко от слюнявила, Microsoft такая, блин, ну раз все от слюнявили, мы тоже от слюнявим, такие хоп-хоп-хоп, все скинулись, и вместо E3 у нас есть TGA, да, ну то есть, вот тебе, пожалуйста, пример. Вот с Оскаром тоже что надо, потому что Киноакадемия, ну очевидно, блять, иногда просто очень странные фильмы играть. С Киноакадемией все очень просто, про это была написана очень хорошая статья у Загудаева в канале, он на нее ссылался, и, понимаете, вы думаете подсознательно, что Киноакадемия это некая такая профессиональная организация, которая там что-то ведает в кино, и особое право какое-то в нее попасть. В Киноакадемии сейчас 10 тысяч человек состоит, они все имеют право голосования на Оскаре. Вот, Киноакадемия там, когда уборщица на площадке имеет примерно столько же веса, как именитый режиссер в голосовании. И вот этот результат Оскара с тем же успехом вы можете выйти с блокнотом на улицу и опросить 10 тысяч человек. Ну давай, давай прям вот совсем уж так не опускаться, но напомним хотя бы, что Александр Невский тоже имеет право голосовать. Ну я, я конечно утрирую сейчас очень сильно. Чего? Да, Невский Киноакадемик, но да, это ты там. Дим, ну что ты начинаешь-то сразу? Я вот тебе могу сказать, что Александр Невский внезапно оказался очень даже неплохим человеком. Актером-то все так же. А вот человек он казался неплохой. Погодите, мы про одного и того же Александра Невского? Да, да, абсолютно того же. А почему он Киноакадемик? А потому что пошел. Короче, а со следующего года в Оскаре начнут действовать правила квотирования по дайверсити. И если вы обрадовались тому, что рейтинги подросли на 10% от нуля, вот, следующий год, я думаю, будет таким веселым, что Оскар еще проиграет какому-то второму сезону Last of Us, я чую, в прямом эфире. Нету тут ни хера про Киноакадемию, пошли бы в хер, блядь. Все, 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 в общем, такая вот история. Слушайте, давайте закончим грустные новости про Кино. Еще одной штучкой тут в Арайте, очень известное издание про Голливуд, пишет, что Дисней опять переобувается в прыжке на тему Звездных войн, потому что Звездные войны, это вот, сейчас сидит Лукас где-то там у себя на ранче и просто ржет во весь голос, потому что, когда Лукас скинул эту собственность Дисней, все говорили, нет, ну дедулька сдал, он бы мог, конечно, на ней еще долго бабла рубить, это ж такая непотопляемая франшиза. Но, если у руля Микки Маус, потопить можно что угодно. И вот Звездные войны прямое тому доказательство. Потому что эскадрилья из Гой от Пэти Дженкинс, она отправилась на полку, это был фильм, который должны были снимать, теперь его вообще не снимут. Пэти Дженкинс, напомню вам, что это та режиссерка, которая сняла в Вандер Уумен вместе с Гальгадотом. Это должно было быть продолжение из Гоя 1? Или нет? Да? Нет, это должно быть, нет, это вообще другое, это Rogue Squadron, это про ту эскадрилью, которую управлял Люк Скайуокер. Более того, фильм очень громко объявляли, что один из фильмов будет продюсировать Кевин Файги, Мистер Кепка, тот самый, который сейчас Марвел в говне купает. Они, видимо, боссы Диснея посмотрели, как там дела у Марвела, и до кучи отменили фильм Кевина Файги по Звездным Войнам из серии. Там и так плохо, не надо еще хуже. Ссылаются они при этом на занятость его, кстати. Ну, он занят киновселенной Марвел. Он топит Марвел, ему некогда топить Звездные Войны. Кстати, по поводу Марвела напомним вам, что сейчас ситуация сложилась так, что они начали массово отменять якобы внутри неанонсированные различные проекты, которые должны были делать и снимать, и напоминаем вам, что они как-то об этом говорили, но теперь они прям еще раз об этом много раз говорят, о том, что мы решили сосредоточиться не на количестве, а на качестве. И тут недавно люди подсчитали, что Марвел выпустил сериалов и фильмов за последние, там, что-то, по-моему, 3 или 4 года, столько же, сколько до этого за 12 лет. Вот. И, в общем-то, как бы, может быть, может быть, все-таки действительно стоило бы немножко притормозить коней, как бы, и не выпускать всякое говно, как бы, а там, взять и сделать прикольные фильмы. Хотя, я вот еще до сих пор не посмотрю Контоманию. И не смотри. Ну, подожди-ка, она же скоро выйдет, там, типа, условно, через, там, дней 30, там, да, как бы, так что, нет никакой Контомании. Марвелу после Мстителей Финал не было. Это все сон собаки. Я очень надеюсь на это, как бы, понимаешь, смотри, в комиксах очень легко отредконили всю эту историю. В комиксах у тебя в любой момент брала условная какая-нибудь вдова. Красная вдова только, типа, я уничтожил весь мир. Все, все сдохли, типа, и она такая приходит к какому-нибудь супер высшему божественному существу пятого уровня. Да, да, и тот обматывает время, да. Бля, пиздец. Не, он говорит, типа, а что ж ты такая мандат, там, взяла, все сломала. Он говорит, бля, ну, пусть, Раебалась. Раебалась, уничтожила, уничтожила все мультивселенные, короче. И он такой, бля, что будем делать? Она такая, ну, давай заново, ну, давай, короче. Туп-тыщ, все заново создалось, короче. Ах, да, в этой вселенной вижен жив, все жив, дети есть, а что там еще? Да вообще ничего не было, как бы, Атанас, да, Атанас, все нормально, короче. И, типа, начинаем новую арку комиксов с 2002 по 2011 год. ты же, ты же, про свежий слух, что они сейчас хотят Ultimate Вселенную, типа сделать киношную. Вот ровно по этой причине, что ты сейчас озвучил по тому же шаблону. Тимур, короче, инсайдер, я все понял. Да, короче, я очень надеюсь, что в какой-то момент они просто все отмотают, и приходит такой, знаете, Роберт Дауни-младший такой, ну что, сосунки? И ты знаешь, ему такой Боб Айгер просто дом из денег вывозит. Приходит такой тоже, ну что там у вас, пацаны? И такой этот, новый Капитан Америка, да нет, я Капитан Америка, вот такой Крисов. Нет, нет, капитан Америка, ты не понял, Капитан Америка везет вторую тележку с деньгами, новый в смысле. Просто, знаете, и так приходит Скарлетт Йоханссон, такая, ну, ну что там, пацаны у вас, короче, а кстати, если что, я сейчас не шучу, потому что, якобы, обсуждаем со Скарлетт Йоханссон, два проекта, со Скарлетт Йоханссон и с Крисом Эвансом, в которой будут, якобы, в каком-то типа там, или другом таймлайне, или это типа будет, их прошлое там, или еще что-нибудь такое, обсуждаются, потому что, видят, что, ну, как-то не очень идет, вот, я очень жду, что что-нибудь с Робертон Дауни-младшим все-таки анонсирует, как бы, будет все круто. Так, пацаны, ну, давайте мы, обсудили, что мы посмотрели, из трейлеров, из, там, наград из всего. Давайте просто, Димка, давайте читаешь донаты, а потом мы переключимся на впечатление. Замбарь, знаешь, нам 10 долларов, только я боялся начнется с подкастовой ломкой, придется смотреть КВН с Гуфовским, а тут вы и спасибо, что вы есть. Спасибо, братиш, спасибо. Это все. Да? Все, старайтесь, парни, не бойтесь, на донаты сегодня. Да, 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 добавите мы на донат на стримах, а на подкастах мы подкаст ведем. Слушайте, Димка тут постримил в Телеграм, как бы это ни звучало, постримил вам в Телеграм, кто пропустил, тот пропустил, бету шутера The Finals. Это новый шутер, от создая фри-то-плейный, кстати, от создателей Батуи, который, в общем-то, вошел сейчас в стадию закрытого бета-теста, поэтому пришлось пойти в Телеграм. Ну и ничего, Димка, как оно? Давай, рассказывай. Ну, во-первых, история с закрытым бета-тестом оказалась хернёй собачьей, оказывается, её можно было стримить, поэтому вся эта история со стримом в Телеге была абсолютно бессмысленной, надо было стримить на YouTube, и не бать себе, можно? Флексану. Да, но что поделать, умеем, практикуем, вот так. По поводу самой игры, давайте, вот абстрагируясь от её, скажем так, киберкотлетной направленности, потому что, ну, говоря откровенно, игра рассчитана на шестерых, то есть у тебя на карте три человека, точнее на девятерых, у тебя три команды, по три человека в каждой. Обожди, я сейчас только что на стриме увидел, что оказывается, команды четыре. О, кстати, помнишь, что орнамент, который уже был побольше. Четыре команды, по три человека в каждой, вот так. Двадцать четыре человек, короче. Нет, четыре умножить на три, будет двенадцать, Тимур, да. Двенадцать человек, короче, на карте. Карта не очень большая, скажем честно. То есть, несмотря на то, что она там от создателей Battlefield, нет таких масштабов, как в Battlefield, нету здесь. Это чисто как было в десматчах в Battlefield 3, условно. Да. И основной, как это, геймплейный режим, который там есть, это режим кэш-аут. В чем история? То есть, вы команда из трех человек, добегаете до одной из пяти точек на карте, на которой лежат бабки. Вы забираете эти бабки, несете их к специальной кассе, в которую их надо засунуть, и ждете, когда эти деньги окончательно засунутся. В этот самый момент, всем остальным участникам боя на карте, да, показывается ваше местоположение. И говорят, что вот на этой кассе чуваки сейчас вытаскивают деньги. И вот, если вы достаточно суровый для того, чтобы пойти эти деньги отобрать, можете туда пойти, перебить эту команду и забрать эти денежки себе. То есть, это напоминает немного те режимы, которые были в девишке. Помните? в Дивижн не были-то историях, что тебе надо было в темной зоне. В темной зоне, да. Да, да, точно, точно. Только там ты лут, как бы, вытаскивал, да, который тебе потом пригождался. И вертолет. А здесь ты просто, по сути, деньги вытаскиваешь. Побеждает та команда, которая вытащивает больше всего денег до того момента, когда матч закончится. Собственно говоря, с геймплея, на точке зрения, это не очень интересно. Ну, то есть, как бы, это не самый прикольный режим. Я очень надеюсь, что в Файнлс будут какие-то другие режимы, потому что конкретно этот мне не очень нравится. Но в чем основная фишка игры? Во-первых, тотальная разрушаемость всего. То есть, это игра, в которой, если у тебя достаточно С4 и достаточно там условного гранатомета, можно буквально обрушить дом. Е-е-е-е. И то есть... Причем не заскриптованную, какую-то типа там стеночку в какой-то маленькой одноэтажной хибаре, а, блин, огромный офисный дом можно обрушить, да. Да, соответственно, с этим у всех персонажей есть разные перки, которые с этим борются. Беру одного из персонажей есть такая типа пушка, она напоминает немного пенную пушку из Прея, где ты просто пеной, по сути, эти дырки затыкаешь. То есть, взорвали у тебя стенку, сквозь которую тебя видно, ты просто пеной ее запенил. И это выглядит очень странно местами. И я уверен, что шутер, когда выйдет, в итоге эта история будет очень популярна среди стримеров, знаешь, потому что типа ха-ха, вот подборка, как я там круто-клево обошел, как я там круто-клево через там три прострела десять, там, не знаю, дырок понаделанных заранее, там, типа, убивая чувака на другой стороне карты, это реально очень круто. То есть, это сделано прикольно. Почему такие разрушения вообще стали возможны? Почему их не было, в Баттлфилде? Потому что они всегда выполнялись на клиенте. То есть, на вашей консоли, на вашем ПК, на чем-то еще и так далее. Соответственно, разные клиенты по-разному получают информацию. То есть, когда ты играешь в мультиплеерный шутер, ты знаешь, что есть такая вещь, как серверный пинг. То есть, условно говоря, у тебя информация от того, что разрушилось, должна дойти до сервера, потом вернуться обратно к клиентам, а, допустим, играет, там, не знаю, 64 человека на карте, надо каждому из них объяснить, что вот тут вот у нас сломана стенка у дома и так далее, и тому подобное, это было сложно сделать. А The Finals это решает проблему очень просто. Все вычисления по разрушаемости происходят на сервере. Ну, круто, кстати. Это то, о чем Microsoft когда-то давным-давно рассказывала в Crackdown 3, да, от чего они в итоге отказались, но там тоже, помните, показывают, что вся мощь Xbox One будет направлена на то, чтобы там, типа, просто всю карту раскатать труху благодаря Азуру, спасибо ему большое. В итоге в игру это так и не попало, потому что, ну, очевидно, это было не так слишком сильно нужно к рэкдауну. Но вот в Finals это работает. Я практически уверен, что когда игра выйдет, все это будет хуево работать и лагать, потому что их сервера явно сразу от этого пострадают. Но в той бете, в которую я играл, всего этого не было. То есть, она работала просто идеально, никаких проблем с геймплеем, никаких проблем с разрушаемостью, огромное количество тактических возможностей. То есть, с точки зрения мультиплеера это просто охуенно. Мне очень понравилось. Ты заметил, что они сделали решение довольно интересное? Они полностью отключили Fall Damage. Да. И, по сути, игра сама собой, с точки зрения сюжета, представляешь, что такое? Что ты, ну, типа, персонажи играют в виртуальную игру в VR. Да. И поэтому, типа, там, возможно, все. Ну, то есть, они, по сути, этим объясняют в сюжете, что у тебя люди воруют бабки, виртуально распадаются на фигурки на бабло, что эти же персонажи, как бы, у тебя, там, типа, какой-то непонятной хуйней занимаются, что они не падают от Fall Damage, и вообще все это не в заправду. И самое главное, что я думаю, что именно этим, в том числе отсутствием вайланса, ну, то есть, у тебя нету крови, там, кровь кишки распределяется, ничего этого нету. Я думаю, что именно этим они себе прокладывают такую жирнющую дорогу в сторону подростков в эту игру играли, как в Fortnite, по сути. По факту так и есть. Слушай, там в бете уже есть магазины, в которых тебе продают скинчики такие, знаешь, а-ля Fortnite'овые, там, с приколами. В виде панды какой-нибудь, там, лисички. Ну, типа того, да, да. Это выглядит, ну, смешняво. Ну, то есть, как бы, ты такой, а, ну, понятно. То есть, на серьезных вещах никто шутер не делает. Это не батлфил. Ты же понимаешь, когда у тебя чувак ходит с реально настоящим автоматом, типа, стреляет другого человека, скупту, а это все виртуальные реальности, это, смотри, я в панду стреляю, он на денежки распадается, а из него остается фигурка. В любом случае, она более реалистична, чем Fortnite. Fortnite мультяшный совсем, а это такая, типа, ну, окна. Тут, знаешь, тут гибрид... Это литер ли батла, который буквально, чуть ли не почти, что на движке батлы сделан, с анимацией батлы. На самом деле, визуально она напоминает гибрид батлы, и знаете, чего неожиданно? Overwatch'у. Ты не знаю, на Overwatch'у мало батлы. Я бы не сказал так. Она похожа на Overwatch в плане интерфейса, в плане шрифтов, в плане работы с цветом, а в плане именно Art Direction'а она похожа на батлу. Тут я с Тимуром согласен, у нее очень фростбайтовская картинка, ее очень сложно с чем-то перестать. Чувак, там анимации прямо из батлы. Нас спрашивают, это фри-то-плей? Пока не ясно. Но вообще, по слухам, это фри-то-плей будет. Ну, я могу сказать так, если эта игра выйдет и внезапно станет популярной, не удивляйтесь. Вы, во-первых, не удивляетесь, во-вторых, я уверен, что у создателей следующего Battlefield'а, скажем так, сразу прибавится работа, потому что внезапно надо будет сделать хорошо, а не так, как раньше. Ну, вообще, я скажу так, что игра выглядит как такой типа солидный апгрейд идеи Battlefield Hardline, который взяли, помножили на как раз-таки Overwatch, и получили вот такое типа некое что-то усредненное между Battlefield Hardline и Overwatch'ем, и у тебя получилось вот что-то такое вот. Да, классный актер, мне тоже понравился. И, как бы, да, Battlefield Over... Это же реально Battlefield Overwatch, как бы, да, поэтому тут вот ничего не поделаешь. Но, блин, выглядит реально круто, и я рад, что у Embark, на самом деле, целых две игры довольно прикольных, потому что я напоминаю, что у них еще есть своя вариация такого условного Monster Hunter'а, и они ее тоже параллельно делают. Короче, в этот раз ветераны смогли, что тут сказать. Да, поэтому, если честно, я жду, если выпустят на PlayStation 5, как бы, или там на свече, или позволят без сраного изи-античита запустить, блин, где-нибудь там, типа, на нормальном, маке, блин, я буду только вообще, вот, я буду в экстазии, прям, я очень хочу поиграть. Мне так понравилось, что, что я видел у Динки, что мне прям очень хочется поиграть. Слушайте, нам Варенчик занес 5000 рублей, парни, поздравьте, у меня паспорт ЕС получен, теперь занимаюсь релокейтом, по планам через пару месяцев начать заносить вам в кронах, или в небо? Блин, чувак, объясни мне, пожалуйста, как ты получил паспорт ЕС, а теперь занимаешься релокейтом, обычно это работает в обратную сторону, ты сначала релокейтишься, 5-7-12 лет живешь, а потом... А может он довозит просто кота, там, я не знаю, PlayStation, еще что-то. Блин, чувак, слушай меня, пожалуйста, напиши нам на e-mail, как это сделать, ну, кроме вот этих реклам, за два года паспорт Словении всего 10 тысяч евро, как бы, блин, я про это слышал. Короче, поздравляем тебя, реально, очень классно, да. Слушайте, я здесь, Димка тут убежал, он потом поменяет на экране, я здесь поиграл в инди-игру, от создателей достаточно прикольного градостроительного симулятора Industries of Titan, она как-то прошла мимо меня, она называется Phantom Brigade, и Phantom Brigade, это очень прикольный гибрид тактики и чего-то своего, это игра про меху, где вы большими роботами управляете и убиваете других больших роботов, и если сравнивать, это что-то в духе Front Mission, если вы помните Front Mission. Вот, и прикол Phantom Brigade, помимо визуального стиля и разрушаемости, когда там робот проезжает сквозь дом и дом рушится, это то, что она сделана в режиме не пошаговом, классическом пошаговом режиме, как вы привыкли. Игра говорит вам в своем сеттинге, что типа ваш робот может предсказать ближайшие 5 секунд боя, 5 секунд ровно. И что это значит? Это значит, что вы можете расставить действия робота на ближайшие 5 секунд и отмотать, посмотреть, как будет вести эти 5 секунд ваш враг. И вы можете фактически, как будто это монтажный редактор, на таймлайне расставить вот эти вот фазы стрельбы, фазы бега, а потом, собственно, проиграть и посмотреть, что у вас получится. При этом в игре есть все вот эти вот фишки тактики, что там есть точность, разрушаемость, прокачка. Можете своих роботов собирать из запчастей, которые у вас там выпадают в результате каждого боя. Но свежесть всей этой истории дарит именно вот эта механика таймлайна, что вы на таймлайне расставляете действия и можете посмотреть их заранее. То есть заранее... Она пошаговая, да? Она пошаговая, да, но только тут не ходы в классическом понимании, а действия на ближайшие 5 секунд, понимаешь? И ты их раздаешь всем юнитам одновременно, что дает тебе вот этот вот тактический простор, которого нет других игр, где ты по ходам, типа там один сходил, второй сходил, один сходил, второй сходил, а здесь ты, допустим, у тебя 4 робота или 3 робота, и ты им сказал, этот прикрывает, этот заходит с фланга, а этот начинает палить и отвлекать в лоб. И таким образом получаются очень зрелищные и неожиданно динамические для походовой... для походовой игры бои. У нее есть только один минус, там нет нормальной сюжетки, там все процедурное, ну, то есть как во многих инди-играх, но вот эта вот свежесть, она очень классная, если вы любите тактические игры, если вы любите меху, я вам ее очень советую. Она есть в Steam, и она вышла из раннего доступа, собственно, она попала в релиз, я ее так и заметил. Стоит она относительно недорого, и самое прикольное, что я думаю, это идеальная игра для Steam Deck, вот прям идеальная игра под Steam Deck какой-нибудь, или на ноуте в нее нажимать. Вот. При этом, при всем, Phantom Brigade сделана очень хорошо, то есть я уже отвык, что инди-игры бывают не только, вот они тебе механику продают, они просто красивые, классные. Это игра, где большие роботы клево пиздят друг друга, как будто это аниме. И единственное, что хочется, я очень надеюсь, что они патчем добавят, очень хочется кнопку реплей всего боя. То есть, чтобы ты не предыдущий ход посмотрел, а все сражение, когда бой закончился, это было бы очень классно. А в остальном, моя горячая рекомендация, если сохните по фронт-мишину, если сохните по тактике, если хочется что-то интересное попробовать, вот прям самое-самое то. Интересно, на маке-то вышло? Наверное, не знаю, не могу проверить, слушай, надо проверить. Придется смотреть. Да? Так, ну что, пацаны, дело в том, что я хотел вам в очередной раз посоветовать детектив, где, знаете, типа со смыслом, да, тут вышел, так скажем, фильм неожиданный, который, знаете, прям, просто играют крутые актеры, просто крутая картинка, на Apple TV Plus, ну, я такой, типа, там, смотрю, так, фильм, ну, вроде прикольный, что за фильм, так, шарпер, ага, русская версия называется, острее, называется аферистый, просто я, я не видел, что он назывался, ну, как он назывался, на русском языке, но я видел, что он называется шарпер, а я такой, ну, острее, окей, хорошо, картинка вроде симпатичная, актеры крутые. Как будет маленький, тонкий маркер, который пишет, по-моему, шарпи, да, или как-то так? шарпи, короче, шарпер, в чем прикол, что, типа, когда ты говоришь шарп, шарпер, шарпест, это, типа, превосходная степень, там, и сравнительная степень прилагательного, но шарпер, оказывается, шарпер, это слово, которое существует в виде существительного, то есть, знаешь, то есть, типа, знаешь, райтер, райтер, шарп, шарпер, шарпер, короче, шарпер, условно, да, короче, что-то изыдишь, так вот, аферист это на английском языке то есть вот прям прям вот по-настоящему аферист и про это говорится прям сам начале фильма короче у тебя говорится то типа то шарпер типа там это типа человек который лифт бай и байки зует вот так скажем вот и ну такой типа сидишь и смотришь фильм который происходит в ряд несколько в глав так скажем который прямо четко отделены и первым делом ты замечаешь что ага а24 ага нихрена себе как красиво он снят ты просто такой ебать там такие кадры ну то есть фильм снят как будто вот помните как какого-нибудь условного там типа драйв или неонового демона у у винга у винга как его там-то у рёвна блин вот фильм снят очень похож на рёвну прям местами прям реально как будто рёвна блин он очень красивый прям охренеть какой красивый и соответственно у тебя совершенно в офигительных ролях во первых я забыл как зовут чувака который играл баки друга капитана америки в марвеле у него здесь отличнейшая просто шикарнейший роль себастин стэн ты имеешь ввиду себастин стэн он прям отлично сыграл ну и соответственно джулиан и мур тоже очень крутая роль и это по сути сказка в нескольких главах об аферистах которые каждый из которых запутывает свою собственную игру свою собственную петлю и они как бы потихоньку приходит к некому там финальному так скажем то там там заключению климаксу такому мне очень понравилось потому что несмотря на то что как бы там вполне все ожидаемо под конец где-то на типа 80 процентов фильма я поставил на паузу сказал жене сейчас произойдет вот это вот это вот это вот это вот это вот так это не не может все происходит вот прямо ровно четко я такой да угадал но сам факт того что у тебя довольно интересная история рассказывается которую ты не сразу может быть понимаешь но как бы какой-то момент и действительно ее там раскусываешь быстро но как бы как она показывается как она заплетается что в ней происходит довольно прикольно чем же не понравилось сюжет довольно несложный дело в том что девочку наркоманку которую буквально там типа паудо еле-еле выходит очередной кандидат в обороте да короче берет чувак для того чтобы поучаствовать в аферах и всему ее обучает и эта девочка занимается тем что как раз таки обманывает чела на то чтобы выманить у него деньги это одна из ряда ряда так скажем запретили заплетающихся петелек которые впоследствии должны быть что ты заплетаешься пытаешься пытаешься вот так раз типа и у тебя получается куча ниточек такая в руке ну вот и вот это только одна из них но но в каждый из этих глав происходит что-то интересное необычное и классно раскрываются герои и опять же вот это сейчас типичная любимая тема голливуда когда не все так однозначно и как бы а давайте посмотрим на это с этой стороны а потом с этой стороны а теперь вот с этой стороны короче и так далее короче если вы хотите классные прикольный фильм аля ферра томаса крауна такой типа прям детектив чик с прикольным интересным необычным концом снятый очень красиво и с довольно классным саундтреком то прям фильм вообще я дико советую поэтому детектив чик на ведь на вечерочек прям просмотр тоже добавляю watch-лист пока тут тимур рассказывает слушайте мы там кто-то мясо поел ребят да я тут я тут короче на неделе зашел в проклятый старый дом вот а если если песня киша которого знаете да у меня киш на трех кассетах машине постоянно чтобы ты понимал потому что у меня есть еще не на вижу король что я считаю что я считаю что киш это важная веха в культуре молодежи в россии нравится это или нет это другой вопрос мне вот например не нравится рэп но это мои проблемы и короче говоря без лишних таких и кивоков кинопоиск выпустил сериал по королю и шуту сейчас вышло несколько серий да я могу так сказать шедевр ли это нет конечно это просто хороший сериал он очень качественно снят он реально очень круто снят он очень прикольный в плане структуры мне очень понравилось как они вообще в целом взяли заход на этот боёпик как формат но сильнее всего мне знаете что понравилось есть проблема с боёпиками про музыкантов очень часто боёпики про музыкантов когда делают их делают в кругу друзей этого самого музыканта и поэтому когда боёпик выходит он получается очень сахарным это была проблема например с фильмом про queen там был такой идеальный фредди меркьюри который на самом деле не ебался в жопу с кем попало который на самом деле не злоупотреблял наркотиками был такой показано да господи как там это показано это показано очень хорошо показано потому что потому что у руля стоял брайан мэй и у него есть эта история с тем что он что там отлично показали что что он достаточно сильно оберегает образ меркьюри это его право но окей я согласен очень сильно сгладили очень сглажено очень король и шут не имеет этих тормозов несмотря на то что в его создании принимали участие родственники горшка горшок здесь реально отбитый просто пиздец чем он отбит в самой первой серии то есть сразу что этот человек не доживет до 30 это прямо сейчас сразу понятно просто с первой же серии потому что он бухает он колется он постоянно блюет какая-то хуйня с ним происходит и постоянно бычит на всех то есть у него у него даже идеальный панк просто получился да 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 то есть здесь показан король и шут в том плане что ты понимаешь почему у них такое творчество посмотрев эти серии и ты понимаешь почему она вот именно вот в таком виде они в каком-то еще и в этом плане сериал на самом деле хорошо справляется хочу отметить конечно что глава исполнитель главной роли вот который играет собственно конкретно горшка он на него визуально даже похож да это отличный кастинг на мой взгляд потому что остальные ну так знаешь с натяжечкой с натяжечкой похоже на своих прототипов но конкретно дайте поскольку зовут кстати константин плотников до константин плотников он реально похож на горшка просто он выглядит как горшок стоит ли вообще это смотреть смотрите если у вас вы не испытываете какой-то там типа не знаю вот я например испытываю иногда ностальгию по 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 дням когда я учился в институте и бухал просто знаешь с утра до вечера что называется и мы тогда и слушали и киша и там типа и ариу и всех этих наш говно рокеров и так далее я иногда испытываю строки если вы не испытываете такой ностальгии наверно не смысла смотреть вообще нет никакой потому что это такая история которая в которую на скажем так надо инвестировать свое внимание она не не универсальная согласен зима требует от вас некий некого багажа наверно да и во первых во вторых там часто звучат песни группы ну что логично мне знаешь что напомнило есть боёпик который снимали по моему в прошлом году он называется пистол типа пистолет на самом деле это секс пистол типа боёпик группы абсолютно то же самое тоже мы мы рок-группа которая типа не формалы мы бухаем типа колимся не доживем до 27 потому что клуб 27 я напомню такой мем да что типа рок-музыканты не доживают до этого времени потому что торчают абсолютно все приходит девушка которая типа сейчас развалит группу потому что нашептывает на ухо там другому солисту что типа он классный а то второй солист он мудак ёбаный чек что называется то есть все это есть и самое смешное что все это реально было короче короче не знаю папа по моему это хорошее шоу просто ну что называется как правильно дима отметил если вам насрать на киша если вам весь вы просто это пропустили наверное вам на это насрать а если вы как-то в этом вот в свое время в это вляпались по своему желанию или по любви очень советую шоу реально крутое и насколько я знаю это лучший релиз кинопоиска нам пишут что ози с тобой не согласен ну блин ози ему повезло остановился я бы сказал то остановился ну да он же живой все еще а группа металлика как бы у них вообще все хорошо металлика это не дипи шмот чего никто что хорошо ты не понимаешь ты вообще не понимаешь что такое панк-рок что такое говнарская эстетика чувак ты просто этого не знаешь ты думаешь что металл это это говнари нет ни хера подобного вообще вообще ни разу говнари это говнари братан и тут история не в том что мы там как-то с негативной точки зрения там вот говнар нет это просто называется были так так люди называют друг друга я в жизни повидал много говнарей у меня были буквально одноклассники которые прямо были приверженцы богов на русского искусства не паши это и ты прямо смотришь и такой типа говоришь чувак ну зачем можешь все это нет ты не понимаешь это все неважно да мы сейчас будем углубляться в эстетические истории тимура хотя вот если так подумать с точки зрения условно горе вечности потому что это смотри это объясняется в первой же серии короля и шута в первой же серии тебе объясняет историю они приходят в как это назвать филармонию и ссорятся там смело с местными этими скрипачами и ну и кто там как сказать который филан в симфоническом оркестре которые играют да и чувак объясняет вот мы делаем там пангруппу у нас пангруппа типа мы играем там типа рок а рок это классно и так далее и того подобное а им чок играет нет мы играем классическую классическая музыка отдастся в вечности и она будет популярна типа всегда черти горят но ведь и рок тоже популярен всегда так вот я тебе могу сказать чувак с точки зрения искусства киша будут вспоминать потому что в нем есть тексты какой-нибудь лоуфай бит вряд ли ты будешь напевать будучи бухим в компании а тексты условного короля что знают все про цоя хотя он умер хуй знает сколько знаю тоже абсолютно все и какую звезду по имени солнца люди до сих пор поют и перепевают понимаешь по корейском так что с точки зрения влияния на мир рок-музыка имеет гораздо большее влияние чем твоя электроника это так работает ну то есть к сожалению так работает история а по поводу объяснение этого тебе не понравится в смысле что она более популярны почему это да почему именно так происходит сейчас сейчас пойдет вот это вот вкусовщина который тут вообще не надо если говорить про сериал сериал классный советуем его с парой вот этих сносок на кинопоиске он лежит и я думаю если вы даже не смотрите кинопоиск но у вас есть яндекс плюс вы можете его спокойно посмотреть хорошем качестве важный момент про который макс не рассказал это не просто боёпик то есть это не история про точно она там тоже есть да что история вот есть условно говоря группа она там приходит на какие-то вершины потом ее с этими с этих вершин скидывают там ну и так далее там подобное да это классическая история для боёпика особенно музыкальной группы это в каждом более в каждом боёпике это есть и в пистолс и его мы уже сегодня говорили про квин да и там и куча всего это все есть ракетмен условно и всегда было да ну то есть это классическое то как это подается боёпик в чем плюс этого сериала в то что те в самом начале объясняют почему король и шут популярен то есть почему не популярны другие например пангруппы даже которые собирают больше стадионов например да там прочее потому что один их солист и и создатель группы хотел рассказывать истории типа сказки а второй хотел отрываться бухать и там не заколоться герычем понимаешь вот так именно на этом контрасте вся история и держится то есть ты можешь быть говнарём и колбасится поток как они там на гитарах играют а можешь быть девочкой с тонкой организации которая знаешь там типа слушает сказки да слушает сказки у неё там типа просто все вся помада по лицу размазана потому что ну типа грустная история про там не знаю про охотника какого-нибудь который в монстр превратился и всех сожрал этому объясняется феномен этой группы и ничего подобного в панк-роке больше нету есть группа мисс фитс которая в принципе похожа и которая точно такая же тоже типа панк-рок тоже мы там типа рассказываем какие-то истории но конкретно в россии таких групп можно по пальцам одной руки пересчитать их не так много в основном там не знаю панк история это когда ты поешь о том как знаешь как о чем современные рэперы поют да вот примерно то же самое то есть я ебал эту шлюху я заработал кучу денег мой член больше чем у другого что там а я купил ламборгини все вся история ну то есть вот конкретно здесь тебе объясняет в чем феномен группа король шут и второй момент который довольно важный в контакте в контексте того как боёпики вообще подаются здесь боёпик разделён на две половинки в одном тебе рассказывают о том как группа шла к становлению и как у них там были какие внутренние конфликты кто уходил из группы кто приходил там и так далее и того подобное а второй момент это где тебе пересказывают их песни но в виде сказки то есть условно говоря там есть момент когда в группу приходит девушка ну она как бы соблазняет одного из вокалистов и с ней начинаются вот эти терки знаешь это которые бывают обычно в музыкальных коллективах и тебе показывают как это было бы в условном таком волшебном мире то есть они идут по лесу и попадают в такой такой типа феи которая такая паучиха знаешь типа шелоп из гласили на колец да 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 плетет свои сети да нет у тебя сразу срабатывает шаблон а значит она будет сейчас пакостить группе так и происходит это такой блин классно и поэтому создатели не называют то что они сделали боёпиком они называют это панк сказкой то есть такая типа история хочешь смотри про говнорей хочешь смотри про сказку в которой там происходит и там типа история когда например там главный герой заходит в какую-то деревенскую избушку и там у мучевак говорит ну типа множество историку желаешь расскажу целом это прикольный подход то есть вам может быть насрать на король и шут можно смотреть ради этого но если вы обладаете вот какой-то такой ностальгической историей которые которые не знаю я вот например испытываю я пока по отношению к роли что еще некоторые песни наизусть их помню хотя прошло уже хуй знает сколько лет когда я послали расслышал киша но и мне прям интересно стало мне зашло мне интересно чем все закончится хотя и так знаю прекрасно чем все закончится ничем хорошим она не закончится но это классик поэтому я считаю что надо посмотреть ну то есть мы с максом советуем тимур не советуют но а вот кстати хорошо например же не смотрел тимура тимур знаешь типа не смотрел на осуждаю знаешь знаешь там хорошо пишут что идеальный вариант да если подобный же боопик будет снят по группу сектор газа тебе насрать на сектор газа и ты не ослуживаешь сектор газа вот я считаю что сектор газа вот это реально феномен чувак это блять одно это это группы одного порядка по влиянию да давай еще про красную плесень поговорим нет вот как раз смотри красная плесень стоит особняком почему потому что красная плесень эта группа скажем так пародийная то есть она она не играла песни под которую ты мог на сельской дискотеке там танцевать такого не будет под сектор газа болеть легко до сих пор ты знаешь сколько под песни сектор газа было поломлено черепов убиты людей и так далее и что на сельской дискотеке что это песня это песни буквально типа агрессии прочитал что у горшка было восемь клинических смертей получается он как код в сапогах девять жизней а потом рип по-настоящему я думаю на этом можно на шотов и закончить приходит шут и такой говорит я представляю собой смерть не в метафорическом смысле а у меня буквально финальная такой типа штука совершенно отвлеченный но каждый раз когда ты говоришь слово боёпик в моей голове вспоминается никнейм очень всратой блогерши которые звали за что провалил сейчас биографии эпик как бы назвал месте да я все поднимаю вспоминать это понимаете у тебя у тимура просто живой журнал играет в одном месте варенчик отправил нам 5000 рублей парни позже я уже зачитывал ганну лоджи правом 500 рублей гайс удачи люби по репатриации получил dark on гражданство это видимо dark on это с правом вернулся вчера в россию смешанные чувства поскольку начал процесс год еще назад рад очень поздравляем тебя рашка поздравляю то молодец бро да да сушки диму тут посмотрел неожиданный египетский сериал где мы-то как вообще взял в египте сериал называется комната 207 и на mdb нету из него скриншотов твою мать придется рассказывать ну давай номери в гугле просто типа там типа туда там тебе шоу египет типа того короче история в следующем вы помните у стивена кинга был роман который тоже экранизировали которым была проклятая комната в отеле да 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 там еще к юсак играл да точно помните да 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 я очень давно 14 чего-то там да короче в египте есть как сказать стриминговый сервис который называется шахид по тонкой дорожке сейчас пошел у них тоже есть оригинал ну то есть как бы взрывные премьеры до типа премьера как у нетфликса знаешь вот есть нетфликс оригинал это есть шахид оригинал вначале играет алили аль саварим да взрывная премьера недели короче история в следующем если вы смотрели вот то тот фильм по стивену кингу как же он блять назывался комната 14 412 комната точно да вроде как да там я помню что это комната номер чего-то там короче если вы смотрели это вы примерно понимаете про что будет комната 207 это сериал про отель в котором происходит какие-то свои там терки между сотрудниками в которой устраивается новый портье которого зовут гамаль и он устраивается в отель потому что предыдущий портье покончил с собой ну собственно говоря отель переживает не лучшие времена и в нем есть комната 207 поначалу никто не знает что происходит комнате 207 но чем происходит мы сейчас объясним гибает шумы и сейчас объясню первой же серии значит заселяется в комнату 207 некая женщина и этот гамаль с ней он главный герой он с ней общается значит вот обыкновенная женщина то есть ничего такого с ней не происходит и она начинает вас прошло его прошлом типа а скажи мне гамаль а ты развелся с женой да а почему ты с ней развелся а я вот на самом деле психологом работаю и я хороший психолог я знаю точно совершенно типа почему ты жена развелся начинает ему в кладе факта его жизни которые он ей не рассказывал соответственно как это за плот тикенс да то есть сюжет продолжает закручиваться в какой-то момент гамаль понимает что эта женщина не существует в реальности она репрезентация как на сущность или да она репрезентация его мыслей которые появляются когда он заходит в комнату 207 понимаешь соответственно в каждой серии этого сериала происходит разное потому что разные постояльцы заезжают в эту комнату то есть комната как бы представляет собой некое такое проклятое место в котором нет какого-то определенного призрака или полтергейста но которая влияет на жильцов которые там заселяются вот так я посмотрел четыре серии я могу сказать так во первых египтяне научились снимать кино комнаты 207 снято очень круто то есть прям там эти холлы этого отеля пролеты камеры все ну то есть все это сделано классно то есть прям вот ты ты понимаешь что снято хорошо во что египтяне не научились к сожалению это в актерскую игру потому что местами ну прям пробрали по объявлению понятно да то есть если главный герой еще куда не шло ну то есть нормально то в целом наверное лучше смотрите стивена кинга ну серьезно то есть как бы ничего такого прям супер пубер вы не пропустите такая экзотическую историю типа если вдруг что-то хочется необычное посмотреть то может быть и попробовать можно да если вам хочется посмотреть какой-нибудь хоррор то в целом наверное нормально ногу меня хватило на 4 серии потому что некоторые серии ну буквально проходные ну то есть первая серия нормально вторая не очень там третья хорошая там четвертая получше и так далее но в целом есть хорроры лучше и здесь наверное я согласен с тем что вот на кинопоиске стоит оценка 67 я бы поставил шестерочку ну то есть такой сериал который ты наверное можешь посмотреть из любопытства того как типа как снимают в египте сейчас но ты ничего не не пропустишь если не посмотришь его то есть это такой проходной хор в целом знаешь еще что напомнила может помнишь была американская история ужаса american horror story вот что они каждый раз разные в каком-то из сезонов был сезон про отель совершенно точно да там или дико был был сезон про психушку был сезон там еще про что-то я говорил сезон про раноки и это был пиздец мне было очень неприятно вот вот сезон про отель наверное похож ну то есть вот примерно как висим короче я могу сказать так наверное я его но наверное рекомендую но вы ничего не подними не пропустите если просто пропустите сериал то есть как бы вот так примерно до среднего примерно похожи в родовую рекомендацию на сейчас будет с димой вот по какому поводу дело в том что как вы знаете наверняка может быть и вы следили а может быть не следили но где-то там край муха слышали дело в том что компания я вместе с дайсом который в общем-то если помните дичайше проебали с battlefield 2042 до пытаются как-то кое-как в общем-то игру привести в себя ну как вы хоть как вот battlefield 2042 как-то вообще что-то с ней сделать и в общем-то если вы знаете ну может быть вы следили за нашим каналом например о том что они сейчас раздали игру в playstation network всем подписчикам playstation go plus обычный ну то есть грубо говоря не какой-то там делюкс или еще что-то вообще любой playstation плюс который у тебя может быть и соответственно там огромное количество игроков новых потому что ну естественно как только у тебя типа есть какая-то мультиплеерная игра типа там call of duty еще чего-нибудь вообще что угодно там раздают естественно миллион народу идет туда попробовать я думаю что они не просто так это сделали потому что естественно ну у них там типа начался новый сезон типа новый оператор новые карты вот это все но мы понимаем что в реальности в реальности очевидно что нет является основной причиной по которой игру раздали дело в том что игру наконец-то допилили как ну знаете как со всеми играми дайс знаете типа она выходит на полное говно а сейчас у нее релиз нормальный произошел то есть а сейчас типа нормальный релиз вот сейчас игру довели до состояния в которой ее должны были выпустить и все равно сказать что ребят вы знаете это early access у нас здесь еще куча огрехов куча косяков но вот в общем-то типа версия 0.8 ну типа того да вот потому что не прошло и двух лет он же прошло да в игре все еще есть куча там проблем но если раньше battlefield у требовалось на это полгода год то теперь ему потребовалось на это два года то есть там действительно исправили огромное количество графах и как я говорил диме это очень смешно потому что 95 процентов того что там сделали это буквально то что им писали в первые же месяцы люди на реддите говорят ребят вы знаете хорошо было бы в этой игре сделать вот так вот им все писали в том числе и сами дайс писали тип не менее это полная хуйня короче это фигня как тебе с тем что вернули обратно классы ну они как сделали верно о чем ты говорил в наших подкастах постоянно да это я говорю о том что когда им действительно нужно вернуть класса чтобы распределить роли потому что ну не может у тебя ходить снайпер с пачкой патронов как бы бля ну это же тупо у тебя не может ходить человек с гранатометом с пачкой патронов это же тоже тупо у тебя должно быть четкое распределение ролей Чтобы у тебя медик реально терялся И офигевал, блядь, что ему с Тарком-то делать Ну и главное, у них был стимул Вообще свои роли выполнять Потому что какой смысл снайперу Просить поддержки Если он сам себе поддержка Да, именно То есть у тебя в итоге получается хоть какая-то там вариация командной игры Ну, то есть это не единственная вещь Которую они сделали Они на самом деле очень сильно поправили UX Например, типа Тупо поменяли, как работают кнопки Ну, например, если раньше у тебя Это все бомбили от этого Они взяли и в какой-то момент, например, на консолях Ну и на ПК, если ты играешь с геймпадом Взяли и зачем-то сделали Что, типа, ты должен выбрать гранату Взять ее в руку, бегать с этой гранатой Себя в ебало этой гранаты светить А потом, если ты захотел, ее бросить Ну, то есть все такие, типа, нахрена Блин, у тебя во всех шутерах уже много лет Отработана схема В которой, типа, ты зажимаешь какую-то там Типа кнопку, у тебя бросается граната Все, все четко Короче, и они Вернули, наконец-то, типа, эту возможность Они взяли и зачем-то повесили на кнопку Типа, до этого, там, типа, на L1 Ты должен был зажать Для того, чтобы L1 или LB, там, типа На геймпаде Xbox'а Чтобы у тебя появилась менюшка с оружием В котором ты переставлял его тачменты Теперь они поняли, что, блин, это было Идиотизмом, и надо это было поставить на кнопку Треугольник, который, блин, выбирает оружие А ты зажимаешь, и оно позволяет тебе Изменить оружие Ну, то есть, такие вроде бы мелочи Но они, блин, настолько очевидные О которых, опять же, на Reddit писали Просто только ленивый не писала И у тебя все эти люди, которые Ну, то есть, ты сидишь и думаешь Вот эти вот геймдизайнеры, которые там были Они, блядь, кто вообще? Почему они такую хуйню сотворили, что у тебя Буквально на Reddit Спустя там неделю появляются люди Которые говорят, бля, чувак, это же надо было сделать Вот так вот И они такие идут и делают вот так вот И все такие, о, заебись, наконец-то нормально сделали Из всего этого с печатью Мура можно понять, что Наконец-то игру доделали И играть в нее можно Да, нужно ли это? Вы уж сами для себя решайте Ну, смотрите, мы с Димкой поиграли И, как бы, выяснили для себя следующее Первое Игра более или менее нормально работает Если она у вас вылетит там за пару дней За пару там, типа, десятков каток Там, например, один раз, отлично Раньше она могла вылететь десять раз Да, это правда Теперь почти не вылетает Игра работает более-менее стабильно Ну, то есть там, типа, хитреги нормально прокатывают Короче, там каких-то проблем серверных больше нету Каких-то адовейших багов, которые были там Проваливания сквозь карты и прочее Их почти вообще не наблюдается То есть они реально игру довели до состояния Такого, типа, прям почти релизного Они действительно навели туда кучу карт Они действительно сделали возможность Нормально выбирать режимы Чтобы тебя четко бросило в игру Как бы, и чтобы тебя не бросило в какую-то хуйню Где, типа, одни боты играют Хотя у нас тоже такое было с Димой один раз Вот, но В игру стало нормально играть Они сделали нормальную систему Почти нормальную систему сквозов Осталось еще Вот почему я говорю, что, типа, версия предрелизная Осталось вернуть сквозы в нормальном их виде Теперь, по крайней мере, ты можешь в Плейстейшне Зайти к своему дружбану Увидеть, что у него есть там Кнопочка Join И ты прямо через интерфейс Плейстейшна Нажимаешь И прямо попадаешь в игру И до тебя отбросать даже в сквот к этому человеку То, чего, ну, типа, на релизе не было Ну, то есть, настолько очевидные вещи Которых не было Но, опять же Играть стало весело Оружия добавили много Всяких челленджей тоже Батлпасс неплохой, как бы Батлпасс, тем более, что у нас с Димкой Премиальные версии Которые, типа, с самого начала были Самые ультимативные Естественно, нам премиум отсыпали Поэтому мы сидим там на этот батлпасс Дрочим, смотрим, что там нам выпадает Естественно, все это дело не обязательно Но то, что, например, часть техники И оружие закрыли за батлпассом Ну, это пиздец То есть ты буквально должен играть Для того, чтобы себе разблокировать Новый танк Ты такой, что? В этом есть, скажем так Определенный смысл Ну, то есть, говоря Есть, есть Потому что Стандартные там, условно, танки Стандартные оперативники Они у тебя есть Если ты наиграл там Ну, не знаю Часов десять То вот тебе, пожалуйста Новый класс Попробуй, поиграй Это не такой Батлпасс Который был, например В Стар Ворс Батлфронт 2 Когда, знаешь, там Для того, чтобы наиграть Тебе надо наиграть там Тысячи часов Нет Это не так сложно То есть я понимаю Что у большинства людей Наверное, эти оперативники Никогда не откроются Но в целом Если ты играешь час И ты их откроешь Их довольно быстро Ну, то есть вот так Ну Я единственная вещь Хотел сказать В конце, как бы В очередной Гвоздь забить В, так скажем Гроб Этих самых специалистов Сраты Вот Ты играешь В условную доту Ты играешь В Rainbow Six Siege Овервотч И так далее И вот у тебя Ты появляешься на карте И тебе говорят Чувак, успи выбрать Нужного тебе специалиста Ты выбираешь его Короче И, типа Ну, у тебя, соответственно У других людей в команде У них блокируется Способность выбрать Этого специалиста Потому что Ну, так работает механика Каждый выбирает свою роль И эту роль проигрывает Отыгрывает Здесь у тебя Получилось так Что, как бы Они хотели Ступить, знаете, как говорится Сесть на все стулья разом И у тебя с одной стороны Баттлфилд А с другой стороны У тебя бегает Тридцать Борисов По карте Это, блядь, какого хера Ну, как Как это, блин Как это вообще работает Как это в их головах Вообще работало Ну, сделайте некий Дженерик Такого персонажа Типа С турелью Да А когда ты делаешь Прям персонифицированного Такого прям персонажа С каким-то характером Голосом Там Вот это все И ты сидишь Такой думаешь Блядь, реально Тридцать Борисов По карте бегать Ну, это просто пиздец А второй момент, конечно Когда ты каждый Ты просто сидишь И просто угораешь От этого У тебя начинается катка У тебя показывается карта И тебе там Чувак что-то На чем Этот там Чувак нас предал Он там Забрал чертежи Мы должны не допустить А что тебя В этом смущает Ты такой Чего, блядь Кого Кто Чего там Чувак Камон Ты так говоришь Как будто в Баттлфилд Один этого не было Или в Баттлфилд 5 Этого не было В Баттлфилд 1 Было по-другому Здрасте Приехали Тебе Австро Венгров Нападает Она отняла У нас скоро Такой-то Мы должны Отвоевать Чувак У тебя тут буквально Упоминаются персонажи Которые что-то Где-то сделали Мы не должны допустить И твоего персонажа Что-то Какой, блядь, персонаж У вас нет в игре персонажей У вас У тебя Нет, подожди Тебе Тебе не говорят Про персонажей Тебе говорят, что Русские войска Подошли туда-то Американские войска Подошли туда-то А вообще-то Там буквально Упоминаются персонажи Прям буквально Есть эти непрекаянные Которые Как там называются В английской версии Забыл Вот типа Они там местные Павстанцы Да Так что не надо Там именно упоминаются Куски сюжета Которые были из игры Вырезаны Их там нету Но они там есть Их упоминают Но их там нету И ты сидишь И чувствуешь себя Долбоебом Ну вырежите Эти реплики Они вообще не нужны Ты просто сидишь Такой Какого хуя Вообще Зачем Но в любом случае Играть в игру Весело Мы с Димкой За последние вечера Накатали кучу каток Как бы Мы там прокачали Батлпасс Там я не знаю До сорокового Что ли левела По-моему Нам кстати Хорошо пишут Что Ребята Вы у меня Оба друзья на плойке Я играю на PS4 Когда мы с вами играли В BF4 Вы были на PS5 Мы спокойно матчились А с 20.42 Такого нет Да Потому что В 20.42 Кроссплей работает Только PS5 плюс Xbox Series Плюс ПК То есть вот так С PlayStation 4 И с Xbox One Играть нельзя Потому что Они там технически Ограничили количество игроков Потому что Да Потому что Количество игроков Игра Игра Макс А тут С удовольствием Макс Короче В любом случае Если вы играете на PS5 И хотите с нами поиграть Вот у нас Несколько слушателей К нам приходили Вот там чувак Норман Паркер Который Нас в Элден Ринге тащил Когда-то на стриме Тоже приходил Там с нами поигрывал Поэтому Типа Ребята Если что Приходите Тоже с нами Поиграйте Спокойно Вы можете Легко Нас найти В любом случае Battlefield Неплохо работает Поиграть в него Сейчас Возможно Если у вас есть Хоть какой-то PlayStation Plus Скорее всего Турецкий Спокойно можете Себе скачать Поиграть Как бы Есть возможность Поиграть с ботами Режимы есть Более расслабленные Более напряженные Оружия много Специалистов Поправили Более или менее Ну короче В общем Играть Прикольно Можно Но это все еще Знаешь чего Нету Вот я Меня смущает В этой истории Только одно Картал Добавили Одну Всего их там Что-то штук Восемь или девять Они поправили старые Их не много Их не много И это такое Давай мы не будем Вспоминать Что произошло С Battlefield 4 Спустя два года После релиза И сколько там было Паков И сколько карт вышло Я понимаю Не очень хорошее сравнение Но лучше бы Наверное Чтоб эти паки С картами Добавлялись Достаточно регулярно Чтоб люди И продолжали Играть Потому что Чувак Ну и 15 человек Которые делают Эту игру Они с тобой И них нет возможности Добавить Это мы с тобой Поиграли Три дня В Battlefield И ты понимаешь Что вот ты заходишь Тебя кидает Там не знаю Тоже самую Карту С этими Контейнерами Как и Блядь Называется Все время забываю Но Это такой Блядь Как мне это Заебал Я хочу Другую карту Можно Пожалуйста Играешь Другие режимы И там Карта Из Battlefield 3 Bad Company 2 Или закрываешь Нахуй эту игру И уходишь Обратно в Call of Duty Чувак Ты забываешь Все время Что вся команда Battlefield Ушла делать следующее А над этим Работает там Типа 10-15 Короче Резюмирую Весь этот поток Сознания Про Battlefield Играйте в The Finals Когда он выйдет А пока он еще До сих пор Не вышел Вот В любом случае Баттлуба С Тимуром Рекомендую Аккуратно советую Да Так Димка Давай Решай Шоу ноута Нет Я расскажу Давай Короче Смотрите Давным-давно Когда у меня был Видео магнитофон Это было очень давно Я смотрел комедии Мэлла Брукса И это Аэропланы Я не знаю Что у него там еще было Ну короче До хера Было классно Крутых комедий От Мэлла Брукса И в том числе Была Космические яйца Космические яйца Да Спайс Босс Дофига всего И одна из прикольных комедий У него называлась Всемирная история Часть первая Прикол был в том Что Не подразумевалось Того Что будет часть вторая Это был такой прикол В приколе Прикол в названии Скажем так То есть как только Она заканчивалась Типа вторая часть Выйдет скоро И она никогда Не вышла Вообще Потому что Фильм 81 года Не получил Сиквела Ни в 90-х Ни в 2000-х Ни в 2010-х И Мэлу Бруксу Сейчас уже Наверное Лет 90-а То есть он прям Такой совсем-совсем Старик И тут внезапно Хулу Это стриминговый сервис Если что Берет и анонсирует Всемирная история Часть 2 History of the World Part 2 Которую Представил сам Мэл Брукс Его имя Стоит на обложке В его Скажем так Трейлере Его даже засняли И сказали Что вот там Типа Мэл Брукс У нас Делает классную Крутую Смешную комедию Как раньше На самом деле Это полное вранье Потому что Мэл Брукс Никакого отношения К этому проекту Не имеет То есть Это не продолжение А весь смысл Этой комедии В том что Это набор Таких скетчей На произвольные темы Из мировой истории То есть Вот у тебя есть Смешная скетч Сценка про Иуду Который там Типа предает Христа В нулевом году Нашей эры Да и так далее Вот у тебя есть Смешная сценка Про то Как революция В России Там проходила И как Распутин Смешно пердит Ну короче Скетчи такие Да скетчи Есть смешная сценка По поводу Там типа Американской Гражданской войны Вот там Генерал Грант Оказывается Любит бухать Вот про это Типа смешная сценка И так далее В целом Если абстрагироваться От того Что они поставили Сюда имя Мэла Брукса Наверное Даже это бы Сработало И без его имени Но есть Один нюанс Это говно Судя по рейтингу МДБ То Как это было сделано В 81 году Было смешно То Как это сделано В 23 году Смешно Очень редко То есть Ты смотришь Там первую серию Она идет Там ну словно Минут 40 Да например Из которых там 5 сценок И Тебе смешно Ну дай бог Если один раз Смотришь Вторую серию И Смешно Может быть Там Ни разу Смотришь Третью серию И там Вообще Блять Не смешно Ну то есть На мой взгляд Этот сериал Не достоин Имени Мэла Брукса А если бы Они не примазались К нему И назвали это Просто как-нибудь По-другому Типа там Не знаю Там типа Набор скетчей От Хулу Да К примеру То никто бы Это вообще Смотреть не стал Я посмотрел Чисто из любопытства И я могу сказать Так Не тратьте на это время Потому что Местами Очень кринжовые шутки Местами Не спасает Даже Джек Блэк А Джек Блэк Может спасти Все что Блять угодно Своим танцем Это здесь Не работает Некоторые Шутки На мой взгляд Ну блять Ну совершенно Не пришей Пизде рукав Ну то есть Абсолютно Блять Не смешно При этом Происходит Ну Тотальный абсурд Да То есть Прям Везде Происходит Просто Какая-то Ебонина Если вы Это не посмотрите Вы ничего Не потеряете То есть Смотреть это Не надо Вот серьезно Вот такие у меня Впечатления Что скажешь Я вспоминаю Как нас С тобой Периодически Слушают люди Как мы Друг другу Слушаем Я Прям подозреваю Что часть Наших слушателей Говорит Так Мэл Брукс Что-то там Часть 2 Смотреть надо Нет Не смотрите Это Говно А да Смотри Ошибка Была Совершена И Димка Такой Шалость Далась Слушайте Я от себя Хочу Коротко Посоветовать Вам Мангу Я периодически Советую Именно Мангу Не анимание Еще что-то Это у тебя Самые черно-белые Китайские Порно-мутрики Порно-комиксы Называется Freeran Провожает Последний путь Soul Soul No Freeran Это Манга Очень интересная Я сейчас Расскажу Синопсис И Я тут Неожиданно Узнал Что по ней Совершенно Случайно Реально Что по ней Будет Аниме И будет уже Относительно Скоро И делает его Продакшн IG И теперь Я очень-очень Жду Это аниме Я объясню Почему Манга Посвящена Группе Приключенцев Это не Секай Сразу Это именно Фэнтези Вселенная Не Секай И она Начинается С конца То есть Только что Группа Приключенцев Победила Лорда Зла Короля Демонов Значит И она Состояла Из Значит Такого Бравого Воина Который Вел партию Вперед Из Хиллера Который Был местным Монахом Из Гнома Который Был Главной Боевой Силой И из Бессмертной Эльфики Которая Собственно Была Их Магичкой Они Смотрят На Звездопад Который Повторяется Раз в 50 Лет И договариваются Что через 50 Лет Они увидятся Снова И что Собственно Вспомнят Всю эту Историю Встреча Встреча Упускников Да Да И через 50 Лет Они реально Встречаются Но есть Нюанс Для Эльфики Собственно Фрирон Это главная Героиня Прошло Ну знаешь Дней 5 По ее Восприятию Вот И она Приходит И она Видит Лидера Группы Жутко Старом И при Смерти И собственно Все начинается С похорон Этого лидера Их Приключенческой Группы Можно Я тебя На секундочку Буквально Переву Я хотел Сказать О том что Это ошибочный Метод Восприятия Вообще Персепшена Типа Эльфов Которые живут Очень долго Он существовал Как у фанатов И сценаристов Rings of Power В «Восстреление колец» Так и у некоторых Людей в манге Они скорее не считают Что типа Там Эльф Который проживает Много тысяч дней Много десятков Тысяч дней Они для него Тоже проходят 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 Что это для него Типа пролетает Как будто бы Типа незаметно Нет ни хера Он их тоже проживает Он тоже получает опыт Он ходит Жрет Учится Ест Разговаривает Что-то делает Делает И в итоге Почему например Галадриэль Условно Через 10 тысяч лет Была просто Самым мудрым Существом На планете Условно В средиземном В средиземном Как это В Мидгарде Условно В средиземном Потому что Ну да По сути Потому что Потому что Она Да Потому что Она получила Огромное Гигантское Количество Опыта Жизненного Но она Проживала Эти десятки Тысяч дней Понимаете А можно я Договорю Не подожди Тут вопрос в том Что Тимур Опять зачем-то Считает эльфов Людьми Чувак Это не люди Это то же самое Как ты будешь Рассказывать Не знаю Там своему коту Что Ага Оказывается Если кот Живет там На свете Типа 10 лет Он за эти 10 лет Должен Выучить Не знаю Столько же Сколько Десятилетий Ребенок Чувак Это буквально Не человек Ровно наоборот Ровно наоборот Ровно наоборот Я пытаюсь Буквально Сказать о том Что кот Который прожил 10 лет Он умудряется Получить опыт За 10 лет И для него Время Оно не Оно не стречится И не ужимается Оно точно такое же Как и для тебя Откуда ты знаешь Как эльфы Воспринимают время Тимур Тимур не понимает Нет смотри Есть проблема А можно я расскажу Про мангу Подожди Подожди Дай я договорю Быстренько Это же Очень важный момент Как бы Вот этого восприятия Времени Потому что Если ты пытаешься Сказать о том Что например Существо Некое Допустим Воспринимает Время Вот так Это же Как бы у тебя По сути Это у тебя по сути Должен быть Как знаешь В Зверополисе Такой типа Ленивец Который типа Ну он В растяжении Время проживает А у тебя здесь Нормальное существо Которое нормально Проживает Неправильно мыслишь Тимур Ты считаешь Что время Не квантуется То есть Как бы у тебя Точнее наоборот Ты считаешь Что время квантуется Что у тебя Есть определенные Отрезки времени Который Человеческое сознание Воспринимает Вот так И эльфийское сознание Воспринимает Вот так Точнее дискретности А дискретности В этом плане Нету Потому что Ты воспринимаешь В потоке Беспрерывном Вся твоя дискретность Это условность Которую ты Пытаешься Как бы Ее привязать Типа секунды Минуты И прочее Ты же не знаешь Как эльф Отврексиклирует То время Которое он прожил Ты этого не знаешь Потому что Это буквально Выдуманная раса Ну камон Но у тебя Есть эмпирика Которая Как бы Заключается В том Что в этой эмпирике У тебя эльф Существует В рамках того Что он говорит Теми же конструкциями Он обсуждает Те же как бы Социальные конструкции Он делает Буквально Те же действия Он участвует В тех же самых битвах В тех же самых действиях И визуально И аудиально Его действия Не отличаются От того Что делает человек Да Он не делает Эксверх быстро Он не делает Эксверх медленно Окей Есть пример Из жизни Который ты поймешь Я надеюсь Есть пример из жизни Десятилетний ребенок Так Абсолютно так же Воспринимает Все события Как и взрослый человек Никакой разницы нет Если где-то упал метеорит Ребенок его точно так же видит Как и взрослый человек Если где-то что-то произошло Ребенок это тоже так же выглядит Ты согласен Что восприятие взрослого И ребенка Отличается очень сильно И для ребенка Лето Пиздец Какое растянутое время На три месяца Просто блять Гигантское количество вещей Можно поделать Для человека взрослого Лето блять Три месяца пролетело Нахуй Все закончилось Знаешь почему Да почему Потому что какое количество действий Да И вообще Каким количеством действий Забит день У ребенка И самое главное Докладывается это На какое количество мыслей И скорости его мышления Ты понимаешь Что у тебя ребенок У него Вот это время растягивается Потому что Первое У него буквально Каждая секунда Это познание Да Он буквально каждую секунду Видит что-то новое Да Понимаешь А эльфы Просто тупые Давай И за тысячу лет Они просто Блять Необучаемые Ты понимаешь Если эльфийка Путешествует Блять С командой Приключенцев В которой Главный персонаж Это Типа Человек Маг То наверное Она дура Тупая Блин Ну чувак Понимаешь Ты пытаешься Буквально Сделать С одной стороны Допущение От того Что это Эльфийка Очень мудрая Она мудрая С точки зрения Эльфов Ну не с точки зрения Людей Она живет Она живет Тысячу лет И за тысячу лет Ладно Хорошо Иди я сам Открою Давай так Есть чат ГПТ Она знает Блять Все знания Человечества Она по-твоему Умная Нет Она блять Тупая Пиздец Она не может Притвориться Она не может Притвориться Блять Каджитом Алло Ну как бы Может Может Понимаешь У меня есть товар Если у тебя Есть монеты Ладно Макс Давай Извини пожалуйста За наш спор Но это важно Я всегда об этом думаю Меня всегда бомбит От этого Что эльфов Пытаются сделать Так типа Что у них Типа Нет Они тупые Все Давай так На этом Ладно Прости Давай Макс Максимка Да ладно Нет Все чудесно Идем дальше Я что еще тут скажу Да нет Подожди Наоборот Расскажи Вот она приходит На похороны Я могу сказать Что манга Вообще не про это Манга как раз Про то Что ее восприятие Времени Отличается Не в плане Опыта Она дохуя Опытная А в плане Того Что она может Совершенно спокойно Своей ученице Человеку сказать Ну тут деревня Останемся ненадолго На полгодика В смысле Блять На полгодика Потому что На огромной шкале Времени Для нее полгода Это реально Недолго Когда ты Живешь Тысячелетиями Это не восприятие Даже времени Или опыта Это именно то Как ты временем Распоряжаешься Ты можешь потратить Например Десять лет На достаточно Хуевый сайдквест Потому что эльф Как человек Ты этого сделать Не можешь Это мне напоминает Историю про японцев Знаешь Которые вот типа Сидят и не знаю Там типа Вот ты какой-нибудь Мастер по Там Гравюре Да там Средневековой И ты такой Хм Пожалуй потрачу 60 лет на то Чтобы лучше всех Рисовать гравюры Да Да Это причем хобби Да Европеец приходит Так Вы что ебанутые Что ли здесь Никто так не делает Я еще хочу Катаны научиться делать Пожалуй потрачу Еще 30 лет На то Чтобы правильно Складывать железо Манга именно про это Она построена На флешбеках Во время их Десятилетнего путешествия По убийству Короля демонов И то как она Меняет восприятие Даже не мира А то как она Меняет восприятие Своё Людей вокруг себя Что не все Как они Такие вот Абсолютно неспешные И не все готовы Потратить там Я не знаю Три с половиной года На то что Чтобы добыть заклинание Которое Отстирывает одежду А у нее есть Ебанутое хобби Собирать самые бесполезные Заклинания Вот И в этом плане Я знаю кучу людей Таких Которые Запираются Такую бесполезную Хуйню Да Она В общем-то История очень хорошо Рассказана Манга очень хорошо Нарисована Там есть реально Очень трогательные Слизодавильные моменты Но у нее есть Очень классное Свойство Чему именно Она мне понравилась В ней Есть Вот этот вот Момент Горечи Да Какой-то Такой Вот Она реально Местами печальная Но при этом Она позитивно печальная Там нет такого Что все пиздец Распидорасило Все кончилось Все умерли Нет Она дает позитив Из каждой Вот такой Маленькой виньетки Которая разворачивается Там На протяжении Многих глав Вот есть Некое такое Позитивное что-то Что время идет Оно нас меняет И меняет к лучшему Ты говоришь По ней аниме Сейчас делают все Да И по ней Сейчас делают аниме И Я уверен Вот теперь Когда я ее прочел До актуальной главы Сейчас она ушла В Этот Как его звать В перерыв Потому что Авторы манги Помогают Собственно Авторам аниме Я думаю Как аниме Она будет работать Замечательно Там просто Сценарно Так хорошо Это ложится На экранизацию Что талантом Будет это просрать И если вы В конце года Она должна выйти По моему осенью Если вы в конце года Неожиданно услышите Вау Тут неожиданная Новинка сезона Фри Рена Она такая крутая Знайте Что это потому Что манга крутая Вот все Что я хотел сказать Я хотел вам Аккуратненько Напомнить Что если вы хотите Нечто подобное Произведение Но которое Не позитивное И не Как бы С приятным Послевкусием А наоборот Такое Чтобы вас Распидорило Просто Я вот вам напоминаю Про существование Макии Потому что Макия Как раз таки Примерно Про то же самое Только там Прям Все Очень грустно И Как бы Вот Но сюжет Похожий Отчасти Вот Поэтому В принципе Если вы ее Не смотрели То Я вам Про нее Напоминаю И кстати Опять же Напоминаю Что В части Над Макии В том числе Работала часть Команды Которая Работала Над Файнл Фэнтези Тактикс Вот Так Пацаны Ну у нас Луаняра Просто гигантский Жирафище В комнате Просто Вот огромный Жираф Просто Гигантский Вот такой Вот прям Стоит Сжался В 10 раз Закончился Сериал Ласта вас Вы посмотрели Вы посмотрели Да Я досмотрел Вчера Собственно Я просто От себя скажу Потому что Мне надо Реально Сбегать Уважить ребенка Я такое Вступление Дама Тимур С Димой Потом Абсолют Как я не прав Мне Очень понравилось Я Могу Сказать Что Я посмотрел Я вот остановился На 4 серии С тех пор Сериал не смотрел Поэтому я в ночь Нагнял с 4 по 9 По факту То есть все эпизоды Вот так вот В едином разрыве Я могу сказать так Можно ли было Что-то сделать лучше Да Наверное Можно было сделать Что-то лучше Наверное Можно было больше Экшена сделать Наверное Сериалу не повредила бы Еще пара серий Потому что Под конец Есть ощущение Что Типа Бюджет уже Заканчивается Надо немножко Закругляться Да Второй сезон Еще не одобрили Но При всем при этом Я могу так сказать Если у нас И появится Игровая адаптация Лучше Это случится Не скоро И Самое главное Достижение На мой взгляд Первого сезона Это то Что вы можете Показать этот сериал Человеку с улицы И его зацепит И он полностью Посмотрит весь сезон И скажет Блин Это очень крутой сериал Даже если он Никогда не слышал Про игру Даже если он Никогда в нее Не играл И при том При всем Это все еще Неплохая Адаптация Именно Видеоигры Вот И нет такого Что типа У тебя либо Фильм хороший Либо игра хорошая Вот И типа Если чтобы Фильм стал хорошим Надо поиграть в игру Тут такого нет И в этом плане The Last of Us Вот это наверное Прорыв для игровых Экранизаций Наверное Потом появится Что-то лучше Наверное Потом даже Косяки какие-то Поправят Во втором Третьем Сезоне Потому что Они уже Объявили планы На то Что вторую часть Они будут В несколько сезонов Укладывать И это логично Да Я согласен Но то что получилось Получилось очень достойно И да Есть недостатки Да Белла Рамзи Внешне Местами Выглядит не в тему Даже я Как человек Которому она нравится Могу признать Что например Серия Которая экранизирует Left Behind Ну не знаю Она там выглядит Очень странно Но при всем при этом Все равно Вот до самого финала Я смотрел Не отрывался Мне дико понравилось Хотя конечно да Моменты есть Я не слишком согласен С Максом Кто первый Давай Давай Дело в том что Сериал Для людей Которые играли в игру Скорее всего Наверное Будет Не слишком Таким хорошим То есть по крайней мере Я для себя Это решаю так Смотри Понравится ли мне Этот сериал Если я Абстрагируюсь от того Что это адаптация Видео игры То есть Видел ли я Что ты думаешь Видел ли я В этом сериале Что-то крутое Чего я не видел В предыдущих сериалах Нет Если ты смотрел Условно Ходячих мертвецов Которых там The Walking Dead То условно Первый сезон Это блять Вот примерно То же самое То есть у тебя Пару раз показали Местных зомби Пару раз показали Какие-то разборки А дальше у тебя Сопли про людей Все Весь сериал Точно такой же Для любителей Ходячих Наверное Ласт у вас зайдет Я могу сказать Что я скорее Больше Ну Мне скорее Отношение такое Знаешь Не то что Мне прям Пиздец Не понравилось А скорее Ну если не выйдет Второй сезон Я не расстроюсь Вот так То есть как бы Ну да Ну Попытались сделать Хорошую Экранизацию Но ничего Прям такого Супер-пупер Выдающегося И вот Макс сказал Что типа Блин Это будет у нас Типа Отличная адаптация Видеоигры Нет чувак Отличная адаптация Видеоигры Это вот Блять Фильм про Сайлент хилл Вот это было Классно Первая часть По крайней мере А этот сериал Ну Даже не знаю Вот серьезно Есть много моментов Которые я не понимаю Нахера они сделали То есть вот Например Есть Совершенно Дурацкая Про которую я уже говорил Серия с Персонажем Билла И Газоболка Второго чувака зовут Моя любимая серия Моя любимая Третья серия Да Которая сама по себе Хорошо снята И наверное В ней подается Вот эта Гей-романтика Между двумя Чуваками Которые любят Друг друга Наверное Даже Сыграно хорошо Но она абсолютно Не пришей пизде рукав В истории Она нахуй не нужна И если ты возьмешь Эту серию И просто вырежешь Ее из всего сериала Ты ничего не потеряешь Для сюжета То есть это буквально Серия филлер Это первое Я думаю Что если ты вырежешь Серию С каннибалами Ты тоже ничего не потеряешь Для сюжета Это не так Это абсолютно Неправда Потому что Если ты вырежешь Это абсолютная правда Нет Это абсолютно неправда Потому что Если ты вырежешь серию Про каннибалов Ты не увидишь Тот момент Когда персонаж Элли Растет над собой А вот если ты вырежешь Историю про двух геев Которые живут В постапокалипсисе Знаешь почему Ты не прав Нихуя не имеют Никакого отношения К сюжету Абсолютно Знаешь почему ты не прав Потому что Из сериала И так Так много вырезали Что уже Похуй Что ты из него вырежешь Уже ничего не поменяется В смысле Я могу Я могу назвать Одну единственную серию Которую ты вырежешь И абсолютно Все просто поменяется На сто процентов Ты просто вырезаешь серию Где Джоэл оживает Все Он для тебя полностью мертв До следующего сезона Все до свидания Ты как бы Нет У тебя есть Определенное повествование Вот смотри Ну со спойлерами Да естественно У тебя есть Подожди Важный момент Ребят смотрите Сейчас Как бы все кто нас слушает Имейте ввиду Мы сейчас будем обсуждать Соответственно сериал Last of Us И мы будем сейчас Дальше обсуждать The Last of Us 2 Поэтому Как бы это собственно До конца подкаста Будет Ну до момента Как мы будем рассказывать Про Статьи недели Поэтому Если кто-то из вас Не хочет словить спойлеров Для Last of Us Игры Или сериала Или же второй части Игры Ну и последствий сериала Вот То Ну стоит Или перемотать Вот после этого момента Типа там С помощью там Ютуба С помощью таймкодов Или с помощью глав там В подкасте Но сейчас Будет много спойлеров Которые мы будем Напрямую обсуждать Поэтому имейте ввиду Мы вас заранее предупредили Смотри Если ты вырежешь Из сериала Историю про каннибалов То ты Не Расскажешь Зрителю Историю того Как персонаж Элли Становится Скажем так Человеком Который Готов Убивать За свою месть Или за Какую-то Причиненную Ему боль Потому что Для зрителя Персонаж Элли Это все-таки Девчонка Мелкая Которая 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 уже К тому моменту Убила персонажа Когда тот Нападал на Джоэла Послушай Нет Ты этого Не знаешь Ты Ты это Смусь Она буквально У тебя на экране Это сделала Сейчас объясню Она сделала Это на экране Но это подается Конкретно режиссером И шоураннером Таким образом Что это выглядит Как ебаная случайность Это ситуация Либо ты Тебе Либо тебя Либо ты Ну то есть как бы Эта ситуация Жизни и смерти Это не подается Как убийство Совершенное С точки зрения Мести Понимаешь Когда на тебя Набрасывается Маньяк То есть Это Подожди Подожди Ты буквально Хочешь сказать Что в одной ситуации Это было Или тебя Или ты А в другой ситуации Она такая Лежит под чуваком Который пытается Ее изнасиловать И это типа Не такая же ситуация Не такая же абсолютно Потому что она могла Его просто убить Но нет Ее показывают Что она Со всей звериной Жестокостью Хуярит по нему Тесаком Понимаешь Или чем там Ножом Именно это Показывает историю Второй момент История с каннибалами Ее нельзя вырезать Потому что Она показывает тебе До какой степени Может деградировать Человечество Конкретно В данном Сеттинге Это важное С точки зрения сюжета И становления персонажей Серии Ее нельзя вырезать Ни в коем случае Это одна из Ключевых Серий Для Сезона И вообще Для всей истории Ластоваса Это ключевая сцена Ее невозможно Вырезать Можно легко Вырезать сцену С геями Она нахуй Ни на что Не влияет И если ты делаешь Условно Из сериала Как это Знаешь Это принято У русских Телевизионщиков Ты берешь Типа Снимаешь сериал На 10 серий А потом Типа Фильм на 2 часа Типа Собрал из них То вот Вот эта серия Сразу пойдет Под нож У любого Монтажера Абсолютно Потому что Она нахуй Реально Не нужна Далее Вторая серия Которая Нахуй Не нужна И которую Можно было Показать Внутри Флэшбека В какой Нибудь Серии Это серия Про Которая В игре Была В виде DLC Left Behind Оставленной Позади Это серия Про Любовь Элли К девочке По имени Райли Это Абсолютно Ненужная Серия Которая За каким-то Хером Растянута Хронометражом На 40 Ёбаных Минут Она тоже Абсолютно Не нужна Она В контексте Игры И в контексте Первого сезона Не делает Абсолютно Ничего Это можно было Показать Флэшбеком На 10 минут Не подожди На 10 минут Ты не сможешь Показать Того Что у тебя Элли Буквально Влюбилась В девочку Да Что девочка Была более старше Что росла В лагерных условиях Это важно Это важно для персонажа Нет Вообще не важно Ты чё Это же потом Очень сильно повлияет На то Что было дальше С ней Как бы во втором Во второй части Как бы Про ее любовь с Диной Там и прочее Представь себе Что этой серии Не существует И ты сразу Перешел К Второму Второму сезону Условно Где будет реализована Вторая часть игры Да Вот они сидят С Джоэлом И ты тоже Все вырезаешь Нахуй Вообще Одно за другим Вот они сидят С Джоэлом В Джексоне И Дина Там подходит И выясняется Что Дина Это девушка Элли Для тебя Это будет сюрпризом? Да блять Да Все будут насрать На это абсолютно Потому что Это не влияет Ни на что Чувак Ну ты как бы Ты серьезно Ты пытаешься буквально Взять Нивелировать одно Да А потом А потом взять И как бы Сказать Что типа А вот это На самом деле важно А вот это Не важно Давай Вырежи мне Серию С каннибалами И расскажи Как дальше Будут развиваться События То есть Вот они идут Потом Внезапно Джо Показывает Всех Аэрфлаев И Лишь Я отхожу От тебя От обратного Да Сериал Настолько Сильно Порезан Которым буквально Знаешь Как типа Вот у тебя Есть там Сто процентов Из игры Сюжетной части Какой-то И Эти сто процентов Каждое Работает На Над тем Чтобы ты Прикипел к персонажам Понял их мотивацию Понял куда они идут Зачем Чего Почему Как Как выстроен мир И вот Из этого Осталось Десять процентов И ты берешь И говоришь Типа Чувак Если Этих Десяти процентов Вырезать Еще один То будет Пиздец Ты такой Бля То там Уже Пиздец Там Уже Там Там Уже Би Би Ян Салвейшн Понимаешь Пиздец У тебя Ну Я тебе могу Скать так Что Начиная С того О чем Ты говорил С самого Начала Может Или Этот сериал Быть Хорошо Рассмотрен В отрыве От игры Вот Когда ты Начинаешь Вспоминать Хороший Сериал Ну Там Типа Условного Дома Дракона Какой Лофт Оверс Или Еще Что Типа Жан Жак Вале Как Снимал Мне Очень Нравились Острые Предметы И прочее Красиво Снятые Классные Сужетные Сериалы С прикольными Персонажами Красивыми Кадрами И прочее Нет Сериал Выглядит Как Говно Он Местами Выглядит Конечно Хорошо Но В целом Он Как бы Сам По себе Как Вот Как Таковой Если В отрыве От игры Он Просто Как Надерганная Куча Каких Непонятных Таких Штампов Которые Видно Что Очень Рашили И Видно Что От тебя Что-то Скрывают Чувак Я В отличие От тебя Я помню Какие Рецензии Писали На Last of Us Когда Игра Вышла В 2013 Году Там Зомби Апокалипс Не Расскажет Потому Что Это Буквально Штамп На Штампе Мне Похуй Че Там Писали Эти Чуваки В рецензиях Вопрос В другом Вопрос В том Что У тебя Есть Законченное Произведение Игра Которую Перемастрили А потом Ремейкали И вот У тебя Есть Прекрасное Классное Произведение И вот Тебе Из него Выкинули 90% Оставили 10 И говорят Тебе Чувак Вот У тебя Вот Этот Вот Момент Ты Берешь Смотришь Буквально С первой Последней Серию Такой Так Сколько Они Там Шли До Все Этой Штуки Там Типа Две Недели Полторы И тут Типа Типа Тихо Горят Целый Год Нет Ощущения Большого Приключения Согласен У тебя Нет Вообще Никакого Ощущения Большое Приключение Знаешь Игру Ты проходил Медленно Долго И это вот То растяжение Времени О котором Мы с тобой Обсуждали В контексте Эльфов Это буквально Физическое Количество Времени Не растяжение А количество Времени Послушай Игру Если просто Скипать Это хорошо Сделано В ремейке Например Ты в игре В настройках Аксисабилити Можешь буквально Скипать Файтинг сцены То есть Условно говоря Ты ходишь Только чисто По сюжету Игры Первой части Да Вот ты дошел До нападающих На тебя монстров Ты нажал кнопку Options Пропустить Битву Тебя дальше Кидает к сюжету И так далее Игру можно пройти Часов за 8 Вот представь себе Эти 8 часов Это блять сериал Ну представим себе Ну то есть Примерно 10 серий Примерно там 8 Собственно в сериале 9 серий Да И почему Растяжение времени В игре работало Потому что Когда Ты Персонажем Ходишь Мимо монстров На тебя Нападают Монстры Допустим Ты проебался Они тебя на палец Сожрали У тебя Гейм овер Ты опять Заново Проходишь Этот момент Хотя Это заняло 10 минут Тебе кажется Что ты провел Там не меньше Получаса Потому что В условиях Там условной Опасности Или каких-то Действий Которых Ты делаешь Время Имеет свойство Растягиваться Так работает Человеческий Мозг Именно поэтому 20 часов Проведенные В игре Кажутся Гигантским Приключением А 8 часов Проведенных В сериале Кажется Что все Быстро Пролетело И пиздец Они там Неделю путешествовали Хотя тебе В каждой серии Пишут Что Прошла Неделя Прошло Там Два дня Прошел Месяц Я специально Проверил Нет Не пишут Нет Не в каждом Нет Не пишут Это не так уж и важно Я просто к тому Что Нету ощущения Этого И это ощущение Нельзя передать Внутри сериала Второй момент Про который Я хотел рассказать Что Ну вторичный сериал Ну то есть Ну Мы видели уже сериал Который Похож на это Это блять Ходячие мертвецы И если первый сезон Ходячих мертвецов Был классный То оставшиеся были Говно И я его нахуй бросил То с Ласту Васом Я боюсь Получится примерно То же самое Первый сезон Ну В целом Наверное норм Мне понравилось Но Скажем так Я Как игравший в игру И как любивший игру Я готов сказать Что игра в разы Раз в десять Лучше чем это сделано Было Телевизионщиками В этом сериале А второй сезон Возможно появится Ну Пред Полно полным говном Я не исключаю Такой возможности У меня Сегодня был Прекрасный диалог В твиттере С Моей бывшей коллегой Где она говорит Типа что блин На самом деле Типа вот там Зласт у вас Классный Я не понимаю Почему там геймеры Типа бомбят И я говорю Типа ты понимаешь Что у тебя Условно там Игра И сериал Если их друг с другом Сравнить Это как типа Сериал менты И типа сериал Прослушка Настолько большой Уровень Различия Да Ну Типа я все понимаю Но вы круто играете Я же не буду Я же не играю В игры Я говорю А поскольку Она всегда Очень сильно увлекалась The Broncos Это американская команда Американского футбола Говорит Блин сраный Московский Спартак Короче А не The Broncos И них реальный матч На там суперкубке Каком-нибудь Точно такая же история С сериалом Ведьмак Поскольку я читал Книги Сапковского И смотрел И играл в видеоигру То когда я Представляю себе Геральта Я представляю себе Там условно Такого чувака Но не шкафа Кевилла Понимаешь И поэтому Мне например Сериал Ведьмак Не слишком сильно нравился Хотя многие его любят То же самое с Ласту вас Экранизация И вообще адаптация Любого другого формата В тот формат Который мы подразумеваем Под сериалом Она не может быть Абсолютно точной И сто процентов Попадающей в образ Мы хвалили первую серию Вот нам правильно спрашивают Вы же хвалили сериал Да Мы хвалили первую серию Но в конце Когда ты воспринимаешь Весь сезон целиком Ты понимаешь Что могли сделать лучше Могли Ну то есть у меня Вот такое ощущение осталось Я считаю Что они огромное количество Моментов Взяли И как бы действительно Диму прав Передержали Которые им нужно было Как бы потратить Не на то Чтобы рассказывать Какие-то опосредованные истории Или еще что-то А нужно было рассказывать По максимуму Историю у Джоэла и Элли Да Как они это проходят Что они делают И вот с одной стороны Я сегодня когда видел Смотрел последнюю серию Там были моменты Когда типа Давай я тебя сейчас подсажу Она такая типа Подсаживается Залезает Пыль там типа летит И вот это все И ты такой понимаешь Блин это же буквально Прям вот дословный пересказ Моментов из игры Да И ты такой смотришь И думаешь Блин но в сериале Конечно это не так классно работает Потому что вот эти Знаешь что типа 15 склеек Как ты перепрыгиваешь Через ограду Я как что понимаю Это бессмысленное время Трата Вот это дословный Это типа хороший реверанс Сторону геймеров Да Но это не так классно работает Именно в самом сериале Нужно было придумать Это как в фильме Doom с колой Который хуёвый фильм Но я не могу не привести Этот пример Там было в конце момент Когда тебе показывают Как от первого лица Чувак убивает монстра Да На титрах буквально И это типа как бы Для геймеров О классно круто Но для фильма конкретно Это не сделало Вообще ни хуя Потому что фильм Как был говном Так и остался С сериалом примерно Такая же история Да Реферансы в сторону Реферансы точнее В сторону геймеров Это прикольно Наверное С точки зрения геймеров Но большинство людей Которые смотрят этот сериал Наверное Не играли в игру Мне такое ощущение По крайней мере Ты знаешь У меня ещё последний момент Ну точно даже так Типа то что я хотел отметить Помимо пейсинга Который они прям Сильно просрали И где у тебя нет Чёткого понимания Того что-то происходило Блин целый год И они вот эти все Ключевые события Постарались засунуть Как бы в сериал Да И между ними Как бы у тебя по сути Почти ничего не происходит Вот у тебя одно ключевое событие И вокруг него Мы прям Мы сейчас будем его Прям показывать Да Ещё одно ключевое событие И мы прям его показываем Между этими ключевыми событиями Так много всего Произошло в игре Там так много всего Что ты понимаешь Как бы почему Джоэл Понимаешь Когда у тебя в девятом сезоне У тебя Джоэл буквально говорит Я хотел покончить жизнь Смубистом Из-за того что Моя дочь умерла Но благодаря тебе Я нашёл новый смысл жизни Ну я перефразирую Ну буквально Он практически это ей говорит Ты сидишь Чувак Ты с ней провёл Ну типа Пару недель По сериалу Как бы да Нет очевидного понимания Того что это действительно Происходило долго Что это действительно Целые огромные путешествия Там На много-много-много дней Которых вы пережили Так много всего Ну то есть Вот это всё было Проёбано Полностью А это исключительно Проблема хронометража Чувак Если бы в сериале Было не 9 серий А 26 Можно было уложиться Вообще абсолютно спокойно И легко Чувак Если бы они взяли бы Как бы поменьше Показали бы Сару Дочь как бы да А её нужно было Показать типа Якобы побольше Чтобы прям вот Прикипели все А нужно было показать Её прям как в игре Типа вот как бы Вот она вот там В доме Вот она часы подарила Оп сорян она умерла Да короче Нужно было показать Как бы всех героев По чуть-чуть Но больше показать Вот этого пути Как монстров распидорашивают Как сражаются с этими С теми С теми Как конфликт между Файерфлайсами Типа и с Этими светлячками И соответственно С Феодрой Короче Вот со всеми этими вещами Это всё нужно было показать Я считаю что нужно было Аккуратно ввести историю Типа они же её начали Сейчас аккуратно Вводить тему с Эбби С тему с Диной Ты в курсе что они В серии Дину показали Ты видел? Уже скриншот нашли Это Не показали Дину Потому что на её кастинг Окончательно Не утверждён Это фанаты думают Что это Дина У тебя буквально У тебя буквально Девочка Тёмненькой внешности В одежде Почти идентичной Дине Специально на ней Задерживают кадр Как она зырит Типа на Энаэлле А потом они поменяют Актрису И этот кадр Будет абсолютно бессмысленный Это просто реферанс В сторону фанатов Это как фан-сушот В аниме Это вот то же самое Это чисто фан-сервис Хорошо Но опять же Возвращаясь К конце К сериалу Я скажу так Что Как экранизация Это действительно Одна из самых лучших Экранизаций Не согласен Ведьмак Ведьмак мне тоже Не, я имею в виду Как одна из экранизаций Лучших типов В плане сериала У тебя других сериалов Нету таких же Крутых экранизаций А много у нас Сериалов Сериалов по играм Сейчас будет много Сейчас будет много Чувак Поэтому давай Как бы мы ещё подождём Когда сейчас у нас выйдет Fallout Когда там ещё Годов фор Сделают Там и прочее Чё эти момент С жирафами был Чуваки С этим есть связан Смешной момент Дело в том Что когда ты видишь Этот момент с жирафами В сериале Тебе кажется Что жираф Полностью Сделан на CGI На самом деле Если посмотреть Продакшн материалы Которые По этому сериалу Сделаны Жираф был Блять Настоящий А вот всё Окружение Было Сделано На CGI И именно из-за этого Сдаётся ощущение Что что-то на экране Не так Да Ты начинаешь Сказать что-то не так И ты думаешь Ну наверняка Вот эта движущаяся фигня С языком Скорее всего Это оно Скорее всего Это вот оно Неправильно Нет Это окружение Было неправильным Но в любом случае Короче В отрыве От игры Я считаю Я считаю что сериал Очень так себе Я бы Блин Вообще Такой бы Не смотрел Я говорю По сравнению С условным Крутым Типа сериалом Я говорю Типа там Какого-нибудь Жан-Жака Валия Типа какого-нибудь Типа классного Лофтоверса И прочего Блин Да ну это вообще Понимаешь Я не согласен Смотри Когда ты геймер И ты проходил Last of Us То наверное Тебе сериал Понравится чуть меньше Чем оригинальная игра Ну по крайней мере У меня так произошло А когда ты человек Который не смотрит Видеоигры И там Не интересуется Что там происходило В сюжете Какой-то Полегкую пойми Какой видеоигры То наверное Для тебя сериал Будет классным Потому что В контексте От игры Он работает нормально У тебя есть Некоторая ошибка Персепшн Знаешь какая Смотри Когда тебе все люди Вокруг Все вокруг Тебе говорят Чувак Иди посмотри Этот сериал Это сериал По видеоигре И все такие Блядь Да видеоигрыш Для детей Для долбоебов Для сраных Тупорылов Ретарда И тут ты сидишь И смотришь Last of Us И понимаешь Что блин Нихрена себе Какой прикольный сериал В целом Как бы блин Ну нормальный Клевый Так типа Прямо как вот Типа Знаешь Ходячие мертвецы Так местами Даже покруче Чем они Только реальные люди Так не считают Тимур Чувак Я разговаривал Буквально С одной Бабой в твиттере Ну камон Разговаривал Ты с людьми Нет И даже не Чувак Я разговаривал Штук Наверное Семь друзей Охуеть Просто Выборка Блядь С уровня Боженька Ну камон Чувак Хочешь я тебе найду Таких мнений В твиттере Прям штук Пятьсот Да поебать На их мнения У тебя А вот теперь Ты говоришь Поебать на их мнения Нет Объясню почему Подожди Есть логика В твоих рассуждениях Тоже не слишком Хорошо работает У тебя есть Сериал Игра престолов Да И тебе каждый второй Чувак из твиттера Пишет что типа Блядь Посмотри Игру престолов Оно свято По охуенной книге Ты что пойдешь Блядь читать Мартина Нет Нихуя подобного Я тебе ровно Об этом и говорю Ты меня даже Не дослушал Перебил И пытаешься Мне сказать То что я тебе Пытался сказать О том что люди Не будут играть в игру Но они придут Заведомо С предвзятым Ощущением К сериалу Потому что Это же по какой-то Блядь ебучей игре Игры это же Блядь покемон Типа и тетрис По ним не может быть Нормального сериала А потом они приходят Типа с супер Заниженными ожиданиями Получают более или менее Нормальные продукты Такие Ебать Просто обосраться Как А что Это реально по игре Такая возможность Снять Че Вот я тебе уверяю Что стопудово Будут такие люди Потому что У меня У меня есть реальные Друзья Живые люди Которые мне говорили Буквально такое мнение О том что я ожидал Нихуя Но про него все разговаривали Про какую-то там Блядь игру А оказалось что это клево И ты сидишь такой Я Подсадил свою маму На Сериал Ласт У вас Вот Я ей не стал говорить Что он по Видеоигре Она спокойно посмотрела Единственная претензия Знаешь какая у нее была Так Концовка говно Да Знаешь почему Почему В игре У тебя Поскольку ты пережил Большое Такое длинное Приключение Да там Типа Ты прикипел К персонажам История того Что Джоэл Соврал Элли Она Вот именно так Она как обухом по голове Ты такой Блядь Да не может быть Он ей наврал Или там допустим Вот Джоэл мудак Да мог бы Селовече спасти Или наоборот Все правильно сделал Блин Мог бы девочку спасти Но поскольку Вот этого Ощущения Огромного путешествия У тебя От сериала Нету Когда ты Такой человек Непредвзятый Да смотришь То в самом конце Концовка Выглядит просто Нахуй обрезанной Как будто знаешь Типа А когда следующая серия А на следующей неделе Хуй с ним Вот примерно так Это работает Ну то есть типа Как Клиффхенгер Для Окончания серии Это норм Но как Клиффхенгер Для всего сезона А мы знаем Что второй сезон В следующем году Точно блять не выйдет Его хуй будут Долго снимать Я думаю Что он выйдет Может 20 Есть еще проблема Да Очень важная Дим Что Финальный эпизод В госпитале Выглядел Как Ты же понимаешь Что ты чисто Отвел Вот этот Лудонарративный Диссонанс Да Когда У тебя типа Берут персонажу Говорят Типа Спасти человечество Мы там Типа живем Мы там Это мы там Том И там То еще Убий 100 человек Ты такой Блять Пойду Убью 100 человек Я же ради Эли Я же с ней Блин 20 часов Убил А это Чувак И типа Ты такой 26 там убил И понимаешь И тебе потом Потом Происходит вторая часть И там происходит То что происходит Да И ты такой Типа У тебя начинает бомбить И потом тебя Прям пытаются Убедить Чтобы ты Бомбил по другому С другой стороны Понимаешь А как бы В сериале Это вообще нету Ты сидишь И думаешь Типа У тебя чувак Пошел С девкой Который провел Там пару недель А сейчас он Выкосил нахуй Просто всех Предал человечество И тебе потом Пойдут Еще скажут А потом Его убили Клюшкой Ты такой И правильно сделали Я уже читал Статью Я не помню где И смысл статьи Сводится к тому А мудак ли Джоэл И там приводят Что да Понимаешь Потому что В игре Это как бы Было так тяжело Доказать тебе Как бы Что тебе понадобилась Целая вторая часть На это Понимаешь А здесь Тебя даже Тебя прям Сразу Прям Берут И говорят Вот так Ты такой Да Джоэл Дебил Да Хуярь его Клюшка Понимаешь Ну то есть Они Заведомо Попытались Выстроить Путь Ко второму Сезону Который Который Как бы Будет Настолько Типа Слишком Уж прямо Straightforward In your Motherfucking Face Что ты просто Типа Блять Как бы Ну ребят Драмы то нету Как бы Вы ее проебали Прямо тут Я говорю Есть ощущение Того что им надо Все таки было делать Не 9 серий Им надо было делать Условно Серии 15 Тогда может быть Не было бы такого Ощущения А так это выглядит Очень скомканно Робный шар Не дали денег Не ждали что Выстрелит Поэтому Я думаю Что на следующий сезон Точно дадут денег Побольше Потому что Это блин Один из самых Рекордных сериалов За последнее время Слушайте Ну давайте Мы потихонечку Закончим Про сериал Который у нас Остались Очень контроверсивные Ощущения И мы Ну типа С одной стороны Типа да окей Прикольный Классный сериал Но в отрыве от игры Странно Некоторые вещи Есть Вызывают вопросы И как бы Ну там Опять же Много очень вопросов Я пошел И сделал Замечательный шаг Невозможное Произошло Два года Произошло Невозможное Я считаю Дима меня подбивал На это два года Короче я пошел И прошел Зала 100 у вас 2 Вот И Закончил ее Прям полностью И поскольку Естественно Я начал ее Спустя два года Как бы Околотили вышки Которые Теперь я понимаю Что нет Не 30% А да Добро пожаловать Тимур Наконец-то он ты понял Ну вот Короче Когда я пошел туда Я прям понял Что я ни хера Уже не помню Что произошло И решил перепройти Игру Я довольно быстро Как бы дошел До того же места Где я был И Потом я ее Заебался Приходить Потому что Блядь Настолько растянутая игра Просто пиздец Ее можно было легко Поделить на две части Легко Она стала Ровно Заложником Товой же самой Ситуации Как God of War Ragnarok Это стопудово Было две части игры Которые совместили В одну Или Типа Одна большая игра Плюс одно большое DLC Которые все совместили Типа Вот в одну игру Ну это прямо Сто процентов Так Потому что Очевидно Что в игре Слишком много событий Которое не должно быть В одной части Прям вот Сто процентов Но Давайте как бы В целом Немножко расскажу Про свои впечатления The Last of Us 2 Я думаю Сюжет объяснять бессмысленно Да Слушайте Я хотел сказать следующее Что первое Конечно же Это просто Произведение искусства С точки зрения графона И арт дирекшена Потому что Ряд моментов Где ты прям Смотришь На окружающее пространство На катсцены На то Как построены эффекты Освещение И прочее Это просто Какой-то Запредельный Уровень Технического превосходства Который Даже на PlayStation 5 Это по сути Запускается Версия с PS4 Pro Только не в 30 фпс А в 60 фпс Даже там Это смотрится Как просто Какой-то Невероятный Уровень Просто Технического Какого-то Просто гения Я думаю Что если бы Не сделали Сейчас ремейк Парт 2 Ремейк Где там Еще подтянули бы Движочек Освещение Чисто под PS5 Там было бы Просто пиздец Это так красиво Что просто Обосраться С точки зрения Геймплея Игра Местами Конечно Как бы Выглядит Вообще в основном Круто все Очень классно Но она Выглядит из-за того Что слишком затянут Очень репетитативный Потому что Конечно Вот эти все истории С тем Что как бы Собирай Вот это собирай То крафте Это крафте То А здесь убей врагов А здесь 15 тысяч врагов Таких же одинаковых Убивай в одинаковых аренах Ты опять же вспоминаешь Откуда ноги растут У игры Что это Uncharted В Uncharted Ты точно так же ходишь Вот у тебя вертикальные Горизонтальные Типа места Мы с тобой говорили Про луду Нарративный диссонанс Я могу сказать Что у меня от Uncharted Такое регулярно Потому что Типа как бы Бегает такой смешной Персонаж Прыгает на лианах А на самом деле Перехуярит Огромное количество людей Из пистолета Там Или из автомата За игру Там 600 человек Перехуярит Легко вообще Да Ну в общем Смысл в том Что в итоге У тебя выглядит Все это дело Как типа Прикольная классная игра С точки зрения Там всех механик Которые они делают Но она очень репрезентативная И в какой-то момент Тебя начинается доставать И как бы Плюс вот эта вся Как бы затянутость игры Она тоже начинает В какой-то момент доставать Потому что Блядь Когда я ее до проходил Последний день Я просто уже мечтал Что это все уже Сейчас закончится Как бы Ты уже просто сидишь И такой Ебать Блядь Пожалуйста Я уже вот просто мечтаю Я игру не орошу Я проходил Я проходил ее В свое удовольствие У меня не было Такого ощущения вообще Я специально почитал Что народ вообще писал По этому поводу Такое Мне есть Смут ощущение Что почти половины Людей было ощущение Как у меня Как бы О том что просто Пиздец Как-то эта хуйня Уже закончится Это самая Проходимая игра Плейстейшн Даже good for Не так много Народ прошло Так вот Почему Такое ощущение Создается Дело в том Что конечно Как бы естественно Многие люди Обсуждают сюжет Ласту васа С точки зрения Того что типа Правильно И там поступили Неправильно Поступили Там то или Что то сделали Не вот это Так всяк Я скажу так Что Они сделали Настолько хорошую Классную Интересную историю Первой части В которой Хорошо очень Показали героев А героев было мало Они же Ну там действительно Было мало героев Таких ярких Прям да И ты в итоге Почти все яркие Герои которых Там ну не отмерли Просто по каким-то Естественным причинам Там этот погиб Потому это погиб А этот стал плохим Его застрелили Типа А этот превратился В зомби Его тоже застрелили Короче и так далее И так далее У тебя в целом Персонажей хороших Было мало У тех осталось Ну типа реально мало И когда в этой игре У тебя делают Персонажи в 10 раз больше И в какой-то момент Тебе начинают Диктовать серую мораль И говорить о том Что ты знаешь Вот у тебя есть Вот эта группа персонажей Вот со стороны Элли Джоэла Там типа Есть Джесси А есть Томми А есть у Томми Жена А есть вот Вот это А есть то Есть пятое Есть десятое Короче Вот они типа хорошие А ты знаешь Кто еще есть хорошие А есть еще те чуваки Которые сражаются против них Они тоже в общем-то Ну не то что хорошие Но у них есть свои причины А вот смотри Есть Мел А вот есть Мэнни А вот есть Эбби А вот есть Оуэн А есть еще и Айзи У всех свои причины А вот смотри-ка А вот смотри-ка Есть еще Вот эта фракция А есть вот эта фракция А есть вот эти чуваки И в какой-то момент Когда их всех начинают Всех пачками косить Ты сидишь такой просто И чё Я только что Я только что своими руками Их захуярил Всех Да Да Они заслуживали смерти Да Они стояли И захуярили моего папаню Клюшкой Смотрели на это Они не увели меня В другую комнату Они специально это сделали А знаете почему Они мою папаню Захуярили клюшкой Потому что Мой папаня Захуярил их пацанов А знаете почему Он их захуярил Потому что Отец Эбби Оказался тем самым Долбоебом Который пустил под нож Живую девочку И еще и накинулся с ножом На чувака Который сказал Пожалуйста Отпусти мою Буквально дочь И как бы Если ты ее сейчас Не отпустишь Я тебя застрелю Нет Пожалуйста Я тебя сейчас Нахуй захуярю Этим скальпелем Все В голову получил Пока Короче Вот Понимаете Кто стоял у истоков Этого безумного цикла Боли Ужаса и страданий Отец Эбби Кто должен был Вообще не согласен Ты что ебанулся что ли У тебя У тебя Буквально Есть История Ладно Хорошо Я уверю На самом деле Глава Firefly Естественно Она отдала решение Она сказала Что да Пустить подножку Элли Да Действительно Ее убить Во имя всего человечества Чувак Ты И что У тебя Блядь Произошел Постапокализм У тебя люди Буквально Живут в говне Рядом с монстрами У тебя есть Малейший Мизерный Блядь Маленький Шанс Пойти И все наладить Убьешь Ради этого Ребенка Блядь Да конечно Да Блядь 500 детей Убью Ради того Чтобы все закончилось И поэтому И тебя И всех твоих Дружбанов Захуярили Да И захуярили Максимально Дегенератским Способом Который Называется Сценарное Мастерство Нила Дракмана Потому что Один чувак Захуярил Целую роту Блядь Солдат Это пиздец Как тупо Да Если бы он Спиздил Элли Например И там Ее надо было Как-то Потихонечку Проходить Там не знаю По стелсу Мимо солдат этих Они его там Типа ищут Я бы в это Блядь поверил Но так как это было Сделано в первом Тлоу И так как это Блядь показывается Во втором Тлоу Это полная Дегенератская Тупизна Такого Блядь Не могло бы Изучить В этом сеттинге У меня такое же Ощущение Было вчера Когда я просто Целую армию Арасаки зачистил Двумя долбоемами Сулиц Блядь да И это то О чем я говорил Блядь Когда мы обсуждали Киберпанк Что вся эта Охуенная история То есть у тебя Рассказывают Что вот есть Буквально военный Чип Арасаки И там буквально Ходит чувак Который блядь Даже на человека Не похож Он сука Просто гигантский Блядь Робот Нахуй И ты приходишь И такой типа А с рейкпук Ты просто Нахуй всех выкашиваешь Это такой блядь Я конечно понимаю Что это главный герой Но можно чуть более реалистично В Ласту Васи Абсолютно то же самое Но знаешь почему Это В Ласту Васи Ощущается сильнее Потому что здесь Сеттинг приближен К реальному Ну то есть У тебя в постапокалипсисе Уже тяжело выжить Если на тебя Два чувака напали А когда на тебя нападает Блядь Двадцать У тебя Твои Ощущения того Что ты выживешь Стремятся не просто к нулю А не стремятся к минус Бесконечности Блядь Вот Поэтому это странно Но Я тебе могу сказать Что я абсолютно За Отца Эбби Я считаю Что да Надо было захуярить Элли Все правильно он сделал Вот тебя поэтому Элли бы и захуярила И весь 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 Вся история Вот морали Да Конкретно в Тлоу Она сводится к тому Что ты решаешь за кого-то Либо ты за человечество Либо ты за своего ребенка Если у тебя есть ребенок Ты естественно переживаешь За Джоэла И за его отношения По поводу Элли Мне нет ребенка Но я переживал за Джоэла Понимает Ты потому что Ассоциируешь себя с ним Ты за него играешь И так далее И почему у людей Так сильно бомбило От второй части Ласт У вас Потому что Ты играешь за Элли И ты переживаешь за нее Ты По сути Убили ее отца То есть ты как бы Погружаешься в сторону Элли Абсолютно точно И в середине игры Игра делает вот этот поворот Ты начинаешь играть за Эбби У многих Это вызвало резкое отторжение Просто вот именно так И ты правильно сказал Что если бы игру разделили На две части Условно говоря Там вторая бы вышла Через полгода В виде там платного DLC Или вообще отдельной игры Это бы для истории Рассказал бы намного больше Потому что люди бы начали С самого начала играть за Эбби И уже тогда бы с ней ассоциировались И вот тогда бы Возможно история бы сработала Здесь она работает Только если ты держишь Абсолютно всю историю в голове Как это обсуждалось На Фочане И на всех остальных Местах интернета Я играю за мою Девочку-зайньку Элли Которая мстит за своего Батю Да А потом мне дают Просто ебаного Шрека Блядь За которому я должен Сопереживать Да вы че Я же не такой ебанутый Нет я не буду Сопереживать И поэтому Тлоу Типа Я пойду Поставлю метакритике Минус одну оценку Но Я говорю Для того чтобы этого не было Для того чтобы У тебя не возникало Вот этого диссонанса Тебе надо в голове Держать историю целиком Когда мы играли На наших стримах И проходили полностью игру Я каждый раз Когда там начинается Новая серия Мы же Ну несколько стримов делали Да Я всегда людям пересказывал Что происходило там В предыдущих сериях Условно Мы пошли туда Мы сделали то Почему она пошла туда Потому что Потому что так И когда ты держишь все это в голове История кликает И работает Когда ты играешь Когда ты играешь в игру долго Она не работает вообще И поэтому у тебя Вся история Сценарий распадается на куски Хотя Не согласна Если подумать так То У тебя Весь сценарий Тлоу 2 Можно описать Очень простой историей Месть Ведет к мести Насилие Порождает насилие Все Точка Это Это основной момент И Концовка Тлоу 2 Она в общем-то Говорит тебе о том Что Персонаж Элли Смогла В себе Побороть Насилие Которое в ней Все это время Тлело Как и Эбби Как и Эбби Эбби смогла это сделать И Элли смогла это сделать Именно поэтому В конце не происходит Такого климакса Знаешь Когда у тебя Условно Там не знаю Ты Как в Годофоре Ебашишь огромного дракона А потом захуяриваешь Головного гада Нет Такого не происходит Вот Поэтому Ну Мне кажется История классная Просто Она рассказана Я считаю Историю Бесполезно хуёвой Потому что Она очень плохо написана У тебя буквально Пиздец Ты проси меня Тимур Это пиздец какой-то Плохо написано Знаешь что плохо написано Киберпанк Блять Плохо написан Вот киберпанк Плохо написано Когда ты все Из факов Блять делаешь Не проблема Чуваки Я искренне считаю Что Я не знаю Блять А можно я скажу Пожалуйста Макс Давай как бы Вот ты Встрел Ну ровно в момент Когда я рассказываю О впечатлениях О своей О том как я прошел игру Давай вот как бы Я расскажу про это Пожалуйста Почему ты считаешь историю Говном Давай Я считаю что Игра представляет из себя Условно Мизери порн Когда у тебя Дракман Буквально Искренне Говорит Во всех своих интервью О том что Его задача Была заставить игрока Почувствовать себя Максимально Как бы Типа Чтобы он чувствовал Чувство мести Чувство шейма Чувство как бы Там типа Агрессии Тревоги И прочее Чуваки У меня был ряд Буквально вызывает На отторжение На человеческом уровне Ты буквально Смотришь Как у тебя Элли в финальной битве Бьет Эбби И ты сидишь И просто Повешься Блядь Да я не хочу Я не хочу Блядь Ее убивать Нет пожалуйста Не надо Нет сука Нажми И убей Иначе Если ты это внезешь Она сама тебя убьет Ты такой Да я In the first place Не хотел этого делать Почему А вот Элли хотела А ты играешь за нее А я тебе сказал Поэтому иди нахуй И сделай это И в этот момент Ты сидишь И просто чувствуешь Отторжение И отвращение К этой истории Потому что В итоге Она ее не убивает Но ровно в тот момент Когда тебе Нил Дракман Об этом сказал И вот именно Это меня и взбесило Я понимаю Но это проблема Это проблема не сценария Это проблема Конкретно реализации Того как это сделано В игре Потому что Это не рпг А братан Где ты выбираешь Что должен сделать персонаж Это чисто линейная игра Абсолютно линейная А я именно это Меня именно это И расстроило Именно это меня И взбесило Но это не проблема Сценария В смысле Это не проблема Сценария Это не проблема Это проблема Конкретной реализации Концовки Нет Это тебе Отсюда Концовку прописывает Кто у тебя Линейное сценарии прописывает не сценарист. Чувак, у тебя в сценарии буквально написано, что Элли мутузит Эбби, в итоге она ее не убивает. Вот так у тебя написано в сценарии. С геймплеем точки зрения нажми 10 раз квадрат. Ты берешь, буквально упрощаешь до уровня такого, как будто сценарий существовал сам по себе, а Нил Дракман, его рука была, знаешь, прицеплена к этому сценарию. В сценарии сказал, что там вот так вот, поэтому Нил Дракман должен был так написать. По-твоему, в сценарии было написано, что, игрок должен 6 раз нажать на квадрат, что ли? Нет, конечно нет. Нет, по-моему, я считаю, что в сценарии должно было быть написано о том, что игрок выбирает не убивать Эбби, и в этот момент происходит такой-то диалог. Игрок выбирает убить Эбби, и в этот момент происходит такой-то диалог. Но это не РПГ-ха, это, блядь, линейный сценарий абсолютно. Это буквально как смотреть сериал. Это тоже РПГ, наверное, да? Там очки перераспределяешь на силу, да? Кимур, но первая часть была абсолютно линейной историей. В чем проблема? Ну да. И именно в этом и есть прикол в том, что она хорошо написана. Если тебе не нравится история, окей, никто не спорит с твоим мнением. Но это не то, что игра плохо написана, она замечательно написана. Тебе не нравится сценарий. Это твое мнение? Тебе не нравится сценарий, это твое мнение. Но с точки зрения сценарного мастерства, вот именно сами диалоги, как написано, как люди общаются, как детали подаются, как стори-тейлинг сделан в плане эмбиентом. Я сейчас не говорю про мораль. К этому ко всему проблем и претензий у меня нету вообще никаких. А я просто не понимаю, в чем твоя претензия. Все, о чем ты говоришь, ноль претензий. Моя претензия к идиотизму самого сюжета, который нахуя, блядь, поехала у тебя девочка, мальчик, лев, как бы в деревню спасти свою маму, чтобы потом, блядь, убить свою маму, чтобы быть причиной убийства своей собственной сестры, чтобы потом, как бы, стать одной из причин уничтожение деревни. Блядь, нахуя? Тимур когда-нибудь поймет, что люди, которые мстят, друг другу нелогичны. Во-первых. Во-вторых. Что людские эмоции не подчиняются логике. И что цель истории создать максимальное отторжение, чтобы показать, что цикл вместе отвратителем. Я понимаю, что персонажи ведут себя тупо, Тимур, это не означает, что сценарий плох или например, он плохо написан. Это означает, что персонаж ведет себя плохо, потому что причины. Либо персонаж злодей, который ведет себя плохо, потому что ему это сулит определенные перспективы. Либо персонаж просто ребенок, который одержим жаждой мести. Ты об этом не думал? Что Лев это практически персонаж, которого выгнали, блядь, из племени, потому что он решил себя вести как мальчик, а не как девка. Лев приехал пасти свою маму, а не ради мести. Да, и мама его послала нахуй. Мама его послала нахуй, потому что он буквально сектант. Она, точнее, буквально сектантка. И она это сделала абсолютно точно так. И его сестра об этом знала. Они все об этом знали. Замечательно. И ты даже не попытаешься? Ну, камон. Тут главное... Я так скажу. Я понимаю, что это все вот сейчас вкусовщина и такой грамм-туризмный момент в подкасте дубль-два. Но, ребят, мне не нравится Фолкнер, как писатель. Но Фолкнер писал шедевры, потому что он обнажал людей в самых отвратительных их качествах. И делал это очень хорошо. И с точки зрения человека, который читает «Вусильный колец», может, Фолкнер говно собачье. Но это не умаляет его достоинства. Вот я думаю, с Тулоу у нас абсолютно тот же момент. Мы ни к чему разумному сейчас в этой дискуссии не придем. Потому что эта вещь сильно завязана на... Как сказать? На ваше персональное восприятие. Я скажу одно. Тот факт, что игра вызывает такие дискуссии, это уже классно. Я рассказывал о своих впечатлениях об игре. И скажу так, что при всем при том, что это технический гений, это безумно красивые катсцены, арт-дирекшн, как бы саунд, вообще все круто. Но это настолько отвратительно противный сюжет, который вызывает огромное количество вопросов. Почему этот сделал вот так? Почему это сделал вот так? Какого хуя вот это происходит? У меня... Чуваки, вы так со мной разговариваете, знаете, как с ума лишённым, как будто, знаете, я играл типа в пять игр в своей жизни. Я, блядь, играл не в пять игр в своей жизни, а дохуя игр. И как бы это первая игра, которая вызвала у меня ощущение того, что какого хуя? Вот просто вот какого хуя? Почему? Зачем? Чего? Как? Для чего? Вот именно вот это как бы меня и взбесило. Подожди, ты говоришь про концовку или вообще про какие-то сюжетные моменты? Про всё вместе. Я, блядь, буквально смотрел просто с лицом лица наполовину сюжета. Понимаешь, когда у тебя просто персонажи делают просто идиотские, просто совершенно идиотские действия. Например? И ты сидишь такой просто ебать. Мне нужен пример. Я просто не понимаю, с чего такая бомбежка взята. Смотри, у тебя приходит Элли, например, к Оуэну и начинает спрашивать вопросики. У тебя, соответственно, в этот момент как бы Оуэн как бы понимает, что как бы Эбби примерно там, типа, и он может ей что-то сказать, а может не говорить ничего. И давайте по чесноку. В этот момент он не знает, точнее, он знает, где Эбби. И он может спокойно сказать, блядь, да она на острове, вот этих селян. Пиздуй. Да, езжай вон туда. Там, где сейчас просто ёбаная война происходит. Да, давай, езжай. Он такой, нет, нихуя, короче. А потом беременная женщина нападает, блядь, на супер вояку, которая просто перекосила уже нахуй всех. Понимаешь, как бы, и ты такой просто, ебать, конечно, да, так и произошло бы в этой жизни. Действительно. Ошибка в своих рассуждениях, две ошибки в своих рассуждениях. Первое, с какого хера Оуэн должен был говорить тётке, которую он, блядь, впервые в жизни видит, где находится его подруга, которую он любит. Это первый момент. Ты бы предал, блядь, человека просто вот так, потому что на тебя пистолет наставили. Наверное, нет. Особенно если этот человек для тебя важен. Второй момент. Берёмная тётка, напавшая на Элли, это буквально, блядь, солдат, которую всю жизнь, всю жизнь они, блядь, на этой базе шрамов косят других людей. Почему бы и не напасть? Потому что против неё кто? Кто? А? Кто? Вот именно кто? Какая-то девка. Которая расхуяривает всех солдат. Расхуяривай просто, блядь, 18-17-летняя девчушка расхуяривает, блядь, а почему вообще это происходит в сюжете? Как у тебя 17-летняя девчушка расхуяривает профессиональных солдат? Пожалуйста, объясни мне сейчас, давай, в этом идеально прекрасном, хорошо продуманном сюжете. Ты же играешь в игру по стелсу. Чё бы твоя проблема? Так вот, смотри, два человека, у тебя стоит два супер-гипер-профессиональных солдата, и такие типа решают, попробуем-ка наши шансы против какой-то девчушки. Ах да, вы забыли, у нас же Мэри Сью, которая готова расхуярить всех, потому что у нас идеально гениальный сценарист Нил Дракман, понимаете? Который мы только что защищали за то, что какая прекрасная игра вызывает, какие прекрасные ощущения. Ах да, все шаги в игре абсолютно продуманы, и вообще все отлично там сделано. Твой сарказм не очень состыковывается с той сценой, которую я, например, запомнил, потому что с моей точки зрения вся история, которая с убитой беременной Мэл, она произошла исключительно по случайности. Элли не хотела ее убивать, она просто сделала чисто на автомате. Ну то есть для меня это так выглядело, по крайней мере. Я не знаю, как это выглядело. Профессиональный солдат напал на хуй, пойми кого, а как бы нихуя не профессиональный солдат по случайности убивает профессионального солдата. Чего такое происходит сплошь и рядом, алло? Это называется случайность. Да, случайность, которая происходит постоянно в течение всей игры со многими сотнями персонажей, да? Ну не персонажи, а кейнпси, например. Ты не кажется, что слишком сильно придираешься. Ну то есть тебе не кажется, что ты берешь с одной стороны защищаешь сюжет и говоря о том, что да не, это все возможно, с другой стороны говоришь, блин, ну там же должны быть допущения. Да, чувак, так работает, science-фикшен, вообще любой фикшен. Да, и вы каждый раз берете и вот знаете, и ты, и Макс, вы идете над ямой вот с такими хуями, да? Чувак, ты ходишь над ямой с хуями сейчас, знаешь почему? Нет, потому что... Смотри, вы буквально берете и проговариваете момент в том, что, чувак, ты знаешь, это вполне возможно. Не, ну вообще-то здесь должно быть допущение. Ты знаешь, это как бы вообще-то типа игра. Ну не, это вообще-то линейная история. Ты знаешь, у тебя как бы здесь должно быть... Не, ну на самом деле вот так вот. Вы буквально берете и ходите ко мне с дуализмом, пытаясь защитить произведение, в котором есть огромное количество контроверсивных моментов, и вы буквально берете и говорите типа, чувак, это же совершенно нормально, ну это же, блядь, игра. Ну вот это же должно быть и так, но вообще-то должно быть не так, как бы, да? И ты сидишь и такой, бля, ну get your shit together, понимаешь? Может быть, вы как-то типа это, примите какую-то одну точку зрения, потому что или так, или так. Очень простая точка зрения. Нам с Максом нравится сюжет Low 2, и мы, в общем-то, его вполне логично защищаем, потому что когда тебе нравится какое-то произведение, ты его, естественно, защищаешь. Ты сейчас, я понимаю, что тебе не понравилось, да, там, консовка, или не понравилось какие-то действия персонажей и прочее, но ты сейчас буквально лезешь за лупу, и ты это делаешь, просто я не знаю для чего. Неужели тебе прям настолько не понравилось, что все 30 часов ты сидел плевался? Ну, камон, никогда в это не поверю. Я смотрел на прекрасную, красивую картинку, мне было интересно, чем все это закончится, и я пиздец, как плевался от сюжета. Просто он, он мне показался отвратительным. Он мне показался сюжетом, в котором у тебя Нил Драгман специально сидит и делает такой мизери порн, которому, чтобы, а давайте вы все будете себя чувствовать плохо, хуёво и прочего за счет моих довольно сомнительных сценарных ходов, где я как бы вам тут поднасру везде, а если вам не понравится, то у меня есть условные там товарищи, которым все понравилось, и они будут это защищать. А давайте на все аргументы мы будем отвечать контроверсивными мнениями, где типа, знаете, с одной стороны мы вот делаем вот так, а с другой стороны вот так вот. Ну, на самом деле, нам просто понравился сюжет. На самом деле, контроверсированное мнение, чувак, высказываешь ты, потому что я знаю претензии к Тлоу, которые люди, ну, когда она выходила, как они к ней обсуждали, они обсуждали очень просто, что, а, Эбби чересчур накачанная выглядит как Шрек, нахуй надо, или, ебаная лесбиянка, вся игра про смерть месть лесбиянки, нахуй не надо, какого хуя Джоэла убили клюшкой, я не могу это выносить, я же к нему так привык, потому что играл в первую часть, тоже идиотизм, и почему игра, буквально вторую часть, ты всю проходишь целиком за Эбби, я не хочу за ней играть, она просто говно, а не персонаж, вот тебе, вот тебе, четыре, при том, где основные. Потому что меньше половины игры ты играешь за Эбби. Короче, все эти аргументы, которые ты привел, это как бы, ну, типа, очень низменные, очень поверхностные аргументы. То, о чем говорю я, это не поверхностный аргумент, я не доебываюсь до Эбби, или там, или там, до лесбийства, или еще до чего-то, я до других вещей доебываюсь. Да, до случайности, когда убили случайно Мэл. ты буквально спросил меня пример, я тебе привел один из них, и ты теперь берешь и говоришь, типа, что буквально весь мой дискурс строится на одном примере, и это не так. Какой второй пример? Да у меня их дохуя. У тебя, смотри, например, короче, тебе берут и показывают, ну, на контрасте, персонажей группы Эбби, тебе сначала их показывают, вот они встали в компанию и все вместе и захуярили Джоэла клюшкой, они все пидорасы, ты такой, да, пойду их хуярить. Потом они такие, типа, берут тебе и показывают, на самом деле, они же все обычные человеки, из обычной группы, вот их молодая жизнь, вот у них своя жизнь, вот у них, как бы там, типа, своя комната, а вот они живут здесь в комьюнити, а вот у них здесь все прикольно, короче, и так классно. Ну, вот этот момент, ты же не долбоеб, ты же помнишь, что на самом-то деле, они там пытают пленников, что они ебашат цивильных людей, короче, что они вообще-то, как бы, такие типичные военные с огромным количеством военных преступлений, там, и прочее, и все это тебя не убеждает. Потом тебе берут и говорят, типа, вот прикольный чувак Мэнни, как бы, вот какой он классный, ты должен к нему прикипеть, нет, нихуя, я к нему не прикипел, я увидел его пару-тройку раз, и, как бы, он не вызвал у меня никакой симпатии, вот тебе, как бы, Мэл, она же беременна, ты должен к ней прикипеть, короче, ты такой, да нет, нихера, она, конечно, прикольно, доктор там помогает, добренько, вот это все, но она участвовала во всей этой херне, она у тебя буквально лечит военных преступников, да, да, вот такая херня. И что, в чем проблема твоя? Да и что, вот именно, как бы, и что, и в чем проблема? Нет, для меня проблема есть, понимаешь, как бы, я сижу и смотрю на всех этих персонажей, такой думаю, блин, ну, это, типа, ну, окей, конечно, чтобы я к ним прикипел, и, типа, там, воспалывал с жалостью, и подумал о том, что я только что их там всех, или кто-то за меня захуярил их там, типа, или, я, типа, должен почувствовать вину, нет, нихуя, не чувствую вообще ни разу. И вот ты, типа, подходишь к этому моменту, когда, типа, у тебя, как бы, прям вот Эбби, То есть, одни, одни чуваки, которые хуярят пленников, и пытают их, у тебя вызывают сочувствие, а другие нет. Я просто напомню, чем занимался Джоэл в свое время. И ты почему-то к нему прикипел. Заметь, кстати, ты этого не знаешь. Это тебе рассказывает. Ну да, но это показывали и в первой, и в второй части. В первой части он пытал чувака во время того, как Элли уезжала на лошади, когда он там лежал, типа, в полубреду, в болезни, и он ловит двух. Ты не путаешь сериалом, потому что в сериале это было. Перепройди, блядь, игру, чувак. Я перепроходил в прошлом году. Блядь, это ремейк. И он пытает двух человек. Буквально точно так же, как тебе это показали в сериале. Одного пытает, говорит, покажи, где на карте, блядь, вы украли эту девочку. Покажи, блядь, где на карте. Потом он убивает чувака, а второго пытает, чтобы он тоже самую метку на карте поставил. Во второй части, блядь, происходит то же самое, только человека пытает брат Джоэла. Блядь, Димаш, ты меня потерялся, прости, пожалуйста, потому что я тебя вообще не слышал, и у меня, видимо, что-то с интернетом. Сейчас ты меня слышишь? Пинг. Алло. Тимур. Блин, возможно, я даже отвалился. А сейчас? Так что происходит? Вот Тимурочка нас отвалился, но камера у него работает. Да. Е-е-е-й, все, оно сработало. Это все Discord, чувак, я тебе могу сказать, что у меня прям очень плохо работает. Это просто камера, видимо, даже нормально, Discord нет. Короче, короче, что, у нас еще подкасты, я, давайте, да нет, все нормально, на самом деле, у нас нет никакого конфликта, потому что, я считаю, умозаключение Тимура, полной хуйней. А Тимур считает, твоей полной хуйней, да. А Тимур считает, что Нил Дракон хуевый сценарист. Это, значит, сразу ставит для меня личное мнение Тимура, просто, вот, знаешь, ниже Плинтуса. Ну, понятно, у кого-то аниме на аватарке, а кто-то Соника читал. Слушайте, давайте я... Слушайте, мне нравится ваше мнение, и просто я искренне считаю, что абсолютно все доводы Дима, которые он привел, несостоятельными, и полные тоже абсолютно хуйней, потому что, если честно, Дим, ты так и не смог меня ни разу разубедить, и каждый раз, когда я тебе что-то говорил, ты или цеплялся в итоге за конкретику, за конкретные доводы, или пытался в итоге как бы вывести меня на разговор, в котором ты так и не... Опять же, не смог меня убедить, потому что не до конца смог меня выслушать. И каждый раз, ты как бы выслушивая меня, ты говорил, типа, и чё? Я такой, блядь, и вот это, вот это, вот это, и чё? На самом-то деле, там вот так вот. Смотри, то есть, прежде чем у тебя пропал интернет, мы с тобой обсуждали, очень простой вопрос. Давай. Джоэл, как человек, который пытает людей, тебе нравится, а там условный, я забыл, как его Джейкоб, по-моему, его звали, который во второй части пытает людей, я тебе напоминаю, что Эбби, например, людей не пытала, потому что это не была её работа, это была работа специально обученных чуваков, которые сидели там вот в отдельной коморке, что называется, у них на базе. Эбби у тебя почему-то вызывает отвращение, или там, её группа, с которой она там ходила. Я просто напоминаю, что в мире Тлоу вообще-то довольно суровые времена, не хватает ресурсов, есть большая проблема среди разных фракций, которые пытаются какие-то свои вопросики решить, и ни в одной из фракций, представленных в Тлоу 2, нету однозначно хороших или однозначно плохих, потому что даже то, что делают условно скары, которые шрамы в русской версии, что у них там типа секта, которые там воюют с местными солдатами, они тоже не с их точки зрения, с точки зрения их морали, не являются однозначно плохими, понимаешь? Именно это тебе пытается рассказать Дракман, что на всю историю... Я абсолютно не отрицаю этого, но ты не отвечаешь на мои вопросы. Какие? Ну ты буквально берешь мне и проговоришь, типа, ты знаешь там, типа, небо-то голубое, и такой, бля, чувак, я говорил, почему? Сюжет такой тупой, а ты мне про то, что небо голубое. Я отлично понимаю, как бы совершенно базовые вещи. Я говорю, мои претензии, они не поверхностные, они не уровня того, что, типа, знаешь, там, типа, там, это лесбуха, а эти там, короче, пытают, и там вообще-то, ты знаешь, как бы, этих я люблю, а этих не люблю, а эти хуёвые, а эти не хуёвые. Нет. Может быть, я... Я пытаюсь тебе сказать, неправильно тебя понял, но... Я тебе говорю о другом, я тебе говорю о персепшене, как бы, о уровне восприятия, когда ты играешь сначала целую игру за одних персонажей, и ты видишь их точку зрения, и ты не видишь других точек зрения. Блядь, да ты понимаешь, что мы захуярили Джоэлом и Элле огромное количество людей, которых, ну, NPC, да, у которых была жизнь, ну, дочка была, понимаешь, там. Тебе в сериале буквально это говорят, тебе буквально говорят, ты захуярил там отца семейства, у которого остался там ребёночек там и жена, да. А этот чувак сам на тебя напал, как бы, да? Ну, ты как бы, ну, ты захуярил, потому что он на тебя напал, но тебе говорят, что, чувак, ты в курсе, что у него вообще-то там дочка с женой остались, а? А? Вот, и я тебе просто к тому, что, как бы, тут вопрос именно восприятия, что тебе как показывают? Тот же самый Нил Дракман. И вот он тебе берёт целую первую, первую часть показывает и говорит, у тебя единственный финальный контроверсивный момент бывает в том, что, типа, ты сидишь и с Джоэлом, мы могли убить Элли, ту самую девочку-корзиночку, с которой мы провели всё это время, да, все эти 20, там, 5 часов условных, окей, 20, 16, 15, вот мы с ней провели всё это время, могли ли мы её убить? нашу доченьку ради всего человечества? Да, блядь, я сижу на диване перед телеком, какое, блядь, человечество? Вы чё, я охуели? Это ж моя корзиночка, как я могу её убить? Поэтому, естественно, конечно, мы захуярим всю больницу, заберём корзиночку, поедем, ещё и наврём ей, да, потом, естественно, нам это аукнется. И здесь у тебя то же самое, у тебя в игре берут и показывают, чтобы якобы тебя направить по вот этой некой моральной тропе, в которой ты должен постоянно такой, типа, знаешь, у тебя должен, как роза ветров тебя во все стороны так тебя качает, да, типа, давайте вот к этим, нет к этим, нет к этим, нет к этим, нет к этим, да, а в финале твоя роза ветров должна устаканиться где-то в центре, чтобы ты понял, что и они все хуёвые, все, включая Элли, которая бросила, блин, свою, там, женщину, да, ради того, чтобы пойти, ради мести, ну, это пиздец, да, неправильно, но ты, ты никому из них не сочувствуешь, у тебя вот в этом состоянии, когда ты никому не можешь уже сочувствовать, потому что твоя роза ветров, она уже в центре, ты уже никому не можешь сочувствовать, и в эту секунду ты понимаешь, так, окей, когда у меня no options, как бы, да, типа, вот у меня уже нет выбора, кому из них сочувствовать, ты начинаешь думать, так, окей, но кому из них больше прикипел, типа, вся команда Эбби, да мне похуй на нее, и Нил Дракман не смог мне показать ее так, чтобы мне было на нее не похуй, единственные люди, в итоге, на кого мне становится в конце не похуй, это, собственно, Эбби и Лев в финале, а на всех остальных вообще посрать, как бы, понимаешь, потому что они не показываются на секунду, и то мне сразу показывают, что их захуярили, как плохих людей, это потом тебе пытаются объяснить, что, блин, на самом-то деле они были не такие уж и плохие, да мне похуй уже, все, пока. Нил Дракман пытался, может быть, у него это не слишком вышло в твоем случае, но Нил Дракман пытался показать в своей игре, что не бывает однозначно плохих людей, у всех есть определенные причины для того, чтобы делать даже плохие вещи, делание плохих вещей не означает, что ты плохой человек, потому что иногда тебя на это подводит либо мир, либо какие-то обстоятельства. И конкретно в случае... Ты читал объяснение того, что он это все делал под влиянием конфликта между Палестиной и Израилем, да? У него есть сейчас замечательные примеры для другого конфликта в Last of Us 3, я тебя уверяю, что у него в этом плане еще, может быть, лучше получится. Но весь смысл нарратива от Low 2 не в том, что одна группа людей перехуярила другую, хотя не должна была, и не в том, что твой персонаж, который ты так любил в первой части, там, в десантном берегу. У каждого есть своя мотивация. А в том, что у тебя вся история, весь нарратив Low 2 сводится к тому, что насилие порождает насилие. В этом смысл. Если ты этого не понял, значит, Дракман своей истории не добился просто всей истории. Я вам привожу, привожу, привожу простой пример. В самом начале, где-то в середине игры у тебя Элли залазит в аквариум. На нее нападает собака. Ты убиваешь ее абсолютно точно так же, как ты это делал с другими собаками в игре. Просто ее зарезал, пошел дальше и так далее. И Элли там отпускает, типа, комментарий, что, типа, глупая псина или типа того. Что-то такое происходит. Когда ты играешь за Эбби, тебе показывают, как эту собаку зовут, что ты с ней играешь в мячик. Она ездит с тобой на... по твоим заданиям. Бегает с тобой, помогает тебе убивать зараженных. Это собака, у которой была какая-то жизнь и был какой-то момент. И она сделала то, что собаки должны были делать. Она защищала аквариум от чужого человека. И когда ты обратно возвращаешься в виде Эбби к этой собаке, и ты видишь эту мертвую псину, вокруг тебя разливаются лужи крови, если ты в этот момент не чувствуешь сочувствия, то ты просто бесчувственный человек, Тимур. Понимаешь? Вот как работает Лоу на фундаментальном уровне? Это игра про то, что насилие порождает насилие. И в самом конце игры Элли и Эбби понимают это. Понимаешь? Элли Эбби это поняли. И ты этого не понял, значит дракфон своего не добился. Вот и все. Если ты пытаешься выстроить сейчас знак равно и тождественно о том, что типа ты знаешь, Тимур, произошло какое-то событие в видеоигре, и если ты не почувствовал вот этого, то ты бесчувственный человек, это слишком сильный лейбл, потому что, Дим, ну это реально неправильно. У тебя в игре может происходить все, что угодно. Тебя могут пытаться вызывать какие угодные ощущения с помощью 3D модельки текстурочек, понимаешь? Но это совершенно не значит, что ты должен чувствовать эти чувства. И это совершенно не значит, что ты как бы сценарная задача была именно в таком виде. Вот и все. И понимаешь, как бы, что я понимаю, типа, знаешь, вот как бы, типа, например, смотри, у тебя есть условное произведение, в которое, допустим, употребило там миллион человек, да, и у тебя типа 900, 900, 900 тысяч человек говорит о том, что, бля, все заебись, все круто, а 50 тысяч, 50 тысяч человек, то есть типа маленький-маленький процентик говорит, типа, блин, чуваки, нам что-то там не понравилось. Все-таки вокальное меньшинство, они же там долбоеба, топорылы, ничего не понимают. Но The Last of Us 2 это не тот случай. Это тот случай, когда у тебя буквально часть людей, большая часть говорит одно, а другая часть другое, а третье, третье, а четвертое, четвертое. И говорить о том, что ты, знаете, чуваки, вот как бы там был замысел автора такой, а кто не понял, тот долбоеб, или тот, кто типа не согласен, тот типа там дурак, а вот типа если как бы вы там не поняли, то вы бесчувственны или еще что-нибудь в этом роде, когда у тебя условно настолько большое количество людей. Я не говорю сейчас про людей, которые там типа, блядь, она там типа лесбуха, а или вот это там еще что-нибудь такое, а про людей, которые тебе буквально берут и начинают тебе рассказывать про свои ощущения, а ты такой я все это нивелирую, умножаю на ноль, и как бы все ваши ощущения говно вы просто нихуя не поняли в великом замысле Нила Дракмана, как бы, и чувак, это так не работает. Ну вот как бы серьезно не работает, как бы, потому что... Чувак, я не знаю, что еще сказать. Я считаю, что Нил Дракман в моем случае добился того, чего хотел. Именно. Он хотел показать, что насилие порождает насилие. Это очевидно для меня. Смотри, ты противоречишь сейчас сам себе. Да, в твоем случае он этого не добился. Все, что я могу сейчас сказать? Нет, это тоже, ты сейчас второй раз противоречишь. Почему? Во-первых, я кучу раз согласился с тобой и сказал, что да, это суперочевидная идея и она абсолютно понятна и никто ее не оспаривает. Это первое. Второе, то, что ты согласился и ты понял эту идею, окей, отлично, но вопрос-то не к этому. Вопрос не к идее, абсолютно очевидный и понятный. Вопрос коррелизации. Вот к этому. Мне очень жаль, что ты понял мой месседж как то, что я как бы апеллирую к его корой идее, как бы какой-то такой ядру, и якобы сомневаюсь в этом. Нет. Я абсолютно не сомневаюсь в этом ядре. Я просто потащить и сказать о том, что, блин, все столь говно. Персонажи мне не понравились. Мне не понравилось то, что он рассказывает. Как он это рассказывает? Мотивация. Как бы действие, которое происходит. Мне вот это все не понравилось. Давай сойдемся на том, что мне персонажи понравились. Оуэн, например, вообще лучше всего прописанный персонаж. Оуэн крутой, мне тоже очень понравился. Это буквально человек, который типа разочаровался в фаерфлаях. Это охуенно. То есть это тебе объясняет, как это вообще в жизни бывает. Когда чуваки топили заодно, потом внезапно то, что сейчас принято называть, переобулись. На самом деле не переобулись, а просто повзрослели. Вот так это работает. Да, я абсолютно согласен с тобой. Эбби, отличный персонаж, отлично вписан в историю и намного лучший персонаж именно с точки зрения морали и вообще того, как она себя ведет, чем та же самая Элли, у которой тупо включается режим берсерка. И многие моменты могут быть, допустим, спорные. Убийство беременной Мэл, например, ну да, наверное, это слишком сильный перебор и in your face, что называется. Но в целом мне история от Лоу понравилась. То, что она тебе не понравилась, ну что ж, очень жаль, но мы не можем на это никак пулять с Максимом. Ну, вот смотри, опять же, ты все воспринимаешь на свой счет все время. Буквально, когда я беру и говорю о том, что мне не понравилось. Да я не воспринимаю на свой счет. Мне просто хочется, что ты... Чувак, ты только что своими словами сказал о том, что мы ничего с Максимом не можем поделать с тем, что история тебе не понравилась. Потому что мы говорим, как будто бы это типа твоя вина или что тебе ничего-то... Или типа, что ты мог бы на это повлиять, но ты не можешь. Это не так. У нас тут не подкаст, в котором мы высказываем мнение, что называется, чтобы тебя утопить в грязи и перед слушателями как-то растоптать. Нет. Мы прекрасно понимаем, что тебе не понравилось по какой-то определенной причине. Просто я пытаюсь тебе объяснить, почему твой аргумент например для меня не работает, но ты меня не хочешь слушать. А ты не хочешь слушать, почему твои аргументы не работают для тебя? Именно поэтому я предлагаю эту дискуссию свернуть. Потому что мы 40 минут обсуждаем, то мы просто топчивемся на месте с тем, что это одно и тоже. Чувак, это эмоции, это эмоции чистой воды. Я считаю, что мы могли вполне их рассказать. Заметь, опять же, нету персонального конфликта. Я не говорю, что ты там типа дебил, потому что что-то там не понял, или ты бесчувственный, потому что что-то там не так сделал. Но опять же, я все время говорю про продукт, про еще что-то. И это очень хорошо, что ты настолько взрослый, что ты настолько эмоционально нормально разве, что ты не принимаешь это на свой счет. А не как, знаешь, люди, которым что-то про Атомик Харт не так сказала, типа пиздец. Или там сталкер не понравился. Ебать, ты что, сука, охуел? Прости, пожалуйста, прости, пожалуйста. Ты это делаешь в подкасте блять постоянно. Просто сука, постоянно. Так что давай мы не будем углубляться в эту историю. Приведи пример, давай. Хотя бы один, где я сказал, что ты там типа долбоеб от того, что тебе там понравилась какая-то игра или наоборот. Сука, я тебе подборку сделаю из тех подкастов, которые я, блять, монтирую. Я-то их, сука, по три раза слушаю. Это ты слушаешь его один раз, когда я с тобой, блять, напрямую разговариваю. А я их слушаю, когда монтирую, и когда, блять, в итоге прослушиваю то, что в итоге у меня получилось. Поэтому я иногда твои фразы, сука, запоминаю. Я тебе сделаю нарезку, когда нет, ты долбоеб, постоянно, блять, на протяжении, сука, семи лет. Есть точка зрения Тимура, а остальные точки зрения просто нахуй не существуют. Все, выжженная земля, их, блять, нету. Это неправда. Сука! Ладно, в любом случае, короче, я скажу так, что, типа, из-за того, что, в финале, из-за того, что The Last of Us 2 настолько контроверсивно, если вы вдруг, например, только-только недавно на ПК, там, или на консоли, вдруг внезапно, там, типа, поиграли, вы уже все это прослушали и узнали кучу спойлеров, вот. Если вы вдруг забивали хуй, там, на The Last of Us 2, потому что вы тоже наслушались людей в интернете или еще что-нибудь такое, я бы советовал попробовать, потому что это действительно очень знаковое произведение, как бы, ну, как минимум, она безумно красивая, как бы, и это с технической точки зрения просто из шедевра. И я хотел просто сказать, что, типа, ребят, посмотрите, попробуйте, но знайте, что, как и у меня, она может вызвать ощущение отвращения местами и того, что, типа, вы не хотите в нее играть, и вы, может быть, даже пожалеете в то, что вы в нее поиграли, но, как бы, с точки зрения ознакомления с опытом, с неким, как бы, да, это примерно, знаете, как посмотреть шокирующую Азию или, там, какого-нибудь каримастера, короче, не факт, что вам понравится, возможно, даже точно не понравится, Тут еще важный момент, который тоже в этом контексте хотел упомянуть, то, что в видеоиграх часто сюжет, даже, там, в тех видеоиграх, которые ориентированы на сюжет типа РПК-шек, там, знаешь, и так далее, сюжет сделан довольно дерьмово, ну, то есть, вам может не нравиться сюжет Лоу или не нравятся какие-то сюжетные повороты или, например, персонажи, да, как Тимур, там, не нравятся или их поступки, но, в целом, никто таких сценариев для видеоигр обычно не делает, обычно это делают для фильмов, для сериалов, ну, то есть, для таких довольно, ну, скажем так, медиа более высокой культуры, вот так, скажем. В этом и есть самая большая ужас, ужасная ситуация этого всего, потому что, это вот, как мы говорили, знаете, сейчас про сериал по первому сезону и про игру. Ты представляешь, что будет о втором сезоне? Нет, я просто к тому, что из-за того, что ты играешь, вот ты играешь за Джоэла в течение всей первой игры, а потом тебе в сериале показывают, блин, вообще типа как бы немножко другого Джоэла, немножко другую Элли, эти все тебе другое, другое, другое показывают, и ты понимаешь, что типа вот так не кликает, оно не так работает. И вот есть ощущение того, что The Last of Us 2 надо было быть все-таки сериалом, потому что вот этот момент, когда тебе буквально говорят типа, ну вообще-то все в твоих руках, но нет, на самом деле ни хуять в твоих руках, нету, поэтому жми, сука, квадрат, как бы, и ты такой, а я не хочу жать квадрат, я не хочу, вот не хочу, это, а это игра, и они тебе буквально говорят, нет, ты, сука, должен проактивное действие сделать, ты обязан вот сейчас пойти и сам это сделать, и ты, ну ты такой, типа, это же сценарий, это же всего лишь история рассказана, но, блядь, на кнопку-то я нажимаю, это же я, блин, должен жать квадрат и всаживать нож там, типа, блядь, я не хочу этого делать, и как бы вот этот диссонанс между тем, что это якобы история, якобы сценарий, ну это типа, вот тебе такое рассказывают, но нажимаешь-то ты, и вот я говорю, что в сериале, как бы, это хорошо сработает, а вот в игре мне не очень нравится, так что вот я думаю, что на этом можно... На этой грустной ноте можно закончить, два доказа занесла нам, 222 рубля, на ромашковый чай всем пострадавшим в ходе записи подкаста. Да, и это, если что, для видеоверсии Анката. Слушайте, давайте мы перейдем после такой монументальной зарубы к лучшим статьям прошедшей недели, их у нас в этот раз много, они разного формата, и открывает у нас рубрику. Кто? Правильно, Тимур. Да, на самом деле, совершенно крутейшая статья на Wired о том, что из-за того, что сейчас очень-очень плохая экологическая ситуация в Индии, у них, ну там, степень частоты воздуха падает вообще ниже Плинтуса, и все больше и больше компаний, людей, офисов, богатых людей и прочих, ну просто развивают бизнес очищения воздуха. В офисах, в торговых центрах, в домах, в частных домах, прям бедных домах, подороже домах, и это целая огромная индустрия, и вот как раз таки статья о том, как эта индустрия зародилась, куда она движется, и вообще, что с этим собирается ли делать сама по себе Индия, которая сейчас воздух загрязняет за себя из-за того парня, в общем-то, на все окружающие, вообще на весь окружающий регион, и как с этим собирается вообще кто-либо что-либо делать. Вторая статья, которую мы вам сегодня хотим посоветовать, она уже устарела, но тем не менее. Как работает чат GPT, объясняют на очень, очень, очень простых примерах, так, чтобы даже я понял, как работают языковые модели, типа чат GPT, GPT-4, которые, например, сегодня показали, ну и другие языковые модели. В общем-то, вы из этой статьи узнаете, что, условно говоря, T9 в вашем старом телефоне, которая предсказывала, какие кнопки с буквами дальше нажимаете, какое слово будет дальше, вот это примерно то, как раньше выглядели на рассете, а это просто их эволюционный, скажем так, подход к дизайну. Я целый пост про это написал в своем телеграм-канале, как раз-таки прям большой и расширенный. Так что, если что, почитайте, тоже у меня там, если что. Вот. Слушайте, еще одна крутая статья, которую я хотел бы посоветовать, это огромный разбор полетов на Rolling Stone на английском языке, так скажем, ретроспективно рассматривающий ситуацию, которая получила очень большое освещение в американских медиа, о том, как учительница по сути вступила в сексуальную связь с учеником, который был, ну, учительница, соответственно, взрослая, ученик был, типа, тинейджер чистой воды, ему 13 лет всего было, как она родила от него ребенка и как в этой ситуации медиа в течение многих лет превозносили эту пару как типа, ну, это же, типа, любовь, это же все отлично, и как все, в общем-то, говорили о том, что, как бы, если бы пара поменялась местами, и это было мужчина и девочка, да, то это было бы вообще другой разговор. Мужик бы примерно вот сейчас бы, наверное, уже вышел. Да. Или скорее бы умер бы вот там где-то в тюрьме, как бы наклонившись на замылом. Да, понимаешь, как бы, поэтому там, типа, очень интересная статья, она рассматривает, как бы, всю историю того, как это происходило, и какое количество примеров других существует сейчас, когда у тебя, как бы, ну, типа, женщинам любое там сексуальное или даже насилие над, типа, по сути, несовершеннолетними, как бы, полностью прощается в обществе. Слушайте, я хочу, в свою очередь, посоветовать видос. Это документальный фильм из серии Down the Rabbit Hole, достаточно известная серия документалок на Ютубе Фредерика Кнутсена. Она посвящена вообще разным интернет-личностям и просто интересным личностям. Конкретно, эта серия посвящена Терри Дэвису. Это очень своеобразный кадр. Это был гениальный, в общем-то, программист, который в определенный момент так вышел, что у него развился ряд психических и психиатрических болезней, и он потихонечку сходил с ума, но при этом он писал свою собственную операционную систему Кантовара, называлась Temple OS, потому что он увидел где-то там в своем галлюциногенном бреде послание от Господа, что он должен написать его третий храм, и этим храмом должна стать операционная система, не спрашивайте. И помимо того, что Temple OS это просто шедевр программирования с той точки зрения, что чувак написал с нуля ОС, которая лезет на дискету и при этом использует собственный язык и даже собственный движок рендеринга, самое интересное и грустное в этой документалке это смотреть над постепенной деградацией личности, но при этом замечать некоторые проблески в общем-то гениального разума в этой угасающей истории. Мне кажется, в определенный момент о Терри Дэвисе снимет какой-нибудь грустный фильм на Apple TV игровой. И будет играть его этот, который Джекер играл. Да-да-да-да-да-да-да. Терри Дэвис это не нечто новое, и если вы следите за интернет-культурой, наверное, вы про него знаете, но если вы никогда про него не слышали, это очень интересная документалка и прелесть ее в том, что она прямо по полочкам и очень трогательно эту историю рассказывает. Так, ребят, ну, после всего этого разговора про Last of Us надо обязательно посмотреть видосик очень хороший, приятный, где, как бы, в такой супертеплой ламповой обстановке встретились Нил Дракман, Педро Паскаль, Белла Рамси, соответственно, и ребята, которые, в общем-то, занимались игрой. Ну, опять же, Нил Дракман, типа, и Крейг Майзен, который делал сериал. Вот они все сидят и обсуждают, оно как вообще было, как они адаптировали, что они там, типа, ну, как бы, что они обсуждали, зачем, почему, чего и как, как все это, типа, пришлось делать, как бы, как они все это снимали и каким решением пришли. Короче, классный видос, посмотрите. Как создавали сериал Долоса Вас, короче говоря. Да, именно, как бы, в сочетании вместе с игрой. Вот, и еще одна, как бы, в этом же контексте классная статья, мы сегодня чуть-чуть упоминали про это, на Rock Paper Shotgun вышел такой классный материал, где по следам интервью с Марком Лейдлоу, Марк Лейдлоу, или я забыл его, как зовут? Марк Лейдлоу, это тот самый сценарист Half-Life, который в итоге, как вы помните, ушел из Вальва и просадовался тем, что за последнее время написал свою вариацию, ну, по сути, как бы, каноничную практически вариацию того, каким мог бы стать Half-Life эпизод 3, и вот здесь его история о том, как сложилась его судьба, и в моменты, когда он работал над Half-Life, и когда он ушел из Вальва, что он думает по поводу, типа, того, что, как бы, надо ли делать, там, эпизод 3 не надо, как бы, что куда двигаться и прочее. Короче, очень крутое интервью, такой, точнее, материал по следам интервью, но он очень классный и дает хороший, очень клевый инсайт в то, как создавался Half-Life 2, и куда вся эта история потенциально могла бы уйти, и куда она ушла. Вот такие дела. Тут, кстати, абсолютно отвлеченный факт про Марка Уэйдлоу, Марк Уэйдлоу и Майк Уэйдлоу, это два разных человека, один из них, это чувак, написавший Half-Life, второй из них, это чувак, придумавший Dragon Age, и прикол в том, что я периодически, когда еще сидел в Твиттере, с ними переписывался, они мне отвечали, как ни странно, и у них есть внутренний мем, их постоянно путают. Есть чувак, которого зовут, по-моему, Райан Рейнольдс в Твиттере, и который написан, типа, что-то Not Deadpool у него там, да-да-да-да-да-да-да-да. И, короче, режиссер Пол Андерсон и режиссер Пол В. Андерсон. Да-да-да-да, и они друг к другу перебрасывают твиты, которые адресованы не тому, и это выглядит просто восхитительно совершенно. Да, это забавно. Слушайте, ребят, ну, мы после, как бы, нашего оживленного подкаста, опять же, как бы, который получился немаленьким, потихонечку заканчиваем. Спасибо большое всем тем, кто с нами сегодня был, кто нас смотрел, кто нас слушал, или вживую, или в записи. Спасибо всем тем, кто нам донатил. И напоминаем вам, что, в общем-то, сейчас ситуация, как бы, у всех не очень-то простая. Мы стараемся потихонечку делать какой-то интересный, клевый контент для того, чтобы в итоге, как бы, заполнять дырку, так скажем, типа, завтракавского существования в вашей душе, что если вам вдруг чего-то не хватает, то у вас есть возможность посмотреть, послушать какой-то дополнительный контент. Мы напоминаем, что, как бы, ну, если вы хотите, как бы, иногда послушать нас, то вы можете пойти на наш YouTube-канал, посмотреть на нас или послушать нас на стримах. Но если вам хочется какого-то прям совсем качественного, крутого контента, то напоминаем, что мы делаем еще и подкасты дополнительные, которые выходят у нас на нашем Boosty, на Patreon и в Apple Podcasts. Вот. Поэтому будем очень надеяться, что, в общем-то, вам это все понравится и вы сможете тоже нас поддержать. И, ну, как бы, опять же говорим, что ваша поддержка для нас сейчас очень важна. Да. И от всей души мы хотим поблагодарить наших патронов, которые заносят нам больше всего денег на Boosty и на Patreon. И это, конечно же... Во-первых, у меня не переключается сцена в УБС. Отлично. Да, вот. И это, конечно же, Александр Хлебцов, Just Rego, Олег Кончики, Майкл Кужель, Игорь Богданов, Алексей Шелепов, Дмитрий Мельков, Иван Даниленко, Visers, Mission Impossible, Никита Бискорсый, Сергей Гычко, Неглавный Ноеврей, Донатас, Женечка Калинин, Александр Довыгора, Антон Ленский, Vice Bird, Цареубийца Джейми, Корк, Ходорелф, Сахалинец, Лубневский Дима, Влад Лиалин, Дирандин, Егор Ильин, Евгений Петрунко, Никита Стрельников, Тью Джин, Илья Кузнецов, Артур Галиулин, Роман Космодемьянский, Алексей Карпов, Петя Третьяков, Мистер Вэлери, Алекс Колов, Степан Бугачев, Dragon Master, Павел Петлич, Михаил Аронов, Ферзизис, Чарлей, Лед под ногами Майора, Валерия Неборская, Ильин Егор, Вячеслав Шинауров, Две Черточки, Петр Лаврентьев, Станислав Бартунский, Функу Попраши.ком фигурки в России, Хелиус, Егор Тихомиров, Замбар из интелла.it, Артзен, Мятная Рысь, Артем Логинов, Денис Бондаренко, Григорий Яфа, Денис Артюшин, Джек Ванилла, FX4Trader.ru, Максим Лебедев, Дрантозавр, Антон Зефон, Дмитрий Карабенков, Екатерина Александровна, Евгений Богомолов, Никитос Больше Непивной Насос, Мантройгер, Никита Стрельников, Антон Кузнецов, Нексенсу, Алексей Пазников и пять Завтрашейхов, два на Патреоне, три на Бусте, которые посчитали нужными остаться ананименными. Спасибо вам, пацаны и девчонки. Спасибо. Спасибо. После такого бомбезного, я бы сказал, подкаста... Шахит Ориджинал у нас сегодня был. Давайте все-таки доведем до наших слушателей мысль, что у нас часто бывает так, что мы в чем-то не согласны друг с другом, но мы при этом остаемся друзьями. Да. То есть как бы... Мне кажется... Никто не бомбит. Мне кажется, это абсолютно нормальное явление, когда ты можешь между друзьями обсудить что-то, не скатываясь в личности ты, мудак, нет, ты, мудак, хотя у нас тоже такое бывает иногда. Ну, мы потом миримся, все нормально. Мы все равно в любом случае очень уважаем друг друга, и если вдруг мнение не совпадает, я опять же говорил сегодня о том, что, например, Дима молодец в этом плане, он эмоционально взрослый, что он не начинает принимать это на свой счет, что если я беру, говорю, что, типа, блин, мне вот не понравилось вот это, вот это. Это вот, как я помню, знаете, мы слышали такой термин классный, синдром розового мамонта, что у тебя есть некий условный розовый мамонт, и если вдруг кто-то сказал, что та вещь, которая тебе нравится, говно, ты автоматом принимаешь это на свой счет. Ну, типа, как бы что, типа, если мне что-то не нравится, и, точнее, если мне что-то нравится, и это обосрали, значит, обосрали меня. Нет! Просто человеку тоже просто не нравится та вещь, которая, как бы, вот тебе нравится. И все. Это не значит, что есть какая-то в этом плане проблема. Вот и все. Короче, если вы хотите нас поддержать, подумайте о том, чтобы поддержать нас на Boost, на Патреоне или на Apple Podcast. А не хотите нас поддерживать? Тогда поставьте лайк на YouTube и нажмите на колокольчик. Это очень сильно поможет нашему YouTube-каналу, потому что, как выяснилось, это действительно помогает. Вот такие дела. По поводу наших замечательных дополнительных подкастов, Максимка, что скажешь? Ну, давай, когда ты завтра монтировать, будешь, давай в пятницу сядем, запишемся. Я только за. На этой неделе можно ждать, да? Максим, у нас там еще одна штука, которую мы тебе уже... Да, мы завтра сделаем ее, да. Да, поэтому, пацаны, мы очень надеемся, что если у нас получится, то, возможно, у нас выйдет довольно интересный спешл на следующей неделе, если мы сможем и все-таки все там доделаем, все да, скучим там и прочее. Короче, да? Так что такие дела. А в качестве моей маленькой мести Тимуру я поставлю в конце Короля Ишута. Вот так. Давай все, пока. Пока-пока. Пока-пока.